Глава 21. Если бы я довольствовалась танцем как сольным выступлением, мой жизненный путь был бы очень прост. Уже знаменитые, желанные гости во всех странах, я могла бы спокойно продолжать свою триумфальную карьеру. Но, увы, меня преследовала мысль о школе, о большом ансамбле, танцующем девятую симфонию Бетховена. Стоило мне закрыть ночью глаза, как легкие блестящие видения начинали порхать в моем воображении, умоляя меня вызвать их к жизни. Мы здесь, в Итачье прикосновение нас оживит. Девятая симфония Мильонен Умшлинген. Я вернулась в Грюневальд, чтобы преподавать той небольшой группе, которая уже училась танцу с таким успехом и достигла такой красоты, что только укрепляла мою веру в конечную цель. Целью этой являлось создание оркестра танцующих, оркестра, который представлял бы для зрения то же, что представляют для слуха величайшие симфонические творения. Я научила своих учениц сплетаться и виться, соединяться и учатся в бесконечных хороводах и шествиях, походить то на амуров на помпейских фресках, то на юных граций Донателло, то, наконец, на воздушную свиту Титании. С каждым днем они становились сильнее и гибче, и свет вдохновения, свет божественной музыки сиял в их молодых телах и лицах. Вид этих танцующих детей был так прекрасен, что возбуждал восторг художников и поэтов. Тем не менее, становилось все труднее покрывать расходы по содержанию школы, и мне пришло в голову повезти детей в различные страны в надежде, что найдется хоть одно правительство, которое убедится в красоте такого воспитания детей и даст мне возможность производить опыты в более широком масштабе. После каждого представления я обращалась к публике с просьбой помочь мне найти способ передать другим то, что я открыла и что могло сделать жизнь тысяч людей свободной и светлой. Мне становилось все яснее, что в Германии я не найду поддержки, необходимой для моей школы. Взгляды императрицы были такими пуританскими, что, собираясь посетить мастерскую скульптора, она сперва посылала гофмейстера, чтобы прикрыть простынями ноги и статуи. Тяжелый прусский режим мешал моим мечтам о работе в Германии. И я стала думать о России, где я до сих пор встречала восторженный отклик и заработала целое состояние. Предполагая основать школу в Петербурге, я снова отправилась туда в январе 1907 года в сопровождении Элизабет и 20 маленьких учениц. Опыт не имел успеха. Хотя публика сочувственно встречала мой призыв к возрождению настоящего танца, императорский балет слишком прочно укоренился в России, чтобы можно было думать о переменах. Я повела своих маленьких учениц посмотреть на упражнения детей в балетном училище, и последние отнеслись к нам, как канарейка в клетке относится к ласточкам, летающим на свободе. Но в России не настал еще день для проповеди свободных движений человеческого тела. Балет, бывший истинным выражением сущности царизма, увы, все еще существует. Единственный, кто бы мог помочь моей школе в России, был Станиславский. Но у него не было возможности устроить нас в своем знаменитом художественном театре, о чем я мечтала, хотя он и сделал все, чтобы нам помочь. Не найдя поддержки своей идеи ни в Германии, ни в России, я решила попробовать Англию. Летом 1908 года я повезла детей в Лондон. Известные импресарио Иосиф Шуман и Чарльз Фроман устроили нам выступление в течение нескольких недель в театре герцога Йоркского. Публика в Лондоне смотрела на меня и на моих учениц как на очаровательное развлечение. Но истинной помощи делу оснований будущей школы мне не удалось найти. Прошло семь лет со времени моего первого выступления в новой галерее. Я имела счастье возобновить свою прежнюю дружбу с Чарльзом Галле и поэтом Дугласом Энсли. Великая и прекрасная Эллен Терри часто посещала театр. Она обожала моих детей и однажды повела их всех в зоологический сад к их великой радости. Королева Александра посетила два наших спектакля и многие дамы английской аристократии, между ними знаменитая леди Де Грей, впоследствии леди Риппон, запросто приходили за кулисы и любезно со мной разговаривали. Герцогиня Манчестер подала мне мысль, что моя идея может привиться в Лондоне и что там я могу найти поддержку для своей школы. С этой целью она нас всех пригласила в свой загородный дом на Темзе, где мы снова танцевали перед королевой Александрой и королем Эдуардом. Короткое время я была окролена надеждой основать школу в Англии, но и здесь в конце концов меня постигло новое разочарование. Где страна, где здание, где средства достаточные, чтобы в широком масштабе осуществить мои мечты. Как всегда, расходы по содержанию моего маленького стада были огромны. Мой банковский счет вскоре снова свелся к нулю, и школа была вынуждена вернуться в Грюневальд, где я подписала контракт с Чарльзом Фроманом на турне по Америке. Я сильно горевала, расставаясь со школой, с Элизабет, с Крэгом, но больше всего со своей дочуркой Дердре, которой было теперь около года и которая превратилась в румяную, голубоглазую, светлокудрую девочку. Таким образом, в один прекрасный июльский день я оказалась одна на большом пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк, как раз восемь лет спустя после моего отъезда оттуда на грузовом пароходе. В Европе я была уже знаменитая, я создала новые течения в искусстве, школу и ребенка. Не так плохо, но с точки зрения материальной я была не намного богаче, чем прежде. Чарльз Фроман был знаменитым антрепренером, но не понял, что мое искусство не в духе широких масс и что оно могло нравиться определенному кружку избранной публики. Он меня выпустил в самый разгар августовской жары, как приманку для Бродвея, а небольшому и недостаточно звучному оркестру пришлось играть Эфигению Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. Результат, как и следовало ожидать, оказался плачевным. Немногочисленные зрители, случайно забредшие в театров эти жаркие вечера, когда температура доходила до 30 градусов и больше, были в полном недоумении и ушли, неудовлетворенные виденным. Критиков было мало, и рецензии давали они отрицательные. В общем, мне оставалось заключить, что возвращение на родину было страшной ошибкой. Однажды вечером, когда я, окончательно потеряв бодрость, сидела в своей уборной, послышался приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и в дверях показался человек небольшого роста, но прекрасно сложенный, с гривой курчавых каштановых волос и очаровательной улыбкой. Он порывисто протянул мне руку и наговорил столько прекрасных вещей о моем искусстве, что я почувствовала себя сразу вознагражденной за все неприятности, испытанные мною со времени приезда в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, знаменитый американский скульптор. С тех пор он стал каждый вечер приходить на спектакль, часто приводя с собой художников, поэтов и других друзей, среди которых были талантливый режиссер Давид Беласко, художники Роберт Генри и Джордж Беллоус, Перси Маккей, Макс Истман, вообще всех молодых новаторов из Гринвич-Виллиджа. Помню также трех неразлучных поэтов, живших в башне за сквером Вашингтона, Е.А. Робинсона, Риджли Торренса и Вильяма Воган-Муди. Этот дружеский привет и восхищение художников и поэтов влили в меня новую бодрость и сгладили немного холодность и отсутствие интереса со стороны нью-йоркской публики. В то время Джорджу Грею Барнарду пришла мысль вылепить с меня статую под названием «Пляшущая Америка». Олд Уитман сказал «Я слышу поющую Америку». В один прекрасный октябрьский день, в один из тех чудных дней, которые бывают только в Нью-Йорке осенью, мы стояли вместе с Барнардом на холме, недалеко от его мастерской на Вашингтонских высотах, и я произнесла, протянув вперед руки «Я вижу пляшущую Америку». Так и зародилась у Барнарда мысль о статуе. Я приходила в ателье каждое утро, принося с собой завтрак в корзиночке, и мы провели много чудных часов, обсуждая новые планы художественного вдохновления Америки. В его мастерской я увидела прелестный торс молодой девушки, для которого позировала, по его словам, Эвелина Несбит, до того еще, как встретила Гарри Соо, и была еще простой девушкой. Ее красота приводила в восторг всех художников. Понятно, что эти разговоры в мастерской и совместное преклонение перед красотой возымели свое действие. Со своей стороны, я охотно готова была отдать душу и тело для вдохновления творца статуи пляшущей Америки, но Джордж Грей Барнард был человек, доводивший добродетель до фанатизма, и все мои юные нежные порывы разбивались о стойкость его религиозной верности добродетели. Мрамор его статуй не становился от этого ни холодней, ни строже. Я олицетворяла эфемерность, он же вечность. Что же удивительного в том, что я мечтала быть воспроизведенной Барнардом и через его гений получить бессмертие? Всеми фибрами своего существа я жаждала стать гибкой глиной в руках скульптора. Идея статуи пляшущей Америки была начата блестяще, но, увы, не получила дальнейшего развития. Вскоре пришлось отказаться от позирования ввиду внезапной болезни жены скульптора. Я надеялась, что послужу моделью для величайшего произведения Барнарда, но этого не случилось. Чарльз Фроман, увидев, что мои выступления на Бродвее очень неудачны, решил попытать счастье в маленьких провинциальных городах. Но турне было так плохо организовано, что кончилось еще большим провалом, чем спектакль в Нью-Йорке. В конце концов, я потеряла терпение и явилась к Фроману. Я нашла его в очень подавленном состоянии, считающем потерянные деньги. «Америка не понимает вашего искусства», — сказал он. «Оно слишком переросло американцев, и им его не понять. Вам лучше вернуться в Европу». Контракт, заключенный мною с Фроманом, был на шестимесячное турне и гарантировал мне известную сумму, независимо от успеха. Тем не менее, из чувства оскорбленной гордости и презрения к его отчаянию, я взяла контракт и разорвала на его глазах, говоря, «Теперь, по крайней мере, вы свободны от всякой ответственности». Следуя советам Джорджа Барнарда, который постоянно повторял, что гордится мною как цветком, выросшим на американской почве, и что ему будет обидно, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Я наняла ателье в здании изящных искусств, украсила его ковром и голубыми занавесами и приступила к новой работе, танцуя каждый вечер перед поэтами и художниками. Я рада, что послушалась совета Джорджа Грея Барнарда и осталась в Америке, так как однажды в ателье пришел человек, которому было суждено помочь мне завоевать восторги американской публики. Он видел меня в Театре Критерион, танцующий под небольшой и плохой оркестр Седьмую симфонию Бетховена, и понял, какое впечатление произведут мои танцы под аккомпанемент прекрасного оркестра, которым он сам дирижировал. Это был Вальтер Дамрош. Мои детские занятия, теории оркестровки и роялем, вероятно, оставили след в моем подсознании. Когда я лежу спокойно, закрыв глаза, мне слышатся звуки целого оркестра так ясно, будто он играет передо мной. И каждый инструмент олицетворяется в моем воображении двигающейся полной выразительности фигурой. Этот оркестр теней всегда танцует в моем внутреннем я. Дамрош предложил мне ряд выступлений в опере «Метрополитен» в декабре месяце, на что я радостно согласилась. Результат был именно тот, какой он предсказал. Чарльз Фроман, пославший купить ложу на первое представление, поразился, услышав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Случай этот доказывает, что даже самый великий художник в неподходящей обстановке не имеет успеха. Так было с Элеонорой Дуза во время ее первого турне по Америке, когда по вине плохого антрепренера она играла перед пустым залом и пришла к заключению, что Америка ее никогда не оценит. Вернувшись в Америку в 1924 году, она была встречена сплошной овацией от Нью-Йорка до Сан-Франциско, просто потому, что у Морриса Геста оказалось достаточно художественного чутья, чтобы ее понять. Я очень гордилась поездкой с оркестром из 80 человек под управлением знаменитого Вальтера Дамруша. Это турне оказалось исключительно удачным, так как оркестр относился с искренним расположением к своему дирижеру и ко мне. Действительно, я чувствовала к Вальтеру Дамрушу такую симпатию, что, стоя на сцене перед началом танца, я ощущала незримые нити, связывавшие каждый нерв моего тела с оркестром и его дирижером. Это турне по Америке было, вероятно, самым счастливым временем моей жизни, хотя, конечно, я тосковала по дому и, танцуя седьмую симфонию, представляла себе своих учениц, когда они достигнут возраста, в котором будут способны дополнять ее вместе со мной. Таким образом, тут была радость не полная, а ожидание будущего совершенного счастья. Может быть, в жизни и нет полного счастья, а есть только надежда. Последняя нота песни Изольды поражает своей полнотой, но ведь она означает смерть. В Вашингтоне меня ожидала буря. Некоторые министры энергично возражали против моих танцев. И вдруг, к всеобщему удивлению, на утреннем спектакле появился в литерной ложе сам президент Рузвельт. Он, по-видимому, наслаждался и первый аплодировал каждому номеру программы. Впоследствии он писал своему другу, что дурного видят эти министры в танцах Осидоры. Она представляется мне невинным ребенком, танцующим в саду при лучах утреннего солнца и срывающим прекрасные цветы своей фантазии. Эта фраза Рузвельта, подхваченная газетами, сильно устыдила проповедников морали и способствовала успеху нашего турне. Вообще вся поездка протекла удачно и счастливо, и никто не мог бы желать более покладистого директора и очаровательного товарища, чем Вальтер Дамрош, у которого был темперамент действительно великого художника. В минуты отдыха после ужина он мог подолгу играть на рояле, никогда не уставая, всегда благодушный, веселый и приветливый. По возвращении в Нью-Йорк я с удовольствием получила извещение банка о том, что мой текущий счет значительно возрос. Если бы меня так не тянуло повидать ребенка и школу, я бы никогда не покинула Америке. Однажды утром я оставила на пристани группу друзей Мэри и Вилли Робертс, поэтов и художников, и уехала в Европу. Глава двадцать вторая. Элизабет привезла в Париж мне навстречу двадцать учениц из школы и мою девочку. Представьте себе мою радость, ведь я не видела ребенка целых шесть месяцев. При виде меня Дердре странно на меня посмотрела и расплакалась. Я, конечно, тоже расплакалась. Было так чудно вновь держать ее в своих объятиях. Потом занялась другим ребенком, школой. Все девочки страшно выросли. Это было дивное свидание, и мы пели и танцевали целый день. Выдающийся художник Люнье Пуэ взял на себя устройство моих выступлений в Париже. Благодаря ему Париж посещали Элеонора Дузе, Сюзанн Де Пре и Ипсон. Он подметил, что мои танцы нуждаются в известной обстановке. Нанял театр ГТ Лирик и пригласил оркестр Колонна, которым дирижировал сам Колонн. В результате мы взяли Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лавидан, Пьер Миль и Анре де Ренье писали мне восторженные письма. На каждом спектакле толпились представители избранного артистического и интеллектуального общества. Тут мне показалось, что я близка к достижению цели и что долгожданная школа скоро будет основана. Я наняла две большие квартиры на улице Д'Антон номер 5, сама жила в первом этаже, а во втором поместила детей школы с их воспитательницами. Однажды, перед утренним спектаклем, я сильно перепугалась. Моя девочка вдруг начала кашлять и задыхаться. Я подумала, что это, вероятно, припадок страшного крупа, взяла таксометр и помчалась по Парижу, стараясь разыскать какого-нибудь доктора. Наконец, я нашла известного детского специалиста, который любезно согласился поехать со мной и вскоре заявил, что нет ничего серьезного, а только большой кашель. Я на полчаса опоздала к началу спектакля, и колонну пришлось заполнить это время музыкой. Весь день, танцуя, я дрожала от волнения. Я, разумеется, обожала ребенка и чувствовала, что не переживу, если с ним что-нибудь случится. Какое сильное, эгоистичное и свирепое чувство, материнская любовь. Дердра теперь уже бегала и танцевала. Она была удивительно хороша. Совершенная Эллен Терри в миниатюре. Это, конечно, объяснялось моими постоянными мыслями об Эллен и преклонением перед ней. С прогрессом человечества все матери перед рождением ребенка будут изолированы в уединенном месте, чтобы жить под звуки музыки, окруженные статуями и картинами. Самым большим событием сезона был бал Брессона, куда были приглашены все художники и литературные светила Парижа. Каждый должен был прийти одетым героем какого-нибудь литературного произведения. Я оделась бакханкой Эврипида и встретилась с Моне-Сюли, который в своих греческих одеждах мог сойти за самого Диониса. Я танцевала с ним целый вечер, вернее, танцевала вокруг него, так как великий Моне презирал современные танцы. Впоследствии говорили, что мы вели себя крайне неприлично. Но в действительности наше поведение было совершенно невинно, и я только постаралась дать великому артисту несколько часов развлечения, которого он заслуживал. Странно, что своей американской невинностью я так скандализировала Париж в ту ночь. Я дошла до предела, за которым следует крушение. Средств моих не могло хватить на покрытие расходов по содержанию увеличивавшейся школы. На зарабатываемые мною деньги я как бы усыновила, содержала и воспитывала 40 детей, 20 в Германии и 20 в Париже, помогая, кроме того, и многим другим. Однажды в шутку я сказала сестре Элизабет. Так не может продолжаться. Я перебрала по моему банковскому счету. Надо найти миллионера, чтобы школа продолжала существовать. Случайно высказанное желание стало меня преследовать. «Я должна найти миллионера», — повторяла я сто раз в день сначала в виде шутки, а затем по системе Куэ совершенно серьезно. Однажды утром, после особенно удачного спектакля, я сидела в пеньюаре перед зеркалом. Помню, что волосы мои были в папильотках для предстоящего дневного спектакля, а голову покрывал маленький кружевной чепчик. Горничная подала мне визитную карточку, на которой я прочла хорошо известное имя. И вдруг в моем мозгу что-то запело. «Вот мой миллионер!» «Просите войти». Он вошел, высокий и белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Первая моя мысль была Лоэнгрин. Он говорил очаровательным голосом, но казался застенчивым. «Он похож на большого мальчика с приклеенной бородой», — подумала я. «Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему удивительному таланту», — сказал он. «Меня охватило странное чувство. Я где-то раньше встречал этого человека. Но где?» Как во сне мне вспомнились похороны князя Полиньяка. Я, молодая девушка, горько плачу на непривычных мне французских похоронах, глядя на длинный ряд родственников в боковом пределе церкви. Кто-то выдвинул меня вперед, прошептав, надо пожать руки. И я, охваченная неподдельным горем по случаю смерти моего дорогого друга, пожала по очереди руки всем его родственникам. Помню, как я неожиданно встретилась взглядом с одним из них. Это и был мой теперешний гость. Впервые мы встретились в церкви перед гробом. Зловещее предсказание. Тем не менее, я сразу поняла, что это мой миллионер. Тот миллионер, которого я призывала всеми фибрами души, и что наша встреча — кисмет. Как бы дальше не развернулись события. Я преклоняюсь перед вашим искусством и той смелостью, с которой вы защищаете идеи вашей школы. Я пришел вам помочь. Что мне делать? Не хотите ли вы, например, поехать со всеми вашими детьми на маленькую виллу на ривьере и там, у моря, заняться созданием новых танцев? Вам нечего беспокоиться о расходах. Я их все беру на себя. Вы проделали большую работу и, должно быть, устали. Возложите все теперь на мои плечи. Через неделю вся моя семья мчалась в вагоне первого класса к морю и солнцу. Лоен Грин встретил нас на вокзале. Весь в белом он просто сиял. Он нас повез на прелестную виллу у моря и, выйдя на террасу, показал свою белокрылую яхту. «Она называлась Леди Алиса», — сказал он, «но теперь мы ее переименуем в Ирис». Дети танцевали в голубых туниках, под апельсиновыми деревьями, с руками, полными цветов и плодов. Лоен Грин был очень добр и ласков с детьми. Его любовь к детям прибавила новую нотку доверия к чувству благодарности, которые я уже испытывала по отношению к нему и которые вскоре под влиянием ежедневного общения с ним должно было превратиться во что-то более глубокое и сильное. Но в те времена я еще смотрела на него как на рыцаря, которому поклонялась издали и с некоторым благоговением. Дети и я были помещены на вилле в Болье, а Лоен Грин жил в Ницце, в модной гостинице. Изредка он меня приглашал с ним пообедать. Помню, что в первый раз я пошла в своем простом греческом хитоне и смутилась, встретив у него женщину в удивительном цветном платье, покрытом бриллиантами и жемчугами. Я сразу поняла, что это мой враг. Я почувствовала страх, который впоследствии оказался основательным. Как-то вечером, со свойственной ему щедростью, Лоен Грин пригласил целое общество на бал в казино по случаю карнавала. Он одел всех в атласные костюмы Пьеро. Мне в первый раз пришлось надеть костюм Пьеро и быть на общественном маскараде. Было очень весело, и только одна туча омрачала мой горизонт. Дама с бриллиантами, тоже в костюме Пьеро, была на балу. Глядя на нее, я испытывала настоящие муки. Но позже я танцевала с ней как безумная, и ненависть настолько бывает похожа на любовь, что подошел распорядитель и заявил, что так танцевать не принято. Среди всех этих забав меня неожиданно позвали к телефону. Кто-то из виллы в Болье сообщил мне, что у младшей девочки Эрики случился внезапный припадок крупа, что положение очень серьезное и может кончиться смертью. Я бросилась от телефона к столу, где сидели ужиновшие и где Лоингрин занимал гостей. Я умоляла его как можно скорее вызвать по телефону доктора. И там, в тесноте телефонной будки, под влиянием общего страха за дорогую нам обоим жизнь, все сдерживающие припоны рухнули, и наши губы впервые слились в поцелуи. Но мы не теряли ни секунды. Автомобиль Лоингрина ждал у подъезда. Как были, в костюмах Пьеро мы съездили за доктором, а затем помчались в Болье. Маленькая Эрика задыхалась, лицо ее потемнело. Доктор делал что мог, а два испуганных Пьеро ждали около кровати окончательного приговора. Два часа спустя, когда за окном забрежил свет, доктор признал ребенка спасенным. Слезы текли по нашим щекам, смывая румяна, и Лоингрин заключил меня в свои объятия. «Бодритесь, дорогая, вернемся к нашим гостям». Всю обратную дорогу в автомобиле он крепко прижимал меня к себе и шептал «Сокровище мое! Я готов вас вечно любить, хотя бы только ради сегодняшней ночи, сегодняшних воспоминаний». В казино время летело так быстро, что большинство гостей даже не заметило нашего отсутствия. Одна лишь маленькая дама с бриллиантами считала каждое мгновение. Она ревнивым взором подметила наше исчезновение, и теперь, когда мы вернулись, схватила со стола нож и бросилась на Лоингрина. К счастью, он вовремя угадал ее намерение и, поймав за кисти рук, поднял на воздух и унес в дамскую комнату. Точно все случившееся было простой шуткой, заранее подготовленной частью карнавального веселья. Там он ее сдал прислуге, коротко заметив, что она немного истерична и, очевидно, нуждается в стакане воды, после чего возвратился в зал в прекрасном настроении и совершенно спокойный. И действительно, с этой минуты общее веселье стало расти, пока не достигло апогеев в пять часов утра, когда я изобразила все дикие и противоречивые переживания вечера, воплотив их танго-апашей, которая протанцевала с Максом Дирли. Когда с восходом солнца все стали расходиться, дама с бриллиантами одиноко отправилась в свою гостиницу, а Лоингрин остался со мной. Его щедрость к детям, его волнение и искреннее горе у постели маленькой Эрики завоевали мою любовь. На следующее утро он предложил уплыть с ним на яхте, только что получивший другое название, и, захватив с собой мою девочку, а школу оставив на попечении воспитательниц, мы двинулись по направлению к Италии. Деньги всегда несут за собой проклятие, и люди богатые не могут быть счастливы 24 часа подряд. Если бы я с самого начала поняла, что у моего спутника психология избалованного ребенка, и что каждое мое слово и действия должны были быть рассчитаны на то, чтобы доставить ему удовольствие, все пошло бы гладко. Но я была слишком молода и наивна, и болтала, не останавливаясь о своих взглядах на жизнь, на государство Платона, на Карла Маркса и на грядущее переустройство мира, совершенно не сознавая, какое произвожу впечатление. Человек, любивший меня, по его словам, за храбрость и щедрость все больше и больше пугался, видя, какую ярую революционерку он приютил у себя на яхте. Он медленно начинал соображать, что не в состоянии согласовать мои идеалы со своим душевным спокойствием. Но чаша переполнилась, когда однажды вечером он осведомился о том, какая моя любимая поэма. Я принесла ему свою настольную книгу и прочла ему «Песни большой дороги» у Олта Уитмена. Упоенный восторгом, я не заметила, как действует мое чтение на Лоенгрина, и, только подняв глаза, заметила, что его красивое лицо искажено бешенством. «Какой вздор!» — вскричал он. «Не мог же он этим зарабатывать свой хлеб!» «Неужели вы не понимаете?» — воскликнула я, — что он мечтал о свободной Америке. «Черт их побери, эти мечты!» И вдруг мне стало ясно, что он смотрит на Америку только с точки зрения эксплуатации своих двенадцати заводов. Но женщина, созданная с противоречий, и я после этой и других подобных ссор, бросалась в его объятия и все забывала под его грубыми ласками. Я утешала себя мыслью, что у него в конце концов откроются глаза, и он мне поможет создать великую школу для детей народа. Тем временем чудная яхта плыла по голубым волнам Средиземного моря. Я вижу все это, словно это было вчера. Широкая палуба яхты, обеденный стол, убранный хрусталем и серебром, маленькая танцующая Дердре. Я была влюблена и счастлива, но все время у меня было неприятное сознание, что существуют кочегары в машинном отделении, существует пятьдесят матросов, капитан и его помощник, и все они работают ради удовольствия двух человек. В глубине моего сознания шевелилась мысль, что дни проходят, и что каждый из них — потеря. А иногда я невольно сравнивала роскошную жизнь, постоянные пиры, беспечные наслаждения тела с упорной борьбой за существование времен моей ранней юности, и сравнение это было не в пользу теперешней жизни. Но красота зари, переходящей в знойный ослепительный полдень, вызывала быстрый отклик в моей душе. Мой Лоенгрин, мой рыцарь Грааля, должен будет в конце концов разделить мои взгляды. Мы провели день в Помпеях, и Лоенгрину пришла в голову поэтическая мысль увидеть меня танцующей при лунном свете в храме Пестум. Не откладывая, он нанял небольшой неаполитанский оркестр и отправил его вперед ждать у храма нашего приезда. Но как раз в этот день разразилась гроза и палил дождь. Весь этот день и следующий яхта не могла покинуть гавань, и когда, наконец, мы прибыли в Пестум, мы нашли музыкантов, промокших до костей и в очень жалком состоянии, сидящими на приступках храма, где они прождали больше двадцати четырех часов. Лоенгрин заказал дюжину бутылок вина и барашка а-ля пеликер, который мы ели по арабскому обычаю пальцами. Изголодавшиеся музыканты ели и пили так много и так устали от долгого ожидания в храме, что совершенно не были в состоянии играть. Так как снова стал накрапывать дождик, мы все вернулись на яхту и отправились в Неаполь. Оркестр сделал храбрую попытку играть на палубе, но началась скачка, и музыканты стали бледнеть один за другим и исчезать в каютах. Так кончилась поэтическая идея танцевать при лунном свете в храме Пестум. Лоенгрин хотел продолжать плавание по Средиземному морю, но я вспомнила, что у меня подписан контракт с импресарио в России, и, не обращая внимания на просьбы своего спутника, решила выполнить свои обязательства, хотя мне и было это очень нелегко. Лоенгрин привез меня обратно в Париж и поехал бы со мной в Россию, но опасался затруднений с паспортом. Он наполнил мое купе цветами и нежно со мной простился. Странно, что, прощаясь с любимым человеком, мы, несмотря на раздирающее душу горе, испытываем необыкновенные чувства свободы. Эта поездка в Россию была так же успешна, как и прежняя, но была отмечена событием, которое могло окончиться трагично, хотя вышло очень смешным. Однажды ко мне вошел Крэг, и, короткий миг, я была готова думать, что кроме радости его увидеть не существует больше ничего, ни Лоенгрина, ни моей школы, ничего либо другого. Но одной из основных черт моего характера является верность. Крэг был в великолепном настроении, работал над постановкой Гамлета для художественного театра Станиславского. Все артистки-труппы Станиславского были в него влюблены, а артисты восторгались его красотой, добродушием и удивительной жизнерадостностью. Он часами мог говорить с ними о театральном искусстве, и они делали все, что было в их силах, стараясь сообразоваться с полетом его фантазии и вдохновения. Когда я его увидела, я снова почувствовала всю силу его чар, и все могло кончиться иначе, не имея при себе хорошенькой секретарши. Последний вечер перед нашим отъездом в Киев я устроила маленький обед для Станиславского, Крэга и секретарши. В середине обеда Крэг спросил меня, намерена ли я с ним остаться или нет. Я не знала, что ответить, и он, охваченный одним из своих прежних порывов бешенства, схватил секретаршу со стула, унес ее в соседнюю комнату и заперся на ключ. Станиславский был страшно возмущен и пытался уговорить Крэга открыть дверь, но, убедившись, что уговоры не действуют, мы помчались на вокзал и там узнали, что поезд ушел десять минут тому назад. Мы поехали на квартиру к Станиславскому, где мрачно пытались завязать разговор о Крэге, но я видела, что Станиславский смущен и негодует на его поведение. На следующий день я уехала в Киев, где через три дня меня догнала немного бледная и растерянная секретарша. На мой вопрос, не хочет ли она остаться в России с Крэгом, она ответила решительным отказом, и мы вернулись в Париж, где нас встретил Лоенгрин. У него была необыкновенная сумрачная квартира на Багесской площади, и туда он меня повез, прямо в кровать стиля Людовика XIV, где почти задушил меня ласками. Там я впервые узнала, что могут дать нервы и чувства в смысле ощущений. Мне казалось, что я возвращаюсь к жизни новым и чудесным образом. Как Зевс он принимал различные образы и формы, и я познала его то в виде быка, то лебедя, то золотой росы, влекомые его любовью по волнам, нежно обласканная белыми крыльями и обольщенная и скрытая в золотом облаке. Затем я познакомилась с лучшими ресторанами Парижа, где Лоенгрина встречали как короля. Все метродотели и повара, на перерыв старались угодить ему, и в этом не было ничего удивительного, так как он раздавал деньги как настоящий король. Впервые я узнала разницу между поле-кокотан и поле-самбль, оценила арталанов, трюфели и грибы. Мои вкусовые способности, до сих пор дремавшие, теперь пробудились, и я научилась определять сорта вин и качество виноградной лозы, и еще много вещей досели мне неизвестных. В первый раз я посетила модных портных и не устояла перед роковыми соблазнами материй, красок и форм, даже в шляпах. Я, всегда носившая простые белые туники, шерстяные зимой и полотняные летом, поддалась удовольствию заказывать и носить красивые платья. У меня было только одно оправдание. Портной был не обыкновенный, а сам гениальный Поль Пуаре, который, одевая женщину, мог из нее создать настоящее произведение искусства. Но для меня это был переход от искусства священного к искусству нечестивых. Эта приятная жизнь имела свою оборотную сторону, и бывали дни, когда мы говорили о жуткой болезни неврастении. Помню, как во время прелестной утренней прогулки с Лоенгрином в Булонском лесу я увидела на лице его трагическое выражение, которое со временем я научилась бояться. Когда я спросила, чем он удручен, он ответил, «Передо мной вечно лицо матери в гробу. Где бы я ни был, я вижу это мертвое лицо. Что за смысл жить, если все кончается только смертью?» Я поняла, что богатство и роскошь не дают счастья. Богатым много труднее, чем бедным выполнить что-либо в жизни серьезное, так как в гавани всегда стоит яхта, приглашающий уплыть в лазурные моря. Глава двадцать третья Это лето мы провели на борту яхты у берегов Британии. Море бывало часто такое бурное, что я сходила на берег и ехала за яхтой на автомобиле. Лоенгрин упорно оставался на борту, но хорошим моряком не был и поэтому постоянно выглядел совершенно зеленым. Таковы удовольствия богачей. В сентябре я поехала в Венецию с ребенком и няней и несколько дней провела в одиночестве с ними. Однажды я пошла в собор Святого Марка и сидела там одна, глядя на голубой с золотом купол. Вдруг мне показалось, что я вижу лицо мальчика, которое в то же время было лицом ангела с большими голубыми глазами и золотыми волосами. Я отправилась на лиц и, сидя там, глубоко задумалась, пока маленькая Дердре играла на песке. То, что мне грезилось в соборе Святого Марка, наполнило меня одновременно радостью и беспокойством. Я любила, но теперь уже знала, насколько переменчиво и эгоистично капризно то, что люди называют любовью. А тут предстояло принести жертву, может быть, даже роковую для моего искусства, для моей работы, и я внезапно почувствовала сильную тоску по своему искусству, по работе, по школе. Человеческая жизнь казалась такой трудной по сравнению с моими мечтами об искусстве. Я считаю, что в человеческой жизни есть духовная черта, поднимающаяся ввысь линия, и что нашей истинной жизнью является только то, что примыкает к этой линии и углубляет ее. Все остальное – налет, исчезающий по мере того, как совершенствуется душа. Мое искусство и есть эта духовная черта. Моя жизнь знает только два мотива – любовь и искусство. Часто любовь губит искусство, но также часто повелительный призыв искусства кладет трагический конец любви. Любовь и искусство никогда не уживаются и всегда воюют. В этом состоянии нерешительности и умственной подавленности я отправилась в Милан, чтобы повидать вызванного мною туда доктора-друга и поделиться с ним своими затруднениями. «Это возмутительно», вскричал он. «Вы, единственная в своем роде артистка, будете снова рисковать лишить навсегда мир вашего искусства? Это совершенно невозможно. Послушайтесь моего совета и откажитесь от этого преступления против человечества». Я слушала его с боязливой нерешительностью, то, не желая подвергать свое тело новому изуродованию, тело, бывшее выразителем искусства, то снова мучимая призывом, надеждой и видом этого ангельского лица, лица моего сына. Я попросила моего друга дать мне час на размышления. Как сейчас помню спальню в гостинице, довольно мрачную комнату и висевшую на стене передо мной картину, необыкновенную женщину в платье XVIII века. Жестокие, но прекрасные глаза, которые прямо глядели в мои. Я смотрела ей прямо в глаза, и они как будто смеялись надо мной. «Что бы вы ни решили», — казалось, говорили эти глаза, «все клонится к одному. Взгляните на мою красоту, сиявшую столько лет тому назад. Смерть поглощает все. Все. Зачем же вам вновь страдать, чтобы дать жизнь существу, которое будет все равно унесено смертью? Ее глаза становились все более жестокими и зловещими, а моей тоске не было предела. Я закрыла лицо руками, чтобы не видеть ее, и старалась думать, решить. Сквозь туманившие мой взор слезы я умоляла эти глаза, но они не поддавались жалости и беспощадно смеялись надо мной. «Жизнь или смерть несчастная? Мы все равно попали в капкан». В конце концов я поднялась с места и сказала глазам, «Нет, вам меня не смутить. Я верю в жизнь, в любовь, в святость законов природы». Было ли это воображение, или действительно в этих холодных глазах мелькнул огонек жуткого, язвительного смеха? Когда мой друг вернулся, я сообщила ему свое решение, и ничто уже не могло меня поколебать. Я вернулась в Венецию и, обняв Дердре, шепнула ей, «У тебя будет маленький брат». О, засмеялась Дердре и захлопала от радости в ладоши, «Как хорошо, как хорошо!» «Да-да, это будет чудесно». Я телеграфировала Лоенгрину, и он поспешил приехать в Венецию. Он был в восторге, полон радости, любви и нежности, и демон Неврастении на время покинул его. Согласно второму контракту, подписанному с Вальтером Домрошем, я в октябре уехала в Америку. Лоенгрин никогда не видал Америки и очень волновался, вспоминая, что в нем течет американская кровь. На пароходе были наняты, конечно, самые роскошные помещения, для нас каждый вечер печаталось особое меню, ехали мы как коронованные особы. Общество миллионера, безусловно, сильно облегчает путешествия. У нас была роскошная квартира в гостинице, и вся прислуга кланялась нам до земли. Кажется, в Соединенных Штатах существует закон, запрещающий двум любовникам путешествовать вместе. Бедный Горький и его подруга, прожившая с ним уже 17 лет, подвергались всевозможным гонениям, превратившим их жизнь в сплошной ад. Но понятно, когда люди очень богаты, от этих маленьких неприятностей легко избавиться. Поездка по Америке совершалась очень счастливо, успешно и удачно в материальном отношении до тех пор, пока как-то в январе ко мне в уборную не зашла очень нервно настроенная дама, которая заявила. «Но, милейшая мисс Дункан, вы не можете продолжать танцевать в таком состоянии, ведь это видно из первых рядов». «Но, милейшая госпожа Икс», — возразила я, — «это как раз то, что я хочу выразить своими танцами — любовь, женщину, оплодотворение, весну». Картина в Отечелли, плодотворная земля, три танцующие грации, близкие к материнству, Мадонна, зефиры, тоже близкие к материнству, все шелестит, обещая новую жизнь. Вот что означает мой танец. Госпожа Икс посмотрела на меня с насмешливым недоверием. Но все-таки мы сочли за лучшее прекратить турне и вернуться в Европу, так как мое благословенное состояние действительно становилось слишком заметным. Я была очень счастлива, что с нами едут Августин и его девочка. Он разошелся с женой, и я считала, что поездка его развлечет. «Не хотели бы вы путешествовать всю зиму по Нилу, чтобы уйти от мрачного нахмуренного неба туда, где сияет солнце? Посетить фивы, дендеры, все, что вы мечтали видеть? Яхта ждет нас, чтобы доставить в Александрию на судне, которое повезет нас по Нилу. Тридцать туземных матросов и первоклассный повар. Каюты роскошны. Это отдельные комнаты, при каждой ванна. Но моя школа, работа. Ваша сестра Элизабет отлично справляется со школой, а вы так молоды, что еще успеете наработаться». Таким образом, мы провели зиму, путешествуя по Нилу. Это было сказочное счастье, вернее, почти было, так как изредка появлялось чудовище неврастении и черной рукой заслоняло солнце. Легкая фигурка Дердре то носилась по палубе, то бродила по древним улицам фив. Малютка засматривалась на облупившихся древних богов. Увидев сфинкса, она сказала, «О, мама, эта кукла не очень красивая, но очень величавая». Она как раз начала говорить многослойные слова. «Девочка подолгу стояла перед храмами вечности, перед могилой маленького наследника фараонов. Мы видели долину царей, перед нами уходили в пустыню караваны, дул ветер и нес песчаные волны по пустыне. Куда?» «Для нас Египет — страна снов, а для бедного Филлаха — страна труда. Но, во всяком случае, это единственная страна, которую я знаю, где и труд может быть прекрасен. Филлах существует по большей части чечевичной похлебкой и пресным хлебом, обладает красивым гибким телом и, что бы он ни делал, нагибается ли во время работ или наклоняется к Нилу за водой, всегда представляет собой бронзовую модель, радующую сердце скульптора. Мы вернулись во Францию и высадились в Вильфранше. На время сезона Лоенгрин нанял великолепную виллу в Болье с террасами, спускающимися к морю. С характерной для него порывистостью он забавлялся с кубкой земель на мысе Феррат, где собирался построить величественный итальянский замок. На автомобиле мы ездили осматривать авеньонские башни и стены Каркасона, которые должны были служить образцом для этого замка. На мысе Феррат теперь высится замок, но, увы, недоконченный, как и многие из затей Лоенгрина. Сейчас он был неестественно подвижен. Если он не несся на мыс Феррат для покупки земли, он пчался в понедельник в курьерском поезде в Париж, чтобы вернуться в среду. Я спокойно оставалась в саду у Голубого моря, размышляющей о глубокой пропасти, отделяющей жизнь от искусства, и часто задумываясь над вопросом, может ли женщина стать настоящей художницей? Ведь искусству нужно отдавать все, а любящая женщина все отдает жизни. Во всяком случае, я уже второй раз была разлучена со своим искусством и точно отрезана от него. Утром первого мая, когда природа распускалась пышным цветом, море синело, солнце жарило и все ликовало, родился мой сын. В отличие от глупого деревенского врача, в Нордвике умный доктор Бассон умело облегчал страдания благоразумными дозами морфия, и мой второй опыт сильно отличался от первого. Дердре вошла ко мне в комнату со своим прелестным личиком, полным ранних материнских забот. «О, какой милый мальчик, мама!» — воскликнула она. «Тебе нечего о нем беспокоиться. Я всегда буду о нем заботиться и носить его на руках». Я вспомнила эти слова, когда она, мертвая, держала его в своих маленьких застывших восковых ручках. Зачем людям призывать Бога, который, если и существует, наверное, не обращает на все это внимание? Итак, я снова лежала у моря с ребенком на руках, только вместо белой дрожащей от ветра виллы Мария был роскошный дворец, а вместо мрачного, беспокойного Северного моря — голубое Средиземное. Глава двадцать четвертая. По возвращении в Париж Лоингрин спросил меня, не хочу ли я устроить праздник в честь всех моих друзей, и предложил мне составить программу по своему усмотрению. Мне, кажется, что богатые люди никогда не знают, как себя забавлять. Когда они дают обед, то он немногим отличается от обеда, устроенного бедным дворником. Я же всегда думала, что, имея достаточно денег, можно пригласить гостей на поразительный праздник. Вот что я придумала. Гости были приглашены к четырем часам дня в Версаль, и там, в парке, были раскинуты шатры, где их ожидали всякие яства, начиная с икры и шампанского и кончая чаем и пирожными. После чего на открытой площадке, где находились палатки, оркестр колонна под управлением Пьерне сыграл нам ряд произведений Рихарда Вагнера. Помню, как в тени больших деревьев удивительно звучала идиллия Зигфрида в этот прекрасный летний полдень, и как вечером при заходе солнца торжественно неслись аккорды похоронного марша из гибели богов. После концерта великолепно накрытые столы как бы манили гостей к материальным удовольствиям. Пир этот, за которым подавались необыкновенные разнообразные блюда, продолжался до полуночи, когда была зажжена иллюминация, и все танцевали до утра под звуки венского оркестра. Так в моем представлении следовало действовать, когда богатый человек желает тратить деньги на прием гостей. На этот праздник явились вся аристократия и все художники Парижа, и действительно оценили его по достоинству. Но самое странное было то, что Лоенгрин не присутствовал на торжестве, которое я устраивала для его же развлечения, и которое ему обошлось в 50 тысяч франков, к тому же довоенных. Приблизительно за час до начала праздника я получила телеграмму, что с ним случился удар, и что он не может быть, но просит меня принимать гостей без него. Неудивительно, что меня влекло к коммунизму, когда я так часто убеждалась, что богатому найти счастье так же трудно, как Сизифу втащить камень из ада на гору. В то же лето Лоенгрин вздумал со мной обвенчаться, хотя я и доказывала, что отношусь к браку отрицательно. «Нет большей глупости для артиста, чем женитьба», говорила я. «Ведь я проведу свою жизнь в бесконечных турне по всему свету, не можете же вы провести свою, сидя в литерной ложе и любуясь мной». «Вам не надо будет разъезжать по всему свету, если мы поженимся». «Чем же мы бы тогда занялись?» «Мы бы проводили время в моем лондонском доме или в имении». «А дальше что?» «Есть еще яхта». «Ну а дальше?» Лоенгрин предложил испробовать такую жизнь в течение трех месяцев. «И я буду очень удивлен, если она вам не понравится», — прибавил он. «Это лето мы провели в Девоншире, где у него был удивительный замок, построенный по образцу Версаля и Малого Трианона, с целым рядом спален, ванных комнат и роскошными покоями, отданными в мое распоряжение, с четырнадцатью автомобилями и яхтой. Но я не приняла в расчет дождливой погоды. В Англии летом дождь идет целыми днями, но англичане как будто относятся к нему совершенно безразлично. Они рано встают, завтракают яйцами, почками, копченой грудинкой и кашей, надевают непромокаемое пальто и гуляют по сырости, чтобы, вернувшись, снова съесть множество блюд, заканчивая трапезу диванширскими сливками. До пяти часов они будто бы пишут письма друзьям, а, по-моему, просто спят. В пять спускаются к чаю, за которым подаются разнообразные пирожные, хлеб с маслом, чай и мармелад, после чего притворяются, что играют в бридж, пока не наступит время приступить к самому важному делу дня — одеванию к ужину, за которым появляются в вечернем туалете. Дамы в платьях с глубоким вырезом, а мужчины втуго на крахмалиных рубашках и уничтожают обед из двадцати блюд. После обеда начинается легкий разговор о политике, затрагивается философия, а затем все расходятся по своим комнатам. Вы легко поймете, насколько эта жизнь меня удовлетворяла. Через две недели я была на границе отчаяния. В замке была удивительная зала, вся в гобеленах, в которой висела картина Давида «Коронация Наполеона». Оказывается, Давид написал картину в двух экземплярах, одна из них в Лубре, а другая в бальном зале замка Лоенгрина в Девоншире. Заметив, что мое отчаяние все увеличивается, Лоенгрин предложил мне снова потанцевать в бальном зале. Я вспомнила гобелены и картину кисти Давида. Как мне делать перед ними свои примитивные движения на блестящем вощенном паркете? Если задержка только за этим, пошлите за своим ковром и занавесами. Я послушалась его совета, и гобелены были завешаны моими драпировками, а ковер разложен на полу. Но мне нужен аккомпаниатор. Пошлите за пианистом, сказал Лоенгрин. Я телеграфировала колонну. Провожу лето в Англии. Должна работать. Пришлите аккомпаниатора. В оркестре колонна первым скрипачом был человек странного вида с большой головой, качавшийся на плохо скроенном теле. Кроме скрипки, он играл на рояле, и колонн его однажды привел ко мне. Но человек этот был мне настолько неприятен, что, глядя на него или касаясь его руки, я положительно испытывала физическое отвращение, и поэтому попросила колонна больше его не приводить. Колонн возразил, что скрипач меня обожает, но я ответила, что не могу справиться с чувством отвращения и не в состоянии выносить этого человека. Как-то вечером, когда колонн по болезни не мог дирижировать для меня в ГТ Лирик, он прислал этого музыканта вместо себя. Я очень рассердилась и заявила, что отказываюсь танцевать, если он будет дирижировать. Он вошел ко мне в уборную и взмолился со слезами на глазах. «Асидора, я вас обожаю. Разрешите мне продирижировать хоть раз?» Я холодно посмотрела на него. «Нет, вы должны понять, что физически вы мне отвратительны». Он расплакался. Публика ждала. И Люнье Пуэ убедил Пьерне заменить колонну. В особенно дождливый день я получила ответную телеграмму от колонна. Посылаю аккомпаниатора. Приедет в такой-то день и час. Я поехала на вокзал и была поражена, когда увидела, что вылезает из поезда именно скрипач Икс. «Как это возможно, что колонн прислал именно вас? Он знает, что вы мне противны, и я вас ненавижу». «Простите, сударыня, маэстро меня прислал», пробормотал он, заикаясь. Узнав, кто такой аккомпаниатор, Лоенгрин заметил, «По крайней мере, у меня нет причин к ревности». Он все еще страдал от последствий того, что он считал ударом, и в замке при нем находились доктор и сестра милосердия, которые очень настойчиво указывали мне, как я должна себя вести. Меня поместили в самой отдаленной комнате на другом конце замка и запретили под каким бы то ни было предлогом беспокоить Лоенгрина, который ежедневно проводил целые часы, запертые у себя в комнате, на диете, состоящей из риса, макарон и воды, причем беспрестанно к нему заходил доктор, чтобы освидетельствовать состояние кровообращения. Иногда его сажали в рот клетки, привезенные из Парижа, где через него пропускалось несколько тысяч вольт электричества, пока он сидел с жалобным видом, повторяя «Надеюсь, что это мне поможет». Все это усиливало мое раздражение и в соединении с непрекращающимся дождем могло бы послужить объяснением последующих удивительных событий. Чтобы рассеять свое неудовольствие и избавиться от скуки, я стала работать с Икс, несмотря на всю нелюбовь к нему. Когда он играл, я заставляла его ширмой, говоря «Я не могу на вас смотреть, до того вы мне отвратительны». В замке гостил старый друг Лоенгрина, графиня А. «Как вы можете так обращаться с несчастным пианистом?» — сказала она и настояла однажды на том, чтобы я пригласила его поехать с нами в закрытом автомобиле, в котором мы ежедневно катались после завтрака. Я согласилась очень неохотно. Автомобиль не имел откидных сидений, и поэтому нам пришлось сидеть всем рядом. Мне посередине, а графиня и Икс — по бокам. По обыкновению лил дождь. Через короткое время меня охватило такое отвращение к Икс, что я постучала в стекло шоферу и велела повернуть домой. Он кивнул головой и, желая мне угодить, резко повернул машину. Деревенская дорога была вся в рытвинах, и при крутом повороте меня бросило в объятия Икс. Его руки охватили меня, и, взглянув на скрипача, я внезапно вспыхнула огнем, как ворох зажженной соломы. Я никогда не испытывала такого бурного чувства. Посмотрев на него, я поразилась. Как не заметила я этого раньше? Его лицо было прекрасно, в глазах горел затаенный огонь гениальности? Я с этой минуты поняла, что он великий человек. Весь обратный путь я смотрела на него в каком-то оцепенении страсти, и когда мы вошли в замок, не отрывая своего взора от моего, он меня взял за руку и медленно увлек в залу, за ширмы. Как могла из такого сильного отвращения? Родится такая сильная любовь. Единственным возбуждающим средством, которое тогда разрешалось Луенгрину, и которое теперь продается тысячами бутылок, было вновь изобретенное средство, вызывающее оживление деятельности фагоцитов. Лакеям было приказано ежедневно угощать гостей этим напитком, передавая привет от хозяина. И хотя впоследствии я узнала, что на прием полагается одна чайная ложка, Луенгрин настаивал на том, чтобы мы выпивали целый стакан. После случая в автомобиле нас томило одно желание — оставаться вдвоем в зимнем лесаду, в парке или во время прогулок по грязным деревенским тропинкам. Но бурные страсти имеют бурный конец, и настал день, когда Икс принужден был покинуть замок, чтобы никогда в него больше не возвращаться. Мы принесли эту жертву, чтобы спасти жизнь человеку, казалось стоявшему на краю могилы. Много времени спустя, слушая дивную музыку зеркала Иисуса, я поняла, что была права, считая этого человека гением, а талант всегда имел для меня роковую притягательную силу. Этот случай подтвердил, что я не гожусь для семейной жизни, и осенью, грустная и умудренной опытом, я уехала в Америку, чтобы выполнить свои обязательства по третьему контракту. В сотый раз я твердо решила посвятить отныне свою жизнь искусству, которое хоть и сурово, но зато на сто процентов благодарнее человеческих существ. Во время этого турне я обратилась к Америке за помощью по делу основания школы. Мой трехлетний опыт жизни среди богатых людей убедил меня в пустоте и безнадежном эгоизме их существования, доказав мне, что можно найти настоящую радость только в принадлежащей всему человечеству вселенной. Зимой я обратилась с речью к публике, сидевшей в ложах Метрополитен, и газеты раздули это в целый скандал под заголовком «Айседора оскорбляет богачей». Я сказала приблизительно следующее. Меня упрекают в злобных выпадах против Америки. Возможно, что это и правда, но вовсе не значит, что я не люблю Америки. Наоборот, это, вероятно, значит, что я слишком ее люблю. Я когда-то знала человека, страстно любившего женщину, которая не хотела его знать и плохо с ним обращалась. Он ей ежедневно писал по оскорбительному письму, и на ее вопрос, зачем он пишет ей такие грубости, ответил «Потому что я вас безумно люблю». Психолог объяснит вам этот рассказ, и таково же, наверное, мое отношение к Америке. Я, безусловно, ее люблю. Разве моя школа, мои дети, все мы недуховные отпрыски у Олта Уитмена, и мои танцы, которые называют греческими, разве они не вышли из Америки? Ведь они танцы Америки будущего. Все эти движения, откуда взяли они свое начало? Они рождены природой Америки, Сьерра-Невадой, Тихим океаном, омывающим берега Калифорнии. Рождены беспредельными пространствами гор Рокки, долиной Йосемайт, Ниагарским водопадом. Бетховен и Шуберт были детьми народа всю свою жизнь. Они были людьми скромного достатка, и их великие творения были вдохновлены человечеством и принадлежат ему. Народ нуждается в драме, в музыке, в танцах. Мы дали даровой спектакль в восточных кварталах города. Мне говорили, в восточных кварталах симфонию Шуберта не поймут и не оценят. Итак, мы дали даровой спектакль, в театре не было кассы, какое приятное зрелище, и публика сидела оцепенелая вся в слезах. Вот как они не поняли и не оценили. Ключ жизни, поэзии и искусства готов забить из народных масс восточных кварталов. Постройте для них большой амфитеатр. Единственная демократическая форма театра, где со всех мест видно одинаково, где нет ни лож, ни балконов, ни галереи. Взгляните туда, наверх. Неужели вы считаете правильным сажать людей под потолок, словно мух, и требовать от них оценки искусства? Постройте простой прекрасный театр. Вам не нужно покрывать его позолотой. Не нужны все эти украшения, все это роскошное убранство. Благородное искусство идет из глубин человеческого духа и не нуждается во внешних покровах. В нашей школе нет костюмов, нет украшений. Существует только красота, излучающаяся из недр вдохновленной человеческой души и выражающие ее тело. Если моему искусству удалось вас чему-нибудь научить, надеюсь, что оно вас научило именно этому. Красоту следует искать и находить в детях, в свете их глаз и в красоте маленьких рук, вытянутых в очаровательном движении. Вы их видели на сцене, держащимися за руки, прекраснее любой жемчужной нить и украшающей шею посетительницы здешних лож. Это мои жемчуга, мои бриллианты, мне не надо других. Дайте красоту, свободу и силу детям. Дайте искусство народу, который в нем нуждается. Великие музыкальные произведения не должны оставаться достоянием немногих культурных людей, а должны быть бесплатно отданным массам, которым они необходимы, как воздух и хлеб, так как являются духовным напитком человечества. Во время этой поездки по Америке я имела много радости от дружбы с талантливым художником Давидом Бисфом. Он посещал все мои спектакли, а я ходила на его лекции, и затем мы ужинали в моих комнатах в гостинице Плаца, и он мне пел по дороге в Манделей или Дании-Дивер. Мы смеялись, обнимались и восторгались друг другом. Эту главу следовало назвать «Апологией языческой любви». Теперь, когда я узнала, что любовь не только трагедия, но и времяпрепровождения, я отдалась ей с языческой наивностью. Люди, казалось, изголодались без красоты и любви, любви освежающей, любви без страха и последствий. Я бывала так прелестно после спектакля в тунике и с волосами, украшенными розами. Почему не дать наслаждаться этой красотой? Прошли дни, когда со стаканом молока в руке я зачитывалась критикой чистого разума Канта. Теперь мне казалось естественнее слушать за бокалом шампанского, как какой-нибудь обаятельный человек воздает хвалу моей красоте. Божественное языческое тело, страстные губы, обнимающие руки, нежный освежающий сон на плече любимого. Все это были радости невинные и очаровательные. Многие, наверное, будут скандализированы, но я не понимаю, к чему, если ваше тело предназначено испытать определенную долю страдания от прорезывания зубов, выдергивания их и пломбирования. А каждый, несмотря на добродетель, подвержен болезням вроде гриппа и тому подобное, может вам доставить наслаждение, отказываться от удовольствия, когда представляется случай их получить. Не следует ли дать несколько часов красивого отдыха человеку, целый день занятому умственной работой и часто мучимому тяжелыми жизненными проблемами и беспокойством? Не следует ли обнять его прекрасными руками и успокоить его страдания? Надеюсь, что те, кому я дарила наслаждение, вспоминают его с той же радостью, как и я. В этих воспоминаниях невозможно их всех перечислить, невозможно описать в одной книге блаженные часы, проведенные мною в полях и лесах, безоблачное счастье, которое я испытала, слушая симфонии Моцарта или Бетховена, те дивные минуты, которые мне посвящали такие художники, как Исаи, Вальтер, Румель, Геннерскин и другие. — Да, — часто восклицала я, — язычницей хочу я быть, язычницей. Но, вероятно, никогда не шла дальше пуританского язычества или языческого пуританства. Я никогда не забуду своего возвращения в Париж. Дети оставались в Версале с гувернанткой. Когда я открыла дверь, мальчик подбежал ко мне с ореолом из золотых кудрей вокруг прелестного лица. Уезжая, я оставила его в колыбели. В 1908 году я купила в Нельи ателье Жервекса с залом для музыки в виде часовни и теперь туда переехала с детьми. Я работала в ателье целыми днями, а иногда и ночами со своим верным другом Геннером Скином, выдающимся пианистом и неутомимым работником. Мы часто начинали работать утром и совершенно теряли представление о времени, так как дневной свет не проникал в мастерскую, увешанную моими голубыми занавесами и освещенную дуговыми лампами. Иногда я спрашивала, не голодны ли вы? Интересно, который час? Мы смотрели на часы и обнаруживалось, что уже четыре часа утра следующего дня. Мы так увлекались нашей работой, что приходили в состояние, называемое индусами статикой экстаза. В саду был дом для детей, их няньки и гувернантки, и музыка им не мешала. Сад был на редкость красив, и весной и летом мы танцевали с открытыми настежь дверями ателье. В этом ателье мы не только работали, но и развлекались. Лоенгрин очень любил задавать обеды и балы, и часто обширная мастерская превращалась в тропический сад или испанский дворец, куда съезжались все художники и знаменитости Парижа. Однажды вечером Сесиль Сорель, Габриэль Данунцио и я импровизировали пантомиму, во время которой Данунцио проявил большой комедийный талант. В течение многих лет у меня было предубеждение против Данунцио, и я отказывалась с ним встретиться. Считаю, что он дурно поступил с дузы, которой я восторгалась. Однажды меня спросили, можно ли ко мне привезти Данунцио. Нет, ответила я, не приводите, иначе я с ним буду очень груба. Но, несмотря на мои просьбы, Данунцио был все же введен в мой дом. Хотя я с ним никогда раньше не встречалась, но при виде этого человека, от которого исходил свет и магнетизм, я не могла удержаться от восклицания. Добро пожаловать, вы мне очень нравитесь. Встретив меня в Париже в 1912 году, Данунцио решил меня покорить. Это не было особой честью, так как Данунцио ухаживал за всеми известными женщинами мира, увешивая себя покоренными сердцами, как индеец с кальпами. Но я сопротивлялась, продолжая преклоняться перед дузы. Я хотела быть единственной женщиной в мире, которая устояла бы перед ним. Это был порыв героизма. Когда Данунцио ухаживает за женщиной, он каждое утро посылает ей стихи с цветком, выражающим смысл написанного. Ежедневно в восемь часов утра я получала цветочек и все же крепко держалась. Однажды вечером, у меня тогда было ателье неподалеку от гостиницы Байрона, Данунцио мне сказал с особым ударением, «Я приду сегодня в полночь». Целый день мы с другом готовили ателье к приему гостя, наполнили комнату белыми цветами, белыми лилиями и другими, которые приносят на похороны. Зажгли множество свечей. Данунцио был поражен при виде ателье, которое все в свечах и цветах походило на готическую часовню. Он вошел, и мы его повели к дивану, заваленному подушками. Сперва я ему танцевала, осыпая его цветами и расставляя вокруг него горящие свечи, и беззвучно скользила под звуки похоронного марша Шопена. Постепенно я стала тушить свечи одну за другой, кроме стоявших у его ног и изголовья. Он лежал точно загипнотизированный. Затем, продолжая неслышно двигаться в такт музыки, я потушила свет в его ногах. Но когда торжественно направилась к его изголовью, он страшным усилием воли поднялся с дивана и с громким криком ужаса выбежал из ателье. Мы с пианистом, обессилев от смеха, упали в объятия друг друга. В другой раз я устояла перед Данунцио в Версале. Это было приблизительно через два года. Я пригласил его обедать в Палас-отель, куда мы отправились в автомобиле. Не хотите ли сперва пройтись по лесу? О, конечно, это чудесная мысль. Мы доехали на автомобиле до леса Марли и, оставив машину, пошли пешком. Данунцио был в восторженном настроении. После короткой прогулки я предложила вернуться, говоря, что пора садиться за стол. Но найти автомобиль оказалось невозможным, и мы пошли пешком искать гостиницу Палас. Мы шли, 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 но не могли найти выхода. Наконец, Данунцио расплакался, как ребенок. Я голоден, я хочу есть. У меня есть мозги, и они нуждаются в питании. Когда я голоден, я не могу ходить. Я его утешала, как могла, пока мы не нашли дорогу и не вернулись в гостиницу, где Данунцио подкрепился как следует. В третий раз я выдержала натиск Данунцио много лет спустя, уже во время войны. Я приехала в Рим и остановилась в гостинице Регина. По необыкновенному стечению обстоятельств Данунцио жил в соседней комнате и каждый вечер обедал с Маркизой Кассати. Однажды она меня пригласила обедать, и я, приехав во дворец, вошла в вестибюль. Вся обстановка была в греческом стиле. Я сидела в ожидании появления Маркизы, как вдруг услышала целый поток обращенных ко мне ругательств. Оглянувшись, я заметила зеленого попугая, разгуливавшего на свободе. Я быстро поднялась и бросилась в соседнюю гостиную. Сидя там в ожидании Маркизы, я внезапно услышала ворчание и увидела белого бульдога, тоже прогуливавшегося на свободе. Пришлось опять искать спасение в следующей гостиной, где стены и пол были покрыты шкурами белых медведей. Я села и стала ждать Маркизу. Тут я услышала негромкий свистящий звук. Из клетки, раскачиваясь на хвосте, шипела на меня кобра. Я бросилась дальше, в комнату, устланную тигровыми шкурами. Там меня поджидала горилла со страшным оскалом зубов. Я бросилась в соседнюю комнату-столовую, где застала секретаря Маркизы. В конце концов, появилась и хозяйка дома, одетая в прозрачную золотистую пижаму. «Вы, как видно, любите животных», — заметила я. «О да, обожаю их, в особенности обезьян», — ответила она, бросив взгляд на своего секретаря. Странно, что после такого возбуждающего начала обед прошел очень чопорно. После обеда мы вернулись в гостиную с орангутангом, и Маркиза послала за своей гадалкой. Та явилась в высокой, остроконечной шляпе и плаще, как у колдуньи, и стала нам гадать на картах. Затем вошел Данунцо. Он очень суеверен и верит всем гадалкам. Эта ворожая рассказала ему совершенно невероятные вещи. Она сказала, «Вы полетите по воздуху и совершите страшные вещи. Потом упадете и будете у врат смерти. Но вы ее избегнете и через нее достигнете вершин славы». Мне же она сказала, «Вы распространите среди народов новую религию и положите основание храмам по всему миру. Но небо вам покровительствует, и как только является опасность, ангелы вас защищают. Вы достигнете преклонных лет и жить будете вечно». Когда мы вернулись в гостиницу, Данунцо мне сказал, «Я буду к вам приходить каждую полночь. Я победил всех женщин мира, но еще не победил Айседоры». И каждую ночь ровно в 12 часов он появлялся в моей комнате. «Я буду исключением», — решила я. «Буду единственной женщиной в мире, не уступившей Данунцо». Он мне рассказал удивительные события из своей жизни, говорил о своей юности, об искусстве. Айседора, «Я больше не могу. Возьми, возьми меня». Я была так потрясена его талантом, что в такие минуты не знала, как поступить, и, взяв его нежно за руку, выводила из комнаты. Так продолжалось около трех недель. Я дошла до совершенно безумного состояния и однажды, бросившись на вокзал, уехала первым поездом. Иногда он меня спрашивал, «Почему ты не можешь меня любить?» — «Из-за Элеоноры». В гостинице «Трианон» у Данунцо была золотая рыбка, которую он очень любил. Она жила в прелестной хрустальной чаше, и Данунцо часто ее кормил и с ней разговаривал, а золотая рыбка, точно отвечая, двигала жабрами и то открывала, то закрывала рот. Однажды, остановившись в Трианоне, я спросила метродотеля, «Где золотая рыбка Данунцо?» «О, сударыня, это печальный рассказ». Данунцо уехал в Италию, и поручил нам за ней ухаживать. «Эта золотая рыбка», — сказал он, — «очень близка моему сердцу. Она — символ моего счастья, и часто телеграфировал, как поживает мой любимый Адольф». В один прекрасный день Адольф стал медленнее плавать вокруг чаши и перестал справляться о Данунцо. Тогда я его взял и выбросил за окно. Но вдруг пришла телеграмма о Данунцо. Чувствую, что Адольфу плохо. Я ответил, «Адольф умер вчера вечером». Данунцо снова телеграфировал, «Похороните в саду, устройте могилу». Я взял сардинку, обернул ее в серебряную бумагу, похоронил в саду и поставил крест с надписью «Здесь лежит Адольф». Вернувшись, Данунцо спросил, «Где могила моего Адольфа?» Я ему показал могилу в саду. Он принес массу цветов и долго стоял, проливая над ней слезы. Один из наших праздников кончился трагично. Мастерская была убрана, как тропический сад, и столики на двоих были спрятаны в густой зелени и в цветах. Тем временем я успела познакомиться с различными парижскими интригами и поэтому могла соединять парочки по их желанию, заставляя таким образом плакать некоторых жен. Гости все были в персидских костюмах, и мы танцевали под цыганский оркестр. Среди гостей находился Анри Батайль и Берта Бадди, его знаменитая интерпретаторша, мои друзья с давних пор. Как я уже говорила, ателье походило на часовню и было до высоты 15 метров задрапировано моими голубыми занавесами. Но на хорах было маленькое помещение, превращенное искусством Пуаре в настоящее жилище Церцеи. Черные бархатные занавеси отражались в золотых стенных зеркалах, черный ковер и диван с подушками из восточных тканей довершали убранство. Окна были наглухо закрыты, а двери представляли собой странные отверстия, напоминавшие этрусские могилы. Сам Пуаре заметил, окончив работу, вот место, вызывающее на не совсем обыденные речи и поступки. Он был прав. Комнатка была прекрасна, полна чар и в то же время опасности. Есть же какая-то разница в характере мебели, позволяющая отличать добродетельную кровать от преступного ложа и почтенный стул от грешного дивана. Как бы то ни было, Пуаре не ошибался. В этом помещении говорилось и чувствовалось иначе, чем в моем ателье, похожем на часовню. В этот вечер шампанское лилось широкой рекой, как и на всех праздниках, устраиваемых Лоенгрином. В два часа утра я оказалась рядом с Анри Батайлем, на диване в комнате, украшенной Пуаре, и писатель, относившийся всегда ко мне по-братски, теперь под влиянием чарующей обстановки, говорил и действовал иначе. И вдруг появился Лоенгрин. Увидев меня с Анри Батайлем на золотом диване, отраженными в бесконечном ряде зеркал, он бросился вниз в ателье и стал поносить меня перед гостями, говоря, что уезжает и никогда не вернется. Это немного отрезвило гостей и моментально изменило мое настроение в сторону трагизма. Скорей, — сказала я Генеру Скину, — сыграйте смерть Изольды, а не то вечер будет испорчен. Быстро скинув вышитую тунику, я надела белое одеяние и танцевала до зари под аккомпанемент Скина, который играл еще талантливее обычного. Но этот вечер должен был иметь трагичные последствия. Несмотря на нашу невиновность, Лоенгрин никогда в нее не поверил и поклялся со мной больше не встречаться. Напрасно были мои мольбы. Напрасно Анри Батайль, очень взволнованный происшедшим, дошел до того, что написал Лоенгрину письмо. Ничто не могло помочь. Лоенгрин согласился повидать меня только в автомобиле. Мои уши воспринимали его проклятие как звон дьявольских колоколов. Внезапно он перестал брониться и, открыв дверцу автомобиля, вытолкнул меня в темноту. Долго блуждала я по улицам одна в каком-то оцепенении. Прохожие подмигивали мне и делали двусмысленные предложения. Мир в одно мгновение превратился в кромешный ад. Два дня спустя я узнала об отъезде Лоенгрина в Египет. Глава двадцать пятая Моим лучшим другом и утешителем в эти дни был музыкант Геннер Скин. Он был странный человек, презиравший успех и личное честолюбие, и, обожая мое искусство, был счастлив только когда играл для меня. Никто не восторгался мною так, как он. Поразительный пианист, с остальными нервами, он играл мне ночи напролет то симфонию Бетховена, то весь цикл кольца от золота Рейна до гибели богов. В январе 1913 года мы вместе с ним совершили турне по России. «Странное событие», — отметил это турне. Приехав в Киев утром на заре, мы наняли сани, чтобы ехать в гостиницу. Еще не вполне проснувшись, я увидела по обе стороны дороги ряд гробов, но не обычных, а детских. Я схватилась к кино за руку. «Посмотрите», — сказал я, — «дети, мертвые дети». Он стал меня разубеждать. «Там ничего нет». «Как? Неужели вы не видите?» «Нет ничего, кроме снега, куч снега, сваленных по обе стороны дороги». «Какая странная галлюцинация! Это от усталости». В тот же день, чтобы отдохнуть и успокоить свои нервы, я отправилась в русскую баню. В России бани состоят из жарко натопленных комнат с несколькими рядами длинных деревянных полок. Я лежала на полке, и когда банщица вышла, у меня от жары закружилась голова, и я упала на мраморный пол. Меня, потерявшую сознание, пришлось на руках отнести в гостиницу. Послали за доктором, который определил легкое сотрясение мозга. «У вас высокая температура, вы не можете танцевать сегодня вечером». «Но я терпеть не могу обманывать публику», — сказала я и настояла на том, чтобы танцевать. Программа состояла из произведения Шопена. К ее концу я неожиданно сказала Скину «Сыграйте похоронный марш Шопена». «Но почему?» — удивился он. «Вы ведь его никогда не танцевали». «Не знаю, сыграйте». Я так упорствовала, что он согласился, и я протанцевала марш. Я изображала женщину, идущую медленными, неуверенными шагами и несущую умерших к месту последнего упокоения. Я показала опускание тела в могилу, расставание духа со своей темницей, плотью, истребление его ввысь к свету, к воскресению. Когда я кончила и занавес опустился, наступила странная тишина. Я взглянула на Скина. Он был мертвенно бледен, дрожал, и его руки, пожавшие мои, были холодны, как лед. «Никогда не заставляйте меня играть это», — попросил он. Сама смерть коснулась меня своим крылом. Я даже вдыхал запах белых цветов, погребальных цветов, и видел детские гробы, гробы. Оба мы были потрясены и нервно расстроены, и мне кажется, что в тот вечер какой-то дух вселил в нас предчувствие того, что должно было произойти. После нашего возвращения в Париж в апреле 1913 года, Скин, по окончании длинного спектакля в Трокодеро, снова сыграл для меня этот марш. После нескольких минут благоговейной тишины публика разразилась бешеными аплодисментами. Некоторые женщины рыдали, другие были близки к истерике. По-моему, прошлое, настоящее будущее, похоже на длинную дорогу. Она продолжается за каждым поворотом, но мы ее не видим и принимаем за будущее, которое уже подстерегает нас. После похоронного марша в Киеве меня стало томить предчувствие грядущей беды, сильно меня угнетавшее. По возвращении в Берлин я дала несколько спектаклей, и снова какое-то внутреннее побуждение заставило меня создать танец, изображавший человека, внезапно придавленного горем и в ранах поднимающегося к новой надежде после этого жестокого удара судьбы. Мои дети, которые во время поездки по России гостили у Элизабет, теперь приехали ко мне в Берлин. Они дышали здоровьем, были веселы, танцевали и олицетворяли живую радость. Мы вместе вернулись в Париж, в мой обширный дом в Нельи. Итак, я снова была дома вместе с детьми. Часто я стояла на балконе и незаметно от Дердре наблюдала, как она создает собственные танцы. Она танцевала под стихи собственного сочинения. Я, как сейчас, помню маленькую детскую фигурку в огромном голубом ателье и нежный детский голос, говорящий «Сейчас я птица и лечу высоко в облаках». Или «Сейчас я цветок, который смотрит на птицу и качается из стороны в сторону». Следя за ее грацией и красотой, я мечтала, что она продолжит мое дело, каким я его себе представляла. Она была моей лучшей ученицей. Патрик тоже начинал танцевать под жуткую музыку собственного сочинения, но никогда не позволял себя учить. «Нет», — заявил он торжественно, — «Патрик танцует один собственный танец Патрика». Живя в Нальи, работая в ателье, часами читая у себя в библиотеке, играя в саду с детьми или уча их танцевать, я была вполне счастлива и избегала новых гастролей, которые разлучили бы меня с детьми. Девочка и мальчик хорошели с каждым днем. И все труднее становилось решаться их покинуть. Я всегда предсказывала, что когда-нибудь явится великий артист, который соединит в себе два таланта — композитора и танцора. И теперь, когда танцевал мой мальчик, мне казалось, что из него выйдет тот, кто будет творить новые танцы, рожденные новой музыкой. Меня связывали с этими чудными детьми не только крепчайшие узы плоти и крови, но в еще большей степени священные узы искусства. Оба страстно любили музыку и просили разрешения оставаться в ателье, когда играл скин, или я работала, причем сидели так тихо, с такими напряженными лицами, что я пугалась, как такие маленькие создания могут так сосредоточиться. Помню, как однажды выдающийся артист Рауль Пюньо играл Моцарта, и дети вошли на цыпочках и стали по обе стороны рояля. Когда он кончил, дети дружно просунули свои белокурые головки ему под руки и стали глядеть на него с таким восторгом, что он растерялся и воскликнул. «Откуда явились эти ангелы? Ангелы Моцарта?» Дети рассмеялись, влезли на колени к пианисту и спрятали лица в его густой бороде. «С нежным волнением я любовалась прелестной группой, но что бы со мной было, если бы я знала, как близки все трое к тому царству теней, откуда не возвращается ни один путник?» Стоял Март. Я танцевала попеременно в Шателе и в Тракадеро, но, несмотря на то, что, если судить по внешним признакам, жизнь моя текла счастливо, я постоянно страдала от необъяснимого гнета. Я еще раз танцевала траурный марш Шопена в Тракадеро под аккомпанемент скина, игравшего на органе. И снова почувствовала на своем лбу холодное дыхание смерти и вдыхала сильный запах белых туберос и других похоронных цветов. Прелестная маленькая фигурка в центральной ложе, Дердре, расплакалась. Точно ее сердечко разрывалось на части и вскричало. «Зачем моя мама такая печальная?» Это была первая слабая нота прелюдии к трагедии, которая вскоре навсегда положила конец всем моим надеждам на нормальную радостную жизнь. Мне кажется, что есть горе, которое убивает, хотя человек окажется живым. Тело еще может влочиться по тяжелому земному пути, но дух подавлен, подавлен навсегда. Я слышала, как некоторые утверждают, что горе облагораживает. Я могу только сказать, что последние дни перед поразившим меня ударом были последними днями моей духовной жизни. С тех пор у меня одно желание — бежать, бежать, бежать от этого ужаса, и мое вечное стремление скрыться от страшного прошлого напоминает скитание вечного жида и летучего голландца. «Вся жизнь моя — призрачный корабль в призрачном океане». По странному стечению обстоятельств, явления психической жизни часто находят отражение в явлениях жизни реальной. Пуаре на каждой золотой двери того экзотического и таинственного покоя, о котором уже шла речь, поместил двойной черный крест. Сначала это украшение казалось мне оригинальным, но понемногу двойные черные кресты стали влиять на меня очень странно. Я жила под необыкновенным гнетом, похожим на зловещее предчувствие, и часто по ночам вскакивала, охваченная внезапным страхом. Я стала зажигать на ночь лампадку, и однажды увидела при ее слабом мерцании отделившуюся от креста напротив кровати черную фигуру, приблизившуюся к моим ногам и глядевшую на меня грустными глазами. На несколько секунд я оцепенела от ужаса, затем зажгла свет. Фигура исчезла. Эта странная галлюцинация, первая в моей жизни, стала повторяться время от времени. Я так была встревожена видениями, что однажды за обедом у моего милого друга госпожи Рошель Бойер поделилась с ней моими страхами. Она забеспокоилась и с обычной отзывчивостью настояла на том, чтобы немедленно вызвать по телефону своего доктора. «У вас, наверное, какая-нибудь нервная болезнь», — заявила она. «Приехал молодой и красивый доктор Рене Баде, и я ему рассказала о своих видениях. «У вас нервное переутомление. На несколько дней вам придется уехать в деревню». «Но у меня контракт на спектакли в Париже», — отвечала я. «Тогда поезжайте в Версаль. Это так близко, что вы можете приезжать в город на автомобиле». На следующий день мы уже уложили наши чемоданы и готовились сесть в автомобиль. Внезапно у калитки показалась стройная фигура в трауре и медленно стала приближаться. Была ли это игра моего расстроенного воображения, или действительно передо мной был призрак, являвшийся мне по ночам? Фигура подошла ко мне. «Я убежала», — сказала она, — «чтобы вас повидать. Последнее время вы стали мне сниться, и я чувствовала, что должна на вас посмотреть». Тут только я узнала в ней бывшую неаполитанскую королеву, у которой всего лишь несколько дней тому назад я была с Дердре. Помню, как я сказала дочери, «Дердре, мы едем в гости к королеве». «О, тогда я должна надеть свое парадное платье», — ответила девочка. Так она называла замысловатое творение «Фуаре» — платьице со множеством оборок. Я потратила много времени на то, чтобы научить ее делать настоящий придворный реверанс. Дердре была в восторге, но в последнюю минуту расплакалась, заявив, «О, мама, я боюсь ехать в гости к настоящей королеве». Вероятно, бедная малютка думала, что ей придется иметь дело с настоящим двором, таким же, как на сцене. Но когда в домике у Булонского леса ее представили тоненькой очаровательной женщине с седыми волосами, уложенными в виде короны, она храбро пыталась сделать придворный реверанс, но вдруг рассмеялась и бросилась в раскрытые королевские объятия, нисколько не испугавшись королевы этого воплощения, доброты и благоволения. Теперь, увидев перед собой королеву, я сообщила ей, что мы уезжаем в Версаль и объяснила причину отъезда. Она заметила, что будет очень рада нам сопутствовать, так как очень любит неожиданные приключения. По дороге, внезапным нежным движением, она обняла моих двух крошек, прижимая их к груди. При виде белокурых головок, прикрытых траурной вуалью, я снова испытала гнетущее состояние, так часто мучившее меня в последнее время. В Версале мы вместе с детьми весело напились чаю, а затем я проводила королеву домой. Я никогда не встречала женщины милее, симпатичнее и умнее, чем сестра злополучной Елизаветы. Проснувшись на следующее утро и увидев в окно чудный парк гостиницы Трианон, я почувствовала, что все мои страхи и предчувствия сразу рассеялись. Доктор был прав, я нуждалась в свежем воздухе. Увы, если бы здесь был хор греческой трагедии, он бы напомнил мне случай с несчастным Эдипом, который свернул с намеченного пути, чтобы избежать преследовавшего меня пророческого предчувствия смерти. Дети три дня спустя не погибли бы по дороге туда. Этот вечер мне запомнился особенно отчетливо, так как я танцевала лучше, чем когда-либо. Я перестала быть женщиной, а превратилась в пламя радости, в огонь, в летающие искорки, в клубы дыма, стремящиеся к небу. На прощание, после многочисленных бисов, я протанцевала момент-музыкаль. Во время танца что-то пело в моем сердце, жизнь и любовь, высший экстаз, и все это мое, чтобы раздать нуждающимся. Мне казалось, что Дердре и Патрик сидят у меня на плечах в полной гармонии и совершенной радости, и, глядя на них во время танца, я встречала их веселый, смеющийся детский взор, детскую улыбку, и ноги мои не знали усталости. После этого танца меня ожидал большой сюрприз. Лоенгрин, которого я не видела со времени его отъезда в Египет несколько месяцев тому назад, неожиданно вошел в мою уборную. Он казался глубоко потрясенным моим выступлением и нашей встречей, и предложил присоединиться к нам за ужином в комнатах Августина, жившего в гостинице Елисейские поля. Мы стали его ждать, стол был уже накрыт, шли минуты, часы, а он все не приезжал. Я разнервничалась до крайности, хотя я и знала, что он ездил в Египет не один, все-таки была очень рада его видеть, так как не переставала его любить и жаждала показать ему сына, который за отсутствие отца успел подрасти и стать сильным и красивым. Пробила три часа. Его все не было, и я, горько разочарованная, уехала к детям в Версаль. Я была совершенно разбита волнениями спектакля и томительным ожиданием, и, бросившись в кровать, крепко заснула. На следующее утро дети, как обычно, разбудили меня очень рано, вскочив с громким хохотом ко мне на кровать. Затем, как и всегда, мы вместе позавтракали. Патрик был особенно шаловлив, опрокидывал стулья и громко кричал от радости, когда они падали. Затем произошла странная вещь. Накануне кто-то, оставшийся мне неизвестным, прислал два чудно переплетенных экземпляра произведений Варбей Дорвельи. Я взяла один из томов со стола и только что собиралась сделать Патрику замечание за шум, как взор мой случайно упал на имя Необея и на слова. Прекрасная мать достойных тебя детей! Ты улыбалась, когда с тобой говорили об Олимпе. Стрелы богов в виде возмездия упали на головы любящих тебя детей, которых тебе не удалось прикрыть даже собственной грудью. Даже воспитательница заметила, «Не шуми так громко, Патрик, ты беспокоишь маму!» Она была милой, доброй женщиной, самой терпеливой на свете и обожала обоих детей. «Оставьте его!» вскричала я. «Подумайте, чем была бы жизнь, если бы они не шумели?» И мне отчетливо представилось, как пуста и темна была бы жизнь без них, наполнявших мою жизнь счастьем больше, чем это делало искусство, и в тысячу раз больше, чем это могла сделать любовь мужчины. Я продолжала читать. «Когда не оставалось больше другой груди, кроме твоей, ты стремительно повернулась в сторону, откуда сыпались удары, и стала ждать. Но напрасно, благородная и несчастная женщина, разящая рука богов, не знала к тебе пощады. И так ты ждала, ждала всю жизнь в мрачном и спокойном отчаянии. Ты не испускала криков, свойственных людям. Ты ждала неподвижно, и, как говорят, превратилась в утес, чтобы выразить непреклонность своего сердца. Внезапный страх сжал мое сердце, и я закрыла книгу. Я раскрыла объятия, позвала детей, и слезы затуманили мои глаза, когда Дердре и Патрик прижались ко мне. Я помню каждое слово и каждое движение этого утра. Как часто в бессонные ночи я вновь переживала каждый миг этого дня, беспомощно удивляясь, почему я не почувствовала того, что должно было случиться, и не предотвратила несчастье. Стоял теплый серенький день, окна в парк были открыты, виднелись деревья в цвету. Впервые за этот год меня охватила та буйная радость, которая обладевает нами ранней весной. И теперь весна и вид детей, румяных, прелестных и счастливых, произвели на меня такое впечатление, что я выскочила из кровати и начала с ними танцевать. Все трое заливались веселым смехом, и воспитательница тоже улыбалась. Внезапно раздался телефонный звонок. Луингрин просил меня приехать в город, чтобы встретиться с ним и привезти с собой детей. Я хочу их видеть. Прошло уже четыре месяца, как он с ними расстался. Я была в восторге, считая, что свидание приведет к примирению, которого я так жаждала, и сообщила новость Дердре. «О, Патрик!» — вскричала она. «Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?» Как часто я теперь слышу детский голос, «Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?» «Бедные мои, хрупкие, прекрасные дети, если бы я только знала, какая жестокая судьба подстерегала вас в этот день. Куда?» «Куда вы отправились?» Вмешалась воспитательница и заметила, «Сударыня, мне кажется, будет дождь, не лучше бы им остаться дома». Как часто, точно в страшном кошмаре, звучала впоследствии в моих ушах ее фраза, и как проклинала я себя, что не послушалась. Но я думала тогда, что свидание с Лоенгрином пройдет много глаже в присутствии детей. Во время этой последней поездки из Версаля в Париж на автомобиле, прижимая к себе два маленьких тела, я вся горела новой надеждой и верой в жизнь. Я знала, что, увидев Патрика, Лоенгрин забудет всякие личные счеты со мной и мечтала, что любовь наша вспыхнет вновь, чтобы создать что-нибудь поистине великое. Перед отъездом в Египет Лоенгрин купил в центре Парижа большой участок земли и собирался там построить театр для моей школы, театр, который стал бы местом встречи и приютом всех великих артистов мира. Я мечтала, что Дуза найдет там рамку, достойную своего божественного таланта, и что Мунесюли наконец осуществит свой давно взлелеенный план выступить подряд в трилогии «Царь Эдип», «Антигона» и «Эдип в колонне». Обо всем этом я думала по дороге в Париж, и сердце мое билось легко и радостно, окрыленное надеждами на новые достижения искусства. Постройке театра не было суждено осуществиться, Дуза так и не нашла храма, достойного ее, а Мунесюли умер, не исполнив своего заветного желания сыграть трилогию Софокла. Почему всегда стремление художника оказывается невыполнимой мечтой, все прошло, как я и ожидала. Лоингрин был в восторге увидеть своего мальчика и Дердре, которую он нежно любил. Мы весело позавтракали в итальянском ресторане, ели спагетти, пили кьянти и говорили о будущем необыкновенном театре. «Это будет театр Айседоры», сказал Лоингрин. «Нет», отвечала я, «это будет театр Патрика, так как Патрик, тот великий композитор, который создаст танец под музыку будущего». Когда кончился завтрак, Лоингрин сказал, «Я в прекрасном настроении, не пойти ли в салон юмористов?» Но у меня была репетиция, и потому Лоингрин пошел в салон с нашим юным другом Де Эс, который завтракал вместе с нами, а я с детьми-воспитательницей вернулась в Нилье. У входа в дом я спросила гувернантку, «Не хотите ли войти с детьми и подождать меня?» «Нет, сударыня», возразила она, «мне кажется лучше вернуться, малютки устали». Я поцеловала детей и обещала скоро вернуться. В момент отъезда маленькая Дердра прижалась губами к стеклу автомобиля, и я нагнулась, чтобы поцеловать ее губы через стекло. Холод гладкой поверхности оставил неприятное впечатление. Я вошла к себе в ателье. Для репетиции было еще слишком рано. Я решила немного отдохнуть и, поднявшись в свою комнату, бросилась на кушетку. Поблизости стояли кем-то присланные цветы и коробка конфет. Я стала лениво жевать конфету, думая о том, что я очень счастлива. Может быть, самая счастливая женщина в мире. Искусство, успех, богатство, любовь и, главное, прелестные дети. Я лениво уничтожала конфеты и, улыбаясь самой себе, размышляла о том, что Лоенгрин вернулся, и все будет хорошо. Как вдруг услышала странный нечеловеческий крик. Я обернулась. Лоенгрин стоял в дверях, качаясь как пьяный. Его колени подогнулись, и, падая передо мной, он простонал. «Дети! Дети!» «Погибли!» Помню, на меня нашло странное спокойствие, и только в горле, жгло так, точно я проглотила горящий уголь. Я не понимала. Я нежно с ним разговаривала, старалась его успокоить, уверяла, что это неправда. Затем вошли другие люди, и все же я не могла постичь случившегося. Пришел человек с черной бородой. Мне сказали, что это доктор. «Это неправда», заявил он. «Я их спасу!» Я ему поверила, и хотела с ним пойти к детям, но меня удержали, и только теперь я знаю почему. Скрывали, что нет надежды. Боялись, что удар сведет меня с ума, но я была в неестественно приподнятом состоянии. Хотя все вокруг меня плакали, глаза мои оставались сухими, и мне хотелось всех утешать. Оглядываясь на прошлое, я не могу понять моего тогдашнего состояния духа. Было ли это ясновидением, и я понимала, что смерти нет, и что эти две холодные восковые фигурки не мои дети, а только их внешние оболочки, что их души живут в сиянии и будут вечно жить. Только два раза при рождении и смерти ребенка мать слышит свой собственный крик как бы со стороны. И когда я взяла в свои руки эти холодные ручки, которые уже никогда больше не ответят на мое пожатие, я снова услышала свой крик, тот же крик, который я слышала при родах. Почему тот же, раз в одном случае этот крик высшей радости, а в другом крик тоски и горе? Не знаю, но знаю, что тот же. Не потому ли, что в этом мире существует только один крик, содержащий в себе радость, печаль, восторг, агонию? Материнский крик созидания. С раннего детства я всегда чувствовала глубокую антипатию ко всему, что так или иначе имела отношение к церкви или церковным догмам. Чтение произведений Ингерсолия и Дарвина, так же, как и языческая философия, еще усилили эту враждебность. Я противница современных законов о браке и считаю современные похороны ужасными, безобразными и граничащими с варварством. Имев храбрость отказаться от брака и крещения детей, я и теперь воспротивилась шутовству, называемому христианскими похоронами. Мне хотелось одного — превратить этот ужасный случай в красоту. Горе было слишком велико для слез, и я не могла плакать. Толпы друзей приходили в слезах выразить соболезнования, толпы рыдающих людей стояли в саду и на улице. Но слез у меня не было, и я только жаждала, чтобы эти люди в траурных одеждах нашли путь к красоте. Я не облеклась в траур. Зачем менять платье? Я всегда считала ношение траура нелепым и ненужным. Августин, Элизабет и Раймонд угадали мои желания, наполнили ателье грудами цветов, и первое, что было воспринято моим сознанием, были звуки дивной жалобы из глюковского «Орфея» в исполнении оркестра колонна. Но невозможно в один день изменить уродливые обычаи и создать красоту. Если бы я могла устроить все по-своему, не было бы ни мрачных людей в черных цилиндрах, ни катафалков, ни вообще ничего из той бесполезной некрасивой мишуры, которая повергает душу в мрак, вместо того, чтобы ее возвышать. Как красив был поступок Байрона, когда он сжег тело Шелли на костре у морского берега. Но в условиях нашей цивилизации единственным, хотя и далеко не идеальным выходом, являлся крематорий. Как мне хотелось, прощаясь с прахом моих детей и их милой гувернантки, какой-нибудь красоты, какого-нибудь света. Многие верующие христиане считали меня бессердечной и черствой, потому что я решилась проститься со своими любимыми в обстановке гармонии, света и красоты и повезла их останки в крематорий, вместо того, чтобы придать их земле на съедение червям. Как долго придется нам ждать, чтобы хоть немного разума проникло в нашу жизнь, в любовь, в смерть. Я приехала в сумрачный крематорий и увидела гробы, в которых покоились златокудрые головки, ласковые, похожие на цветы ручки и быстрые ножки, все то, что я любила больше всего на свете, теперь придаваемое пламени, чтобы навсегда превратиться в жалкую горсточку пепла. Когда я возвращалась в свое ателье в Нилье, я твердо решила покончить с жизнью. Как могла я оставаться жить, потеряв детей? И только слова, окруживших меня в школе маленьких учениц, «Асидора, живите для нас! Разве мы не ваши дети?» вернули мне желание утолять печаль этих детей, рыдавших над потерей Дердра и Патрика. Я бы легко перенесла это горе, случись оно в более ранний период моей жизни. Произойди оно позже, удар бы не был так страшен, но теперь, находясь в полном расцвете жизни, я была совершенно потрясена и подорвана. Единственным спасением была бы сильная любовь, которая захватила бы меня целиком, но Лоенгрин не ответил на мой призыв. Раймонд и его жена Пенелопа уезжали в Албанию, чтобы работать среди беженцев, и уговорили меня присоединиться к ним. Я отправилась с Элизабет и Августином в Корфу. Во время ночлега в Милане мне отвели ту же комнату, в которой четыре года тому назад я провела несколько часов внутренней борьбы в связи с появлением на свет Патрика. И вот он родился, явился ко мне с лицом ангела из моего видения в храме святого Марка и исчез навсегда. Когда я снова взглянула в жуткие глаза дамы на портрете, которые, казалось, говорили, «Разве я этого не предсказывала? Все ведет к смерти?» Меня охватил такой ужас, что я бросилась к Августину, умоляя его переехать в другую гостиницу. Во Вриндизе мы сели на пароход и вскоре в чудный солнечный день высадились на Корфу. Вся природа радовалась и улыбалась, но я в этом не находила утешения. Мои спутники рассказывают, что я целые дни и недели проводила, сидя с глазами, устремленными в одну точку. Я не отдавала себе отчета во времени, так как попала в тоскливую страну безнадежности, где не существует жажды жизни и движения. У того, кто поражен истинным горем, не бывает ни фраз, ни жестов. Подобно необея, превращенной в камень, я сидела и мечтала о смерти. Лоингрин был в Лондоне. Я думала, что приезд его может меня спасти от страшного состояния отупения, похожего на смерть. Мне казалось, что его теплые любящие руки могут вернуть меня к жизни. Однажды, запретив себя беспокоить, я заперлась в комнате со спущенными шторами и легла на кровать, крепко сжав руки на груди. Я дошла до последнего предела отчаяния и, не переставая, повторяла призыв к Лоингрину. «Приди ко мне. Ты мне нужен. Я умираю. Если ты не придешь, я последую за детьми». Я повторяла это бесконечное число раз, точно слова молитвы. Наступила полночь, и я забыла с тяжелым сном. На следующее утро меня разбудил Августин с телеграммой в руке. «Ради Бога, телеграфируйте об Асидоре. Немедленно выезжаю в Корфу. Лоингрин». Все следующие дни я провела озаренные лучом надежды, впервые блеснувшим из тьмы. Он, наконец, приехал, бледный и взволнованный. «Я думал, что вы умерли», — сказал он. Он сообщил, что в тот самый день, когда мне было так плохо, я явилась ему в виде туманного видения в ногах кровати и произнесла слова столь часто повторенного призыва. «Приди ко мне. Приди ко мне. Я в тебе нуждаюсь. Если ты не придешь, я умру». Получив доказательства телепатической связи между нами, я стала надеяться, что порыв любви заставит нас забыть прошлое, что я снова почувствую в себе жизнь, и дети вернутся утешать меня на земле. Но мечте не суждено было осуществиться. Мои страстные желания, мое горе были слишком сильны для Лоингрина. Однажды утром он внезапно уехал, даже не предупредив. Я увидела пароход, исчезающий вдали, и знала, что он уносит Лоингрина. И снова я осталась одна. Тогда я сказала себе. Или следует немедленно покончить с жизнью, или найти средство жить, несмотря на постоянную, грызущую тоску, мучащую меня и днем, и ночью. Каждую ночь во сне или наяву я переживала то страшное утро, слышала голос Дердре «Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?» И слова гувернантки «Не лучше ли им остаться дома?» И в полубезумном отчаянии отвечала «Вы правы, держите их, держите, не выпускайте их сегодня». Раймонд приехал из Албании, как всегда, в приподнятом настроении. «Вся страна охвачена нуждой, деревни опустошены, дети голодают. Как ты можешь здесь сидеть, погруженный в эгоистичное горе? Приезжай и помоги кормить детей, утешать женщин!» Его упреки оказали свое действие. Снова надев греческую тунику и сандалии, я последовала за Раймондом в Албанию. Он изобрел очень оригинальный способ организации лагеря для спасения албанских беженцев. На рынке в Корфу он купил невыделанной шерсти, погрузил ее на нанятый маленький пароход и повез в Санта-Кваранту, главный пункт скопления беженцев. «Но, Раймонд, — спросила я, — как же ты накормишь голодных шерстью?» «Погоди, — ответил Раймонд, — и ты увидишь. Привезенного хлеба хватило бы только на сегодняшний день, а шерсть обеспечит будущее». Мы высадились на скалистом берегу Санта-Кваранте, где Раймонд устроил центр помощи. Объявление гласило, «Желающие прясть шерсть будут получать драхму в день». Скоро образовалась очередь несчастных, худых, изголодавшихся женщин. За драхму они получали кукурузу, которую греческое правительство продавало в порту. Потом Раймонд снова отправился на своем пароходике в Корфу, заказал там предильные станки и, вернувшись в Санта-Кваранту, предложил желающим прясть шерсть по узорам за драхму в день. Толпы голодающих откликнулись на зов. Узоры были составлены по рисункам на древнегреческих вазах. Скоро у моря сидел длинный ряд предильщиц, и Раймонд научил их петь в такт жужжанию веретена. По окончании работы Раймонд оказался обладателем художественных покрывал для кроватей, которые он отправил в Лондон и там продал с прибылью в 50%. На эту прибыль он открыл пекарню и стал продавать белый хлеб на 50% дешевле, чем греческое правительство продавало кукурузу. Так образовался его поселок. Мы жили в палатке у моря и купались каждое утро на восходе солнца. Иногда у Раймонда оставался лишний хлеб и картофель, и тогда мы отправлялись в горы и раздавали по деревням продукты голодающим. Албания — странная, трагическая страна. Когда-то там возвышался первый алтарь Зевсу-Громовежцу, называвшийся так потому, что в этой стране круглый год и зимой, и летом непрерывные грозы с сильными ливнями. В эти бури мы ходили в туниках и сандалиях, и я убедилась, что быть умытой дождем подбадривает больше, чем прогулка в Макинтоше. Я видела много трагичного. Мать, сидящую под деревом, с ребенком на руках и окруженную тремя или четырьмя другими детьми. Все голодные и без крова, лишенную мужа, убитого турками. Дома, уничтоженного огнем, потерявшую угнанные стада и разграбленные запасы зерна. Таким несчастным Раймонд раздавал много мешков картофеля. Мы возвращались в лагерь усталые, но удовлетворение проникало в мою душу. Мои дети погибли, но существовали другие, голодные и страдающие, и я могла жить для них. В Санта-Кваранте не было парикмахеров, и тут только я срезала волосы и бросила их в море. Когда вернулись ко мне здоровье и силы, жизнь среди беженцев мне стала казаться невозможной. Несомненно, большая разница между жизнью художника и жизнью святого. Во мне проснулась душа артистки, и к тому же я понимала, что не мне с моими ограниченными средствами побороть нищету албанских бежен. Глава двадцать шестая. В один прекрасный день я почувствовала, что должна покинуть эту страну бурь, гор и огромных скал, и сказала Пенелопе, я не могу больше смотреть на всю эту нищету. Меня тянет в мечеть, озаренную мягким светом лампы, меня тянет почувствовать персидский ковер под ногами. Я устала от здешних дорог. Поедем со мной ненадолго в Константинополь. Пенелопа пришла в восторг. Мы сменили туники на скромные платья и сели на пароход, идущий в Константинополь. День я провела в своей палубной каюте, а когда стемнело и все пассажиры заснули, вышла, набросив шаль на голову, полюбоваться лунной ночью. Опираясь на перила и тоже любуясь луной, стоял молодой человек, весь в белом, вплоть до белых лайковых перчаток, и держал в руке черную книжечку, в которую он изредка заглядывал и затем произносил что-то вроде заклинания. На его лице, бледном и исхудалом, горели великолепные темные глаза, а голову, точно короной, увенчивали волосы цвета вороньего крыла. Когда я приблизилась, незнакомец заговорил со мной. «Я осмеливаюсь к вам обратиться потому, — сказал он, — что страдаю так же, как и вы, и направляюсь теперь в Константинополь, чтобы утешить горюющую мать». Месяц тому назад она узнала о трагическом самоубийстве моего старшего брата, а две недели спустя покончил с собой и второй. «Я — единственный, оставшийся в живых. Но разве я могу послужить утешением матери, я, который сам нахожусь в таком отчаянном настроении, что с радостью последовал бы за братьями?» Мы разговорились, и я узнала, что он актер, а книжечка в его руке, — Гамлет, роль которого он сейчас готовил. На следующий вечер мы снова встретились на палубе и оставались там до зари, как два несчастных призрака, каждый углубленный в собственные мысли, но все же находя утешение в присутствии другого. В Константинополе его встретила и обняла высокая красивая женщина в глубоком трауре. Пенелопа и я остановились в гостинице «Перополас» и провели первые два дня в прогулках по Константинополю, в особенности по узким улицам старого города. На третий день меня посетила неожиданная гостья. Это была мать моего печального пароходного знакомого. Она пришла ко мне в сильнейшем волнении и, показывая фотографии двух красавцев, старших сыновей, которых она потеряла, сказала, «Они погибли, и я не могу их вернуть. Но я пришла просить вас помочь мне спасти последнего, Рауля. Я чувствую, что и он последует за братьями». «Чем я могу помочь?» спросила я. «И в чем кроется опасность?» Он уехал из города и живет в полном одиночестве на вилле в деревушке Сан-Стефана, а судя по выражению его лица, с которым он уезжал, я могу ожидать только худшего. «Вы произвели на него такое сильное впечатление, что, мне кажется, могли бы показать ему всю преступность его намерения, могли бы заставить его пожалеть мать и вернуться к жизни». «Но что привело его в такое отчаяние?» сказала я. «Не знаю. Как и не знаю, почему покончили с собой его братья. Что их побудило к самоубийству молодых, красивых, богатых?» Растроганная просьбой матери, я обещала поехать в деревушку Сан-Стефана и сделать все от меня зависящее, чтобы образумить Рауля. Швейцар мне сказал, что дорога в Сан-Стефана вся в Рытвинах и почти недоступна для автомобиля, поэтому я отправилась в порт и наняла маленький буксирный пароход. Дул ветер, воды Пасфора были неспокойны, но мы благополучно добрались до деревушки. Руководствуясь указаниями его матери, я без труда нашла виллу Рауля, белый дом в саду неподалеку от старинного кладбища. Звонка не было, и я стала стучать, но безрезультатно. Я толкнула дверь, которая оказалась незапертой, и вошла в дом. Нижняя комната оказалась пуста. И, поднявшись по невысокой лестнице, я нашла Рауля в небольшой выбеленной комнате с белыми стенами, полом и дверьми. Он лежал на белой кушетке в белом костюме, как и на пароходе, и в белых перчатках. Около кушетки стоял столик, на котором находилась белая лилия в хрустальной вазе, а рядом с ней — револьвер. Мальчик, который, как мне показалось, не ел уже два или три дня, витал в какой-то далекой стране, куда почти не достигал мой голос. Я начала его трясти, стараясь вернуть к жизни и напоминая ему, что сердце матери изранено смертью двух других сыновей, и в конце концов, взяв за руку, силой повела на свой пароходик, предусмотрительно позабыв захватить револьвер. Весь обратный путь он плакал, не переставая, и отказывался вернуться в дом к матери. Поэтому я убедила его зайти ко мне, в Фераполас, где и попыталась узнать причину его безнадежной скорби, так как мне казалось, что смерть братьев не может служить оправданием его намерения. Наконец он прошептал. Да, вы правы. Это не смерть братьев. Это Сильвио. Кто такая Сильвио и где она, спросила я. Сильвио – самое прекрасное существо в мире, отвечал он. Он здесь, в Константинополе, со своей матерью. Узнав, что Сильвио – юноша, я была несколько поражена, но я много изучала Платона, считаю его Федору самой совершенной песней любви, когда-либо написанной, и поэтому не была так возмущена, как были бы другие. Я нахожу, что высшая любовь является чисто духовным горением и не зависит от пола. Но я решила спасти Рауля любой ценой и потому, не говоря ничего лишнего, спросила. Какой номер телефона у Сильвио? Вскоре я услышала в трубке голос Сильвио. Нежный голос, казалось, исходивший из мягкой души. «Вы должны немедленно приехать сюда», – заявила я. Юноша не заставил себя ждать. Ему было лет восемнадцать, и он был прекрасен, словно ганимед, когда последний смутил покой самого великого Зевса. Мы пообедали и провели вечер вместе. Позже я имела радость увидеть на балконе, выходящем на Босфор, Раули и Сильвио в нежной, интимной беседе, что меня убедило, что жизнь Раули на этот раз спасена. Я протелефонировала его матери, чтобы сообщить ей об успешном окончании моих хлопот. Бедная женщина была вне себя от радости и не знала, как меня благодарить. Прощаясь с друзьями в этот вечер, я почувствовала, что сделала благое дело, избавив красивого юношу от смерти. Но несколько дней спустя мать снова ко мне пришла в отчаянии. Рауль опять уединился в Сан-Стефано. «Вы должны его спасти!» Я подумала, что это уже слишком, но не могла устоять против мольбы матери. Но на этот раз, боясь качки, рискнула поехать на автомобиле. Затем я вызвала Сильвио и приказала ему ехать со мной. «В чем дело? Чем вызвано это безумие?» спросила я его. «Видите ли», — отвечал Сильвио, — «я, конечно, люблю Рауля, но не так сильно, как он меня, и он считает, что лучше ему не жить». Мы выехали на закате солнца и после ужасной тряски и подбрасывания остановились у виллы в Сан-Стефано. Мы снова атаковали ее и снова отвезли меланхоличного Рауля обратно в гостиницу, где до поздней ночи вместе с Пенелопой обсуждали, как найти действительное средство, чтобы вылечить юношу от его странной болезни. На следующий день мы с Пенелопой изобрели в темный узенький переулок. Там Пенелопа заметила объявление, написанное на армянском языке, этот язык был ей знаком, и гласившее, что здесь принимает гадалка. «Посоветуемся с ней», — предложила Пенелопа. Мы вошли в старый дом, поднялись по витой лестнице и, пройдя по длинным коридорам с осыпающимися комьями грязи, нашли в отдаленной комнате очень древнюю старуху, сидевшую над котлом, из которого неслись странные запахи. Она была армянкой, но говорила по-гречески, и Пенелопа могла ее понять. Старуха рассказала нам, как во время последней резни армян она в этой самой комнате была свидетельницей убийства всех своих сыновей, дочерей и внуков до последнего ребенка, и стала с этой минуты ясновидящей, получив дар узнавать будущее. «Что ждет меня в будущем?» — спросила я через Пенелопу. Старуха некоторое время всматривалась в пар, поднимавшийся из котла, а затем произнесла слова, которые Пенелопа тут же перевела. «Она вас приветствует, как дочь солнца. Вы посланы на землю, чтобы дать много радости людям. Из этой радости возникнет целый культ. После многих странствий к концу вашей жизни вы построите храмы по всему миру. С течением времени вы вернетесь и в этот город, где вы также построите храм. Все эти храмы будут посвящены красоте и радости, потому что вы — дочь солнца». В то время это поэтическое пророчество показалось мне очень диким. Пенелопа, в свою очередь, попросила ей погадать. Старуха стала говорить, и я заметила, что Пенелопа побледнела и казалась очень испуганной. «Что она говорит?» — спросила я. «То, что она говорит, меня очень беспокоит», — ответила Пенелопа. «Она говорит, что у меня есть ягненок. Она, вероятно, имеет в виду моего мальчика Миналкоса. Она говорит, что я мечтаю еще об ягненке. Вероятно, это дочь, которую я так хочу иметь, но что это желание никогда не исполнится. Я будто бы скоро получу телеграмму, что любимый мною человек тяжело болен, а другой находится при смерти. А затем, — продолжала Пенелопа, — моя жизнь будет коротка. Я предамся последнему размышлению на возвышенном месте и покиную этот мир». Пенелопа была сильно потрясена. Дав старухе немного денег и простившись с нею, она схватила меня за руку и почти бегом бросилась по коридорам, вниз по лестнице, пока не очутилась на узкой улице, где мы сели в экипаж и поехали обратно в гостиницу. Когда мы вошли, швейцар подал нам телеграмму. Пенелопа в полуобмороке склонилась ко мне на плечо, и мне пришлось отвезти ее в номер, где я распечатала телеграмму. Она гласила, «Миналкос очень болен», «Раймонд очень болен», «Приезжайте немедленно». Бедная Пенелопа была в отчаянии. Поспешно упаковав вещи в чемоданы, я спросила, когда идет следующий пароход в Санта-Кваранту. Швейцар отвечал, что на закате солнце. Но даже в этой суматохе я вспомнила мать Рауля и написала ей, «Если вы хотите спасти сына от угрожающей ему опасности, вы должны немедленно услать его из Константинополя. Не спрашивайте меня, почему, но, если возможно, привезите его на пароход, которым я уезжаю сегодня в пять часов дня». Я не получила ответа, но когда пароход готовился отчалить, появился Рауль, бледный и похожий на мертвеца, и с чемоданом в руках быстро поднялся по сходним. Я спросила его, есть ли у него каюта или билет, но он не подумал ни о том, ни о другом. Но пароходы на Востоке удобны, а капитаны любезны, и мне удалось устроить Рауля в салоне, занимаемого мною помещение. Прибыв в Санта-Кваранту, мы нашли Раймонда и Миналкаса, лежащих в лихорадке. Я употребила все усилия, чтобы убедить Раймонда и Пенелопу покинуть мрачную Албанию и вернуться со мной в Европу. Я даже прибегла к помощи пароходного доктора. Но Раймонд отказался бросить своих беженцев и свой поселок, а Пенелопа, конечно, не пожелала расстаться с ним. Поэтому я была вынуждена оставить их на унылой скале под защитой маленькой палатки, которую немилосердно трепал настоящий ураган. Пароход продолжал свой путь в Триест. Рауль и я были глубоко несчастны, и юноша не переставал плакать. Я телеграфировала, чтобы мой автомобиль встретил нас в Триесте, так как мне была неприятна встреча с другими пассажирами в поезде, и мы двинулись на север через швейцарские горы. Мы остановились на некоторое время у Женевского озера. Оба углубленные в собственное горе, мы являлись странной парой и, может быть, поэтому находили удовольствие в обществе друг друга. Целыми днями мы катались в лодке по озеру, пока я, наконец, не добилась от Рауля торжественной клятвы, что ради матери он никогда не наложит на себя рук. И вот как-то утром я проводила его на вокзал. Он вернулся в свой театр, и с тех пор я его никогда не видела. Но слышала позднее, что он сделал блестящую карьеру и производил большое впечатление своим исполнением роли Гамлета. Я его хорошо понимала, так как кто бы мог произнести строки «быть или не быть» с большим пониманием, чем бедный Рауль. Но он был очень молод и, надеюсь, с тех пор нашел счастье. Оставшись одна в Швейцарии, я предалась чувству усталости и меланхолии. Я не могла долго оставаться в одном месте и, муча моей тоской, путешествовала в автомобиле по всей Швейцарии, пока, наконец, подчиняясь непреодолимому порыву, не поехала обратно в Париж. Я была совершенно одна, так как не выносило общество людей. Даже брат Августин, присоединившийся ко мне в Швейцарии, не мог на меня повлиять. Я дошла до такого состояния, что самый звук человеческого голоса был мне отвратителен, а люди, входившие в мою комнату, казались неживыми и далекими. И вот ночью я подъехала к дверям своего парижского дома в Нилье. Все было пустынно, и только у ворот в сторожке жил старик, присматривавший за садом. Я вошла в свое обширное ателье, и на мгновение вид моих голубых занавесей напомнил мне искусство и мою работу. И я решила попытаться вернуться к ней. С этой целью я послала за моим другом и аккомпаниатором Геннером Скином, но звуки знакомой музыки только вызвали слезы. Я заплакала впервые после смерти детей. Все в этом месте остро напоминало мне дни, когда я была счастлива. Скоро меня стали преследовать галлюцинации. Мне слышались голоса детей в саду. И когда однажды я вошла в домик, где они жили, и увидела разбросанные игрушки и платья, я совершенно обессилела и поняла, что не могу оставаться в нелье. Все же я заставила себя пригласить несколько друзей. По ночам я не была в состоянии спать и все время чувствовала роковую близость реки. Будучи не в силах дольше жить в такой атмосфере, я снова села в автомобиль и отправилась на юг. Только в автомобиле, мчавшемся со скоростью 70 или 80 километров в час, могла я найти успокоение от грызущей меня тоски. Я перевалила через Альпы и стала странствовать по Италии, то оказываясь в гондоле на каналах Венеции, плавая целую ночь, то блуждая по старинному городу Римени. Я провела одну ночь во Флоренции, где, как я знала, проживает Крэг, и мечтала послать за ним, но он был женат и затянут семейной жизнью, и я, подумав, что это может вызвать семейные раздоры, отказалась от своей мысли. Однажды, остановившись в Приморском городке, я получила телеграмму следующего содержания. «Асидора, я знаю, что вы странствуете по Италии. Прошу вас, посетите меня. Я сделаю все, чтобы вас утешить». Элеонора Дузе. Я так и не узнала, как она открыла мое место пребывания, чтобы отправить телеграмму, но, прочитав магическое имя, я поняла, что Элеонора Дузе — единственный человек, которого я хочу видеть. Телеграмма была из Виареджио, как раз по другую сторону мыса, где я находилась. Я немедленно выехала в автомобиле, послав предварительно благодарственный ответ Элеоноре, чтобы предупредить о своем приезде. Я приехала в Виареджио ночью, во время страшной бури. Элеонора занимала маленькую виллу вдали от населенных мест, но в Гранд-Отеле оставила мне записку с просьбой ехать прямо к ней. Глава двадцать седьмая. На следующее утро я поехала к Дузе, которая жила на вилле розового цвета за виноградником. Она вышла мне навстречу, словно сияющий ангел, по аллее, убитой виноградом. Она меня приняла в свои объятия, и ее удивительные глаза излучали на меня столько любви и нежности, что я почувствовала себя, как должен был себя почувствовать Данте, когда встретил божественную Беатричи. Я поселилась в Виареджио, находя поддержку в лучистых глазах Элеоноры. Она меня баюкала в своих объятиях, успокаивая мою боль и даже не столько утешала, сколько, казалось, принимала мое горе на себя. Я поняла, что не могла переносить общество других людей, потому что все они разыгрывали комедию, стараясь меня развеселить и делая вид, что все забыто. Элеонора же сказала, «Расскажите мне о Дердре и Патрике», и заставила меня повторить все их словечки, описать их привычки и показать фотографии, которые целовала и над которыми плакала. «Она никогда не советовала перестать горевать, но горевала вместе со мной, и впервые со дня смерти детей я почувствовала, что я не одна». Элеонора Дуза была сверхчеловеком. Ее сердце было так велико, что могло вместить всю трагедию мира, а дух сиял через всю тьму земных страданий. Во время прогулок у моря мне часто казалось, что ее голова касается звезд, а руки дотрагиваются до вершин гор. Элеонора преклонялась перед Шелли, и иногда, в конце сентября, во время постоянных бурь, когда беспрестанные молнии освещали мрачные волны, указывала на море, говоря, «Смотрите, вот отблеск пепла Шелли, он там, он ходит по волнам». Преследуемая любопытными взорами в гостинице, я наняла виллу. Но что могло заставить меня сделать такой выбор? Это был большой красный кирпичный дом в глубине унылого хвойного леса, окруженный со всех сторон высокой стеной. Грустный снаружи, внутри он был так печален, что не поддается описанию. Когда-то, по рассказам окрестных жителей, там жила дама, охваченная несчастной страстью к высокой особе австрийского двора. Некоторые даже уверяли к самому Францу Иосифу. Этой даме пришлось увидеть постепенно впадающим в безумие сына, родившегося от этой связи. В верхнем этаже виллы находилась маленькая комната с окнами, защищенными решеткой, и с маленьким квадратным отверстием в двери, через которое, по-видимому, подавалось пище бедному молодому безумцу, когда он становился опасен. На крыше была большая открытая терраса с видом на море и на горы. Это мрачное жилище, вмещавшее в себя по крайней мере шестьдесят комнат, привлекло мое внимание, и я его наняла. Мне понравился хвойный лес, окруженный стеной, и вид с террасы. Я предложила Элеоноре там поселиться, но она вежливо отказалась и переехала из своей летней виллы в маленький белый домик поблизости. Дуза относилась очень своеобразно к переписке с друзьями. Живя в другой стране, она не чаще одного раза в три года посылала длиннейшую телеграмму, живя же под боком ежедневно, а иногда и по два-три раза в день писала очаровательные записки. Мы встречались и часто гуляли по берегу моря, и Дуза говорила, «Муза трагического танца гуляет с музой трагедии». Как-то во время прогулки по морскому берегу Дуза повернулась ко мне. Заходящее солнце озарило ее голову светом, точно огненным ореолом. Она долго и внимательно рассматривала меня. «Осидора», — сказала она, наконец задыхаясь, — «не ищите, не ищите больше счастья. На вашем челе лежит печать земного несчастья. То, что с вами произошло, только пролог. Не искушайте больше судьбы». «Ой, Леонора, если бы я послушалась вашего предупреждения! Но надежда, цветок которой трудно убить, и сколько бы ни срывать и ни уничтожать листьев, он всегда будет выпускать новые ростки». Дуза была тогда великолепным существом в полном расцвете жизни и ума. Идя по морскому берегу, она шагала широкими шагами, не так, как ходят все другие женщины. Она не носила корсета, и ее фигура, в те времена очень широкая и полная, огорчила бы любителя мод, но зато выражала благородное величие. Во всем сказывалась ее великая и измученная душа. Часто она мне читала отрывки из греческих трагедий или из Шекспира, и однажды, когда она мне прочла несколько строк из Антигоны, я подумала, какое преступление, что это дивное чтение, пропадает для мира. Неверно то, что Дуза покинула сцену в расцвете своего таланта, как некоторые предпочитают думать вследствие несчастной любви или какой-либо другой сентиментальной причины или вследствие болезни. Правда, позорная правда в том, что никто не оказал ей помощи, и у нее не было средств на осуществление своих взглядов об искусстве, как она этого желала. Мир, любящий искусство, в течение пятнадцати лет позволил величайшей артистке Вселенной мучиться в бедности и одиночестве. Когда Морис Гест наконец это понял и устроил ей турне по Америке, было слишком поздно. Она умерла во время этой поездки, трогательно стараясь набрать деньги, необходимые для ее работы, которые она ждала столько лет. Я взяла на прокат рояль и отправила телеграмму своему верному другу Скину с просьбой приехать, что он немедленно исполнил. Элеонора страстно любила музыку, и каждый вечер он стал ей играть Бетховена, Шопена, Шумана и Шуберта. Иногда низким голосом прелестного тембра она пела свою любимую вещь. При последних словах «Инграта, инграта» ее голос и выражение лица принимали такой трагический оттенок, что трудно было, глядя на нее, удержаться от слез. Однажды в сумерке я порывисто встала и, попросив Скина сыграть адажу из патетической сонаты Бетховена, начала танцевать впервые с девятнадцатого апреля, дня смерти детей. Обняв меня, Дуза поблагодарила нежным поцелуем. — Айседора, — сказала она, — что вы тут делаете? Вы должны вернуться к искусству. В нем одном ваше спасение. Элеонора знала, что за несколько дней до того я получила предложение на турне по Южной Америке. — Подпишите контракт, — убеждала она меня. — Жизнь коротка, и вы не знаете, что это значит, когда годы тянутся полной скуки, скуки, сплошной скуки. — Бегите от горя и тоски, бегите! — Фьерфи, — повторяла она, но на сердце моем камнем лежала тоска. Я могла сделать несколько гармоничных движений перед Элеонорой, но выступать снова перед публикой мне казалось невозможным. До того и страдалась и измучилась все мое существо, неотвязчиво преследуемое одной мыслью о детях. В обществе Элеоноры я немного успокаивалась, но ночи в пустой вилле, в мрачных комнатах, которые раздавалось только эхо, проводила, томительно поджидая наступление рассвета. Тогда я вставала и шла к морю купаться. Мне хотелось заплыть так далеко, чтобы не быть в состоянии вернуться. Но тело не повиновалось и само поворачивало обратно к берегу. Такова жажда жизни в молодом существе. В один серый осенний день, когда я шла одна по песчаному берегу, я внезапно увидела впереди своих детей — Дердре и Патрика, идущими держась за руки. Я стала их звать, но они, смеясь, отбежали дальше. Я бросилась за ними следом, звала их. И вдруг они исчезли в туманных брызгах волн. Меня охватил безумный страх. Неужели я сошла с ума, раз уже мне начали являться мои дети? Несколько мгновений мне казалось, что уже я одной ногой переступила грань, отделяющую безумие от взрывомыслия. Передо мной встал дом умалишенных, тоскливая и однообразная жизнь, и в порыве отчаяния я бросилась лицом на землю и стала громко рыдать. Не знаю, как долго я пролежала в таком положении, но очнулась от прикосновения нежной руки к моей голове. Подняв глаза, я увидела того, кого я сперва приняла за одну из дивных фигур Сикстинской часовни. Он стоял, только что вышедший из воды, и спросил, «Почему вы всегда плачете? Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Да», — отвечала я, — «спасите меня. Спасите не только мою жизнь, но и мой разум. Дайте мне ребенка». В тот же вечер мы стояли вдвоем на крыше моей виллы и глядели, как заходит солнце, встает луна, и лучи ее заливают серебристым светом мраморный склон горы. Когда же я почувствовала его сильные молодые руки вокруг своего тела? Когда его губы прижались к моим, когда меня унесла его страсть итальянца, я поняла, что спасена от горя и смерти, и что возвращена к жизни, к свету, к любви. Элеонора нисколько не удивилась, когда на следующее утро я ей рассказала о случившемся. Артистке, постоянно живущей в сказочной стране фантазии, казалось вполне естественным, чтобы юноша, созданный Микеланджело, явился из моря меня утешать. И хотя она ненавидела встречи с незнакомыми людьми, Дуза все же согласилась познакомиться с моим юным Анжело и даже посетить вместе со мной его ателье. Он был скульптором. «Вы действительно думаете, что он талантлив?» — спросила она меня после осмотра его работ. «Я в этом не сомневаюсь», — отвечала я. «Он, вероятно, станет вторым Микеланджело». Молодость удивительно гибка и готова поверить всему решительно. Я была убеждена, что новая любовь победит мое горе и избавит от вечных страданий. Постоянно перечитывая одно из стихотворений Виктора Гюго, я в конце концов уверила себя в том, что дети вернутся. Они только и ждут, чтобы ко мне вернуться. Но, увы, самообольщение продолжалось недолго. Оказалось, что мой новый друг принадлежит к итальянской семье с очень строгими моральными устоями и был помолвлен с девушкой из такой же семьи. При встрече он мне этого не рассказывал, но вскоре сообщил в прощальном письме. Я на него ничуть не сердилась, ясно отдавая себе отчет, что он спас мне разум. Кроме того, я знала, что уже не одна, и с этого времени ушла в крайний мистицизм. Дух детей витал вокруг меня, и я глубоко верила, что они вернутся на землю и будут меня утешать. С приближением осени Элеонора переехала в свою квартиру во Флоренции, и я также покинула мрачную виллу Виареджио. Заехав по пути во Флоренцию, я отправилась в Рим, где решила остаться на всю зиму и где провела Рождество. Правда, довольно грустная, но я успокаивала себя мыслью, что лучше быть в Риме, чем в могиле или доме умалишенных. Мой верный друг Скин не покидал меня, никогда не задавая вопросов, никогда во мне не сомневаясь, он дарил мне свою дружбу, поклонение и музыку. Рим — удивительный город для грустного человека. В то время как Афины с их ослепительной яркостью красок и безупречной красотой только обострили мою тоску, Рим с его величавыми развалинами, гробницами и дивными статуями, свидетелями стольких ушедших поколений, незаметно смягчал мою боль. В особенности любила я бродить ранним утром по аппеевой дороге. По ночам Скин и я отправлялись гулять и часто подолгу простаивали перед многочисленными фонтанами, питаемыми щедрыми горными источниками. Я любила сидеть у фонтана и прислушиваться к журчанию и всплескам воды, порой тихо проливая слезы, в то время как мой милый спутник, не зная, как мне выразить свое сочувствие, держал мои руки в своих и нежно их пожимал. Среди этих печальных прогулок я была в один прекрасный день смущена длинной телеграммой от Лоенгрина, умолявшего меня во имя искусства вернуться в Париж, и эта просьба побудила меня сесть в поезд. По дороге мы проезжали Виареджио, и из окна вагона я увидела среди сосен крышу красной кирпичной вилы и подумала о проведенных мною там месяцах то отчаяния, то надежды и о моем божественном друге Элеоноре, которую теперь покидала. Лоенгрин приготовила мне роскошное помещение, все заставленное цветами, крильйоне, с видом на площадь Согласия. Когда я рассказала ему о своих переживаниях Виареджио, о мистических мечтах о перевоплощении детей и о возвращении их на землю, он закрыл лицо руками и после минутной внутренней борьбы произнес «Я пришел к вам впервые в 1908 году, чтобы вам помочь, но вспыхнула любовь и повлекла за собой трагедию. Давайте теперь создавать вашу школу, как вы этого хотели, чтобы дать немного красоты на этой печальной земле и другим». Затем он мне сообщил, что купил огромную гостиницу Бельвью с террасами, откуда открывался вид на Париж, с садами, спускавшимися к реке, и с количеством комнат, рассчитанных на тысячу детей. Существование школы зависело только от меня. «Если вы согласны оставить в стороне всякие личные отношения и жить только ради идеи», — заключил Луэнгрин. «Я согласилась, потому что жизнь принесла мне сложную цепь катастроф и несчастий, и только моя идея продолжала сиять светло и ярко. На следующее утро мы осмотрели Бельвью, и с этого момента обойщики и декораторы стали работать под моим наблюдением, чтобы превратить довольно шаблонную гостиницу в храм танцев будущего. 50 новых кандидаток были избраны на конкурсе, устроенном в центре Парижа. Кроме них, в школе оказались прежние ученицы и их воспитательницы. Столовые гостиницы превратились в залы для танцев, задрапированные моими голубыми занавесами. Посередине длинной залы я распорядилась устроить возвышение со ступеньками, которым могли бы пользоваться как зрители, так и авторы. Я пришла к заключению, что жизнь в обыкновенной школе монотонна и скучна, отчасти потому, что всюду ровные полы. Поэтому между многими комнатами я устроила поднимающиеся и опускающиеся переходы. Столовая была похожа на зал заседания английской палаты общин. По обоим сторонам комнаты поднимались амфитеатром ряды скамей, причем дети сидели внизу, а старшие ученицы и воспитательницы наверху. Я снова нашла в себе мужество преподавать среди этой кипучей, бьющей ключом жизни, и ученицы усваивали мои уроки с поразительной быстротой. Через три месяца после открытия школы они достигли такого искусства, что приводили в удивление и восторг всех художников, приходивших на них посмотреть. Суббота была посвящена артистам. Утром с 11 до часу происходил публичный урок, после чего с обычной для Лоенгрина щедростью подавался обильный завтрак для артистов и детей. В хорошую погоду завтрак сервировался в саду, а затем начинались музыка, чтение стихов и танцы. Часто у нас бывал род Дэн, дом которого находился напротив, на холме, в Медоне. Скульптор садился в зале для танцев и делал наброски с танцующих девушек и детей. Однажды он сказал мне, «Почему у меня не было таких моделей, когда я был молод? Моделей, которые могут двигаться сообразно с законами природы и гармонии. Правда, у меня бывали красивые модели, но никто из них не понимал так искусство движения, как ваши ученицы. Я купила детям разноцветные накидки, и во время танцев и беготни в лесу они напоминали стаю прекрасных птиц. Я верила, что школа в Бельвю не прекратит своего существования, что я там проведу всю свою жизнь и там оставлю результаты своей работы». В июне месяце мы устроили праздник в Тракадеро. Я сидела в ложе и смотрела на танцы своих учениц. В некоторых местах публика вскакивала и раздавались крики радости и восторга, а по окончании программы безумные аплодисменты. Мне кажется, что этот необыкновенный восторг перед танцами детей, которые не были ни профессионалами, ни художниками, являлся лишь выражением надежды на возникновение нового течения, которое я смутно предвидела. Это были движения, предсказанные Ницше. Заратустра — танцор. Заратустра — воздушный, манящий крыльями, готовый к полету, призывающий птиц, всегда готовый, блаженный легкий дух. Именно такими были будущие танцоры Девятой симфонии Бетховена. Глава двадцать восьмая Утром жизнь в Бельвю начиналась взрывом радости. Слышался бег легких ножек по коридорам, пение детских голосов. Когда я спускалась в столовую, меня встречал дружный крик «Доброе утро, Айсидора!» Кто мог оставаться мрачным в такой обстановке? И хотя часто, не видев толпе двух милых детских лиц, я уходила к себе, чтобы поплакать в одиночестве, я все-таки находила в себе силу воли заниматься с детьми ежедневно. Прелестная грация их танцев давала мне бодрость для дальнейшего существования. За сто лет до Рождества Христова на одном из холмов Рима возвышалась школа, известная под названием «Римская семинария танцующих жрецов». Ученики этой школы набирались из самых патрицианских семей и должны были обладать рядом поколений незапятнанных предков. Их обучали всем искусством и философским доктринам, но все же танцы представляли собой главную основу их занятий. Они танцевали четыре раза в год в театре – весной, летом, осенью и зимой. Они спускались со своего холма в Риме и принимали участие в некоторых церемониях, танцуя с целью очистить тех, кто на них смотрел. Эти юноши танцевали с таким радостным пылом и чистотой, что их танцы возвышали зрителей и исцеляли их, словно лекарство. О таком танце я и мечтала, когда впервые основывала свою школу и считала, что Бельвю, расположенный на холме около Парижа, может иметь такое же значение для этого города и его художников, как и семинария танцующих жрецов для Рима. Группа художников еженедельно приходила в Бельвю, вооруженные тетрадями для зарисовок, так как школа уже оказывалась источником вдохновения. Луин Грин занялся мыслью о постройке на холме Бельвю театра, беседы о котором были так трагически прерваны. Он решил создать симфонический оркестр и праздничный театр, куда могла бы стекаться парижская толпа в дни великих праздников. Он снова пригласил к себе архитектора Луисю. Чертежи и планы театра, в последнее время заброшенные, снова очутились в библиотеке. В этом театре я надеялась осуществить свою мечту, соединить искусство музыки, трагедии и танца в их чистом виде. Здесь Мунэ Сюли, Элеонора Дузе или Сюзанна Депре должны были играть Эдипа, Антигону или Электру, а ученицы моей школы изображать древний хор. Целыми часами я занималась с ученицами и иногда, утомившись до того, что не могла стоять, ложилась на кушетку и учила их движениями рук. Мои способности к преподаванию в самом деле как будто граничились чудесным. Мне стоило только протянуть руки к детям, и они начинали танцевать. Было похоже на то, что я даже не учу их, а просто открываю путь, по которому входит в них дух танца. Мы готовились выступить в вакханках Эврипида. Мой брат Августин должен был играть роль Диониса, он знал ее наизусть. Он читал ее нам по вечерам. Так же, как пьеса Шекспира или Манфреда Байрона. Данунцо, восторженно относившийся к школе, часто у него завтракал или обедал. Маленькая группа учениц первой школы, успевших превратиться в стройных девушек, помогала мне учить маленьких. Я с умилением смотрела на происшедшую в них огромную перемену и на то, с какой уверенностью и с какими знаниями они продолжали начатое иное дело. В июле 1914 года земля стала испытывать странный гнет. Я чувствовала его так же, как и дети. Сидя на террасе, с которой был виден Париж, дети вдруг замолкали и становились какими-то подавленными. Огромные черные тучи нависали над головой. Жуткое затишье охватило страну. Я его ощущала настолько, что даже движения ребенка, которого я носила, казались мне не такими определенными и сильными, чем движения первых моих детей. Возможно, что меня к тому же сильно утомил резкий переход от грусти и траура к новой жизни. В конце июля Луингрин предложил отправить всю школу в Англию, в его диванширский дом на летний отдых. И вот в одно прекрасное утро все девочки парами явились попрощаться со мной. Они должны были провести август у моря и вернуться в сентябре. Когда все уехали, дом сразу опустел, и, несмотря на все усилия справиться с собой, я предалась сильной хандре. Я очень устала и долгие часы проводила на террасе, глядя на Париж и все более и более убеждаясь, что грозная опасность надвигается с востока. Как-то утром пришло трагическое известие об убийстве Кальмета, повергшее весь Париж в состоянии возбужденного волнения. Это был печальный случай, предвестник еще большей трагедии. Кальмет всегда был лучшим другом моего искусства и школы, и меня очень потрясла и огорчила эта новость. Неопределенный страх мучил меня, и я нигде не находила себе места. Теперь, после отъезда детей, Бельвю казался пустым, а большая зала для танцев выглядела одиноко и грустно. Я старалась успокоить себя мыслями о скором рождении ребенка, о возвращении детей, о том, что Бельвю скоро снова станет центром жизни и радости. Но часы текли медленно, пока однажды ко мне не вошел мой друг, доктор Бассон, гостивший у нас в то время. В его руках была газета, сообщавшая об убийстве эрцгерцога. Поползли слухи, которые вскоре сменились уверенностью в неизбежности войны. Как верно, что тень грядущих событий их опережает. Теперь я поняла, что темная тень, которая омрачала Бельвю, была тенью войны. Пока я строила планы возрождения искусства в театре и торжества человеческой радости, другие силы готовили войну, смерть и несчастье, силы, с которыми, увы, не могла справиться моя слабость. Первого августа я почувствовала начало родовых мук. Под окном газетчики выкрикивали сообщения о мобилизации. День был жаркий, и окна распахнуты настиж. Мои крики и страдания сопровождались барабанным боем и голосом глашатая. Мой друг Мэри принесла в комнату колыбель, убранную белой материей, колыбель, с которой я не сводила глаз. Я была убеждена, что ко мне возвращается Дердре или Патрик. Барабанный бой продолжался. Мобилизация. Война. Война. Есть ли вообще война, думала я. Но ребенок мой должен быть рожден, каких бы страданий это ни стоило. На место моего друга Боссона, уехавшего в армию, был приглашен другой доктор, который все повторял. Побольше мужества, сударыня. Зачем говорить побольше мужества несчастному существу, раздираемому страшной болью? Было бы лучше, если бы он сказал, забудьте, что вы женщина и должны с достоинством переносить эти муки, забудьте всю эту чепуху, забудьте все, кричите, войте, орите. А еще лучше, если бы у него хватило человечности, дать мне немного шампанского. Но у этого доктора была своя система, заключавшаяся в советах быть мужественной. Сиделка же в волнении все повторяла. «Это война, это война, сударыня!» А я думала, у меня будет мальчик, и он будет слишком молод, чтобы идти на войну. Наконец я услышала детский крик. Ребенок кричал, ребенок жил. Как невелики были мое горе и ужас за последний год, все теперь поглотил порыв безграничной радости. Грусть, тоска и слезы, долгое ожидание и боли исчезли в эту минуту блаженства. Если Бог существует, то Он — великий режиссер. Долгие часы печали сменились ликованием, когда мне подали прекрасного мальчика. Но барабаны продолжали выбивать дробь. Мобилизация, война, война. Существует ли война, — думала я. Не все ли мне равно? Ребенок мой тут, в безопасности, в моих объятиях. Пусть делает войну кто хочет, мне все равно. Так эгоистична человеческая радость. Под окном и за дверью происходило непрерывное движение. Раздавались голоса, женский плач, кого-то звали, кто-то спорил о мобилизации. Но я прижимала к себе ребенка и имела смелость рядом с общей бедой наслаждаться всей полнотой счастья и, возносимой к небесам нездешней радостью, снова держать в объятиях собственного ребенка. Наступил вечер. Комната моя наполнилась людьми, радовавшимися появлению ребенка. «Вы снова будете счастливы», — говорили они. «Затем все один за другим покинули меня, и я осталась наедине с ребенком». «Кто ты? Дердре или Патрик?» — прошептала я. «Ты ко мне вернулся». Внезапно маленькое создание слабо ахнуло, точно задыхаясь. Из его похолодевших губ вырвался долгий, свистящий вздох. Я позвала сиделку. Она подошла, посмотрела, испуганно схватила ребенка на руки, выбежала в соседнюю комнату. Оттуда доносились требования кислорода, горячей воды. После часа мучительного ожидания вошел Августин и сказал, «Бедная Сидора, твой ребенок умер». Мне кажется, что в эту минуту я испытала наибольшие страдания, которые могут быть назначены человеку на земле, так как в этой смерти как будто повторялась смерть двух первых детей, повторялись прежние муки, и к ним присоединились еще новые. Вошла мой друг Мэри и, плача, вынесла колыбель. Из соседней комнаты донеслись звуки молотка, заколачивавшего маленькую коробку, ставшую единственной колыбелью моего несчастного сына. Эти удары молотка, казалось, выстукивали по моему сердцу последние аккорды невыносимого отчаяния. Пока я лежала там, истерзанная и беспомощная, тройной поток крови, слез и молока истек из меня. Ко мне пришли знакомые и сказали, «Что значит ваше личное горе? Война требует сотни жертв, из фронта уже привозят раненых и умирающих». И мне показалось совершенно естественным отдать бельвю под госпиталь. В те первые дни войны все были охвачены одинаковым энтузиазмом. Кто может ответить на вопрос, насколько нужен был этот поразительный вызов, этот удивительный порыв, который привел к опустошению громадных пространств и к многочисленным кладбищам? Конечно, в настоящее время все это кажется бессмысленным, но можем ли мы правильно судить? Ведь Ромэн Ролан, живший в то время в Швейцарии и стоявший выше разгоревшихся страстей, привлекал на свою задумчивую голову проклятие одних и благословение других. Во всяком случае, с самой первой минуты мы разгорелись пламенным восторгом, и даже художники говорили, что такое искусство? Мы видим, как юные солдаты жертвуют своей жизнью. Что такое по сравнению с этим искусство? Если бы в то время я сохранила хоть немного разума, я должна была бы ответить, искусство выше жизни, и оставаться в ателье, продолжая работу. Но я пошла за остальным миром и заявила, возьмите эти кровати, возьмите дом, созданный для искусства, и устройте госпиталь для раненых. Однажды два санитара зашли ко мне, предложили осмотреть мой госпиталь и понесли меня из комнаты в комнату на носилках, так как я была не в силах ходить. Я увидела, что во всех палатах сняты со стен мои барельефы, изображавшие вакханок, танцующих фавнов, сатиров и нимф, так же, как и все драпировки и занавесы, и заменены дешевыми фигурами черного Христа на золотом кресте, пожертвованными одним из католических учреждений, которое в течение войны раздало тысячи таких распятий. Я подумала, насколько приятно было бы несчастным раненым солдатам, придя в себя, увидеть комнаты в том виде, в каком они были прежде. Зачем показывать страдающего черного Христа, пригвожденного к золотому кресту? Какое грустное для них зрелище! Из моего прелестного зала для танцев исчезли голубые занавесы, зато появились бесконечные ряды коек, ожидавшие прибытия несчастных. Библиотека, на полках которой когда-то стояли произведения поэтов, теперь была превращена в операционную, приготовленную для мучеников. Вид всего этого в моем тогдашнем состоянии расслабленности подействовал на меня очень сильно. Я почувствовала, что Дионис потерпел окончательное поражение. Наступило царство распятого Христа. Вскоре после этого я услышала в первый раз тяжелые шаги санитаров, вносивших раненых. Бельвю. Мой акрополь, который должен был служить источником вдохновения, святилищем высшей жизни, освященной философией, поэзией, музыкой. С этого дня исчезли искусство и гармония, и в твоих стенах послышались мои крики, крики раненой матери и ребенка, испугавшегося барабанного боя и покинувшего мир. Мой храм искусства превратился в Голгофу, в бойню, полную кровавых ран и смерти. Там, где прежде, в ушах моих звучала райская музыка, сейчас раздавались хриплые крики боли. Бернард Шоу говорит, что до тех пор, пока люди продолжают мучить и убивать животных, чтобы питаться их мясом, войны не прекратятся. Мне кажется, что все нормальные и мыслящие люди должны присоединиться к его мнению. В моей школе все дети были вегетарианцами и росли красивыми и сильными на диете из овощей и фруктов. Иногда во время войны, слыша стоны раненых, я вспоминала крики животных на бойне и понимала, что боги мучают нас совершенно так же, как мы мучаем этих несчастных, беззащитных животных. Кто любит этот ужас, именуемый войной? Вероятно, потребители мяса, которые, убив, чувствуют потребность убивать и дальше. Убивать птиц, животных, охотиться на лисиц, преследовать робких боязливых газелей. Когда я снова оказалась в состоянии двигаться, мы с мэри покинули Бельвю и отправились на берег моря. Мы проехали через военную зону. Со мной обращались очень любезно после того, как я сообщала свое имя. Когда солдат на посту пропускал меня, говоря «это Айседора», я принимала это как величайшую честь, когда-либо мне оказанную. Мы поехали в Давиль и поселились в гостинице «Нормандия». Я чувствовала себя очень больной и усталой и рада была найти тихую пристань. Недели проходили, а я все оставалась в том же состоянии полного упадка сил, настолько, что еле передвигала ноги, гуляя по берегу и дыша ветром, дующим с океана. В конце концов, сознавая, что я действительно больна, я послала в госпиталь за доктором. К моему удивлению, он не пришел, а только прислал уклончивый ответ. И я продолжала жить в гостинице «Нормандия» без чьего-либо ухода, слишком больная, чтобы думать о будущем. В то время гостиница служила убежищем для многих выдающихся парижан. Рядом со мной помещалась графиня Толяберодьер, у которой гостил поэт, граф Робер де Монтескью. И часто после обеда до меня доносился его высокий фальцет, декламировавший стихи. Было странно среди непрекращающихся известий о кровопролитной резне слушать, с каким упоением он воспевает силу красоты. Саша Гетри также гостил в отеле «Нормандия» и каждый вечер развлекал в салоне радостно настроенную публику непрерывным потоком анекдотов и рассказов. И лишь когда приходили газеты, полные известий о мировой трагедии, наступал жуткий час отрезвления. Эта жизнь мне скоро опротивила, и, чувствуя себя не в силах путешествовать, я сняла меблированную виллу. Она называлась «Черная и белая», и все в ней — ковры, портьеры и мебель — были черные с белым. Снимая ее, я подумала, что это очень нарядно, и, только поселившись там, увидела, насколько гнетуще действует такое сочетание. Я оказалась переселенной из Бельвю, связанного с надеждами о школе, искусстве и будущей новой жизни, в маленький черно-белый домик у моря, одинокая, больная и заброшенная. Но хуже всего была болезнь. Мне не хватало сил даже на короткую прогулку по берегу. Наступила осень, и с ней сентябрьские бури. Лоин Грин сообщил мне в письме, что перевез школу в Нью-Йорк, рассчитывая найти там приют, пока не окончится война. Однажды, ощущая особенное одиночество, я отправилась в госпиталь, чтобы разыскать доктора, который отказался ко мне прийти. Меня привели к человеку небольшого роста, с черной бородой, и в тот момент мне показалось, что при виде меня он повернулся, чтобы скрыться. Я подошла к нему и сказала, «Доктор, что вы имеете против меня, что не хотите меня навестить, когда я вас приглашаю? Разве вы не знаете, что я действительно больна и нуждаюсь в помощи?» Он пробормотал несколько извинений и с видимой неохотой обещал прийти на следующий день. Утром поднялась буря. Море было бурное и лил дождь. Наконец явился доктор. Я тщетно старалась зажечь дрова в камине, но труба дымила. Доктор пощупал пульс и задал обычные вопросы. Я ему рассказала о своем горе, о ребенке, не захотевшем жить. Он продолжал на меня смотреть отсутствующим взором. Внезапно он схватил меня в объятия и покрыл поцелуями. «Вы не больны!» — вскричал он. «Больна только ваша душа, больна без любви. Единственное, что может вас вылечить — любовь, любовь и еще раз любовь. Одна, измученная и грустная, я могла быть только благодарна за этот порыв внезапной и страстной нежности. Я глубоко заглянула в глаза доктора, увидела в них любовь и откликнулась на нее со всей болезненной силой из раненых души и тела. Каждый день после работы в госпитале он приходил на мою виллу и рассказывал мне о тяжелых впечатлениях дня, о страданиях раненых, о зачастую безнадежных операциях, о всех ужасах этой ужасной войны. Иногда я отправлялась с ним на ночное дежурство в огромный спящий госпиталь в казино, освещенный одной лампочкой. То там, то сям метался, страдая бессонницей, томящийся мученик, испуская жалобные стоны и тяжко вздыхая. Доктор переходил от одной койки к другой, говоря слова утешения, утоляя жажду и успокаивая боль благодетельными наркотиками. После тяжелых дней и томительных ночей этот странный человек нуждался в любви и страсти, одновременно нежной и свирепой. Мое тело крепло и здоровело, покидая его пламенные объятия после многих часов безумных наслаждений. Я снова могла гулять у моря. Как-то ночью я спросила странного доктора, почему он не откликнулся на мой первый зов. Он не ответил на вопрос, но в его глазах отразилась такая трагическая боль, что я побоялась продолжать говорить на эту тему. Но любопытство мое росло. Тут скрывалась тайна. Я чувствовала, что мое прошлое каким-то образом связано с его отказом отвечать на расспросы. Первого ноября, в день поминовения усопших, я стояла у окна виллы и вдруг заметила, что клумбы, обложенные белыми и черными камнями, имеют вид двух могил. Это становилось похожим на галлюцинацию, и я не могла без дрожи смотреть в сад. Я была словно поймана в сеть страданий и смерти. Поезда один за другим приходили в Давиль, привозя трагический груз, раненых и умирающих. Когда-то модное казино, где еще в прошлом сезоне звучал джаз-банд и раздавался смех, теперь превратилось в огромный постоялый двор страданий. Я все сильнее и сильнее впадала в меланхолию, а по ночам страсть Андре становилась все мрачнее в своей фантастической напряженности. Часто, когда я встречала его отчаянный взгляд, взгляд человека, преследуемого страшным воспоминанием, он отвечал на мои расспросы. «Если я вам скажу, мы должны будем расстаться. Вы не должны меня спрашивать». Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что он нагнулся надо мной и глядит, как я сплю. Отчаяние, выражавшееся в его взоре, было так безгранично, что я не могла стерпеть. «Скажите мне, в чем дело?» взмолилась я. «Я не могу выносить этой жуткой тайны». Он пододвинулся ко мне и, опустив голову, остановился. Невысокий квадратный человек с черной бородой. «Неужели вы меня не узнаете?» спросил он. Я пристально поглядела на него. Туман рассеялся, и я вскрикнула. «Ужасный день. Доктор, который пришел, чтобы меня обнадежить, тот самый, который хотел спасти детей». «Теперь вы знаете», сказал он, «что я переживаю. Когда вы спите, вы выглядите совсем, как ваша девочка, когда она там лежала». А я так старался ее спасти. Часами старался вдохнуть в нее собственное дыхание, вернуть ей жизнь, передать частицу своей жизни в ее бедный, маленький ротик. Его слова причинили мне такие муки, что я беспомощно проплакала остаток ночи, а его страдания, казалось, не уступали моим. С этой ночи я поняла, что люблю этого человека страстью, который сама прежде не подозревала. Но по мере того, как росли наша любовь и взаимные желания, росло также и его нервное расстройство. Проснувшись раз ночью, я снова встретила этот страшный, тоскливый взгляд. Я поняла, что его издерганность может довести нас обоих до сумасшествия. На следующий день я пошла по берегу, уходя все дальше и дальше, с единственным желанием никогда не возвращаться ни на печальную виллу черное-белое, ни к любви, похожей на смерть, которая меня там ждала. Я зашла так далеко, что не заметила наступления сумерек, и только застегнутая полной темнотой сообразила, что надо вернуться. Стремительно надвигался прилив, и волны уже лизали мои ноги. Несмотря на холод, мне захотелось пойти навстречу морю и идти без конца, чтобы навсегда покончить с невыносимым горем, от которого я не находила облегчения ни в искусстве, ни в новом материнстве, ни в любви. Каждый раз, когда я пыталась уйти от грызущей меня тоски, я встречала разрушение, агонию и смерть. На полдороге к Вилли меня встретил Андре. Он очень волновался, так как нашел мою шляпу, потерянную по рассеянности на берегу, и решил, что я нашла конец своим страданиям в волнах. Когда, пройдя несколько миль, он встретил меня живую, он заплакал, как ребенок. Мы вернулись в виллу и старались утешить друг друга, но поняли, что должны расстаться, если не хотим кончить безумием, так как наша любовь с ее психозом доведет нас до смерти или до дома умалишенных. Еще одно событие усилило мою тоску. Я распорядилась, чтобы мне прислали из Бельвю сундук с теплыми вещами. Сундук действительно прибыл, но отправители ошиблись и прислали мне одежду Дердре и Патрика. Когда я ее увидела перед собой, платьица, которые они надевали, пальто, туфли и шапочки, я снова услышала тот крик, который раздался, когда я увидела детей мертвыми. Странный, длительный, воющий крик, непохожий на мой голос, крик смертельно раненого животного, крик, вырывавшийся из моей человеческой груди. Андре нашел меня в обмороке, лежащую над открытым сундуком и крепко сжимающую в руках крошечной одежды. Он отнес меня в соседнюю комнату и убрал сундук, которого я больше уже не видела. Глава двадцать девятая Когда Англия вступила в войну, Луингрин превратил свой Деванширский замок в госпиталь, и чтобы уберечь детей моей школы, которые принадлежали к различным национальностям, отправил их, как я уже отметила, в Америку. Августин и Элизабет, переехавшие в Нью-Йорк вместе со школой, постоянно присылали мне телеграммы и звали к себе, на что я, в конце концов, и решилась. Андре отвез меня в Ливерпуль и посадил на Большой океанский пароход, отправлявшийся в Нью-Йорк. Я так грустила и была так утомлена, что всю дорогу выходила из каюты на палубу только по ночам, когда все пассажиры спали. Августин и Элизабет, встретившие меня в Нью-Йорке, были поражены происшедшей во мне переменной и моим нездоровым видом. Я застала свою школу счастливым сборищем военных беженцев. Наняв огромное ателье на 4-й авеню, я задрапировала его своими голубыми занавесами и снова принялась за работу. Приехав из героической и истекающей крови Франции, я была возмущена внешним безразличием Америки к войне, и однажды ночью, под самый конец спектакля, в опере «Метрополитен», завернулась в красную шаль и стала импровизировать Марсельезу. На следующий день газеты с восторгом отзывались о моем выступлении. Одна из них писала, мисс Айседора Дункан заслужила бурные овации, исполнив с необыкновенным порывом Марсельезу в конце программы. Публика встала с мест и несколько минут подряд приветствовала ее криками «Ура!». Она подражала классическим фигурам на триумфальной арке в Париже. Ее плечи были обнажены так же, как и один бок до пояса, и перед зрителями воочию предстала дивная статуя знаменитой арки. Публика разразилась аплодисментами и криками «Браво!» в честь благородного искусства. Мое ателье вскоре стало местом встречи поэтов и художников. С этой минуты ко мне вернулась моя бодрость. И узнав, что театр Сентюри сдается в наймы, я его оставила за собой на сезон и приступила к созданию своего Дионисиона. Но здание театра раздражало меня своим снобизмом. Чтобы придать ему вид греческого театра, я убрала кресло из партера и разослала голубой ковер, по которому мог проходить хор. Безобразные ложи были закрыты широкими голубыми занавесами, и я во главе труппы из 35 актеров, 80 музыкантов и сотни хористов поставила трагедию «Эдип» с братом Августином в главной роли, причем сама со школой изображала хор. Театр посещался больше всего обитателями восточных кварталов, которые являются истинными любителями искусства в современной Америке. Меня так тронуло лестное внимание восточных кварталов, что я отправилась туда со всей школой и оркестром и дала даровой спектакль в театре «Идиш». Будь у меня средство, я бы вечно танцевала перед этими людьми, душа которых создана для музыки и поэзии. Но, увы, моя грандиозная затея оказалась очень дорогой и совершенно меня разорила. Когда же я обратилась за поддержкой к некоторым нью-йоркским миллионерам, мне отвечали, «Что за охота вам ставить греческую трагедию?» В это время весь Нью-Йорк был охвачен безумием джаза. Мужчины и дамы лучшего общества, как старые, так и молодые, проводили время в огромных салонах гостиниц, танцуя фокстрот под варварское тявканье и вопли негритянского оркестра. Я получила приглашение на один или два парадных балла того времени и не могла удержаться от возмущения при мысли о том, что здесь творится, в то время как Франция истекает кровью и нуждается в помощи Америке. Вся атмосфера американской жизни 1915 года была мне отвратительна, и я решила вернуться со школой в Европу. Но у меня не хватало денег, чтобы заплатить за наши билеты. Я заказала места на пароходе Данте-Алигьери, но не знала, чем расплатиться. За три часа до отхода парохода у меня все еще не было необходимых средств. Как вдруг в ателье вошла скромно одетая молодая американка и спросила, уезжаем ли мы сегодня в Европу. Вот видите, указала я на детей, уже одетых в дорожные костюмы, «Мы совсем готовы, но еще не нашли денег, чтобы заплатить за билеты. Сколько вам нужно?» «Около двух тысяч долларов», – отвечала я. Необыкновенная молодая женщина вынула из сумки два билета по тысяче долларов и положила на стол, говоря, «Я очень рада, что могу вам быть полезной в этом небольшом деле». Пораженная, я смотрела на незнакомку, которую я никогда прежде не встречала, и которая давала мне такую крупную сумму, даже не требуя расписки. Я могла только заключить, что это какая-то неизвестная миллионерша. Но позже выяснилось, что это не так. Чтобы прийти мне на помощь, ей пришлось накануне обратить в наличные все свои сбережения, состоявшие из процентных бумаг и акций. Она пришла нас проводить среди многих других. Ее звали Руфью. Той Руфью, которая сказала, «Твой народ будет моим народом, твои пути — моими путями». И такой Руфью она сделалась для меня на всю жизнь. Так как нам запретили дальнейшее исполнение Марсельеза в Нью-Йорке, мы все запаслись маленькими французскими флажками. Дети спрятали их в рукава, и я распорядилась, чтобы, когда раздастся гудок и пароход отойдет от пристани, все, стоя на палубе, дружно взмахнули флажками и запели Марсельезу, что мы и сделали к своему большому удовольствию и к великому волнению всех представителей администрации, стоявших на пристани. Мой друг Мэри, которая пришла меня проводить, не могла в последнюю минуту расстаться со мной. Бросилась на пароход без вещей, без паспорта, и стала петь вместе с нами, заявив, «Я еду с тобой». И вот под пением Марсельезы мы покинули богатую, падкую на удовольствие Америку 1915 года и с моей кочующей школой отправились в Италию. Мы приехали туда в день большого возбуждения. Италия решила присоединиться к союзникам. Мы все были рады нашему возвращению и устроили прелестный деревенский праздник. Помню, что я обратилась к толпе, окружавших нас любопытных крестьян и рабочих со словами, «Благодарите небо за то, что живете в такой прекрасной стране и не завидуйте Америке. Здесь, на вашей удивительной родине, где небо вечно голубое, где растет виноград и оливковые деревья, вы богаче любого американского миллионера». В Няполе мы стали спорить о том, куда ехать дальше. Меня очень тянуло в Грецию, где я хотела расположиться до конца войны лагерем на Капаносе, но это пугало моих старших учениц, у которых были немецкие паспорта, и поэтому я решила искать приюты в Швейцарии, где представлялась возможность устроить целый ряд выступлений. Мы приехали в Цюрих. В гостинице Бар Дюлак жила дочь известного американского миллионера. Я подумала, что это очень удобный случай пробудить в ней интерес к моей школе, и в один прекрасный день дети выступили перед ней на лужайке. Это было такое прелестное зрелище, что я не сомневалась в успехе. Но когда я намекнула ей о том, что школа нуждается в поддержке, я услышала ответ. «Да, они прелестные, но совершенно меня не интересуют. Я интересуюсь только изучением собственной души». Она несколько лет занималась под руководством доктора Юнга, последователя знаменитого Фрейда, и каждый день проводила несколько часов, записывая сны, виденные накануне. Это лето, чтобы быть ближе к своим ученицам, я жила в отеле «Бореваш» в Уши. У меня была хорошенькая комната с балконом, выходившим на озеро. Я наняла нечто вроде огромного барака, который прежде служил рестораном, и, завесив стены неизменным источником вдохновения, голубыми занавесами, превратила его в храм, где учила детей и сама танцевала по вечерам. Однажды мы имели счастье принимать у себя Вейнгартнера и его жену, и целый вечер танцевали им Глюка, Моцарта, Бетховена и Шуберта. Со своего балкона я каждое утро видела собиравшихся на другом большом балконе, выходившем тоже на озеро, красивых юношей в блестящих шелковых кимоно. Они как будто группировались вокруг более зрелого человека, высокого блондина, напоминавшего фигурой Оскара Уальда. Они мне улыбались со своего балкона и как-то вечером пригласили меня ужинать. Они оказались прелестными и талантливыми мальчиками, беженцами, среди которых за ужином выделялся красивый молодой герцог С. В другой раз они меня повезли вечером кататься на моторной лодке по поэтичному Женевскому озеру. В лодке искрилось шампанское. Мы высадились, как и часто впоследствии, в Монтрео в четыре часа утра, и там нас накормил ужином загадочный итальянский граф. Этот зловещий красивый и сухой человек спал целый день и вставал только ночью. Он часто вынимал из кармана маленький серебряный шприц, и пока все отворачивались, хладнокровно вонзал его в свою белую худую руку. После впрыскивания его остроумие и веселость не знали пределов, но говорят, что днем он испытывал страшные страдания. Забавное общество этих прелестных юношей развлекало меня в моем печальном и одиноком состоянии, но их очевидное безразличие к женским чарам укололо мое самолюбие. Я решила испробовать свои силы и действовала так успешно, что в одну прекрасную ночь уехала в сопровождении одной только молодой подруги-американки в чудном автомобиле с главарем этого содружества. Ночь была дивная. Мы мчались по берегу Женевского озера, пронеслись через Монтре, а я все восклицала «Дальше, дальше», пока на заре мы не очутились во въеже. Я продолжала просить «Дальше, дальше», и мы стали подниматься по вечным снегам Сент-Атартского перевала. Я смеялась, думая о прелестной свите молодых красавцев моего друга, когда они к своему изумлению узнают утром, что их султан исчез, и к тому же с представительницей ненавистного пола. Я пустила в ход все способы обольщения, и вскоре мы спускались в Италию. Мы не останавливались, пока не приехали в Рим, а оттуда продолжали свой путь в Неаполь. Но при первом взгляде на море меня охватило пылкое желание снова увидеть Афины. Мы наняли маленький итальянский пароход, и одно дивное утро снова увидело меня, поднимающейся по белым мраморным ступенькам, пропилеи к храму божественной и мудрой Афины. Мне отчетливо припомнилось мое последнее посещение этого места, и я не могла не почувствовать стыда при мысли о том, как далеко я ушла от мудрости и гармонии за этот промежуток времени, и, увы, ценой какого страдания я заплатила за порывы страсти. Новые Афины волновались. В день нашего приезда стало известно о падении Венезелоса и считали возможным, что королевская семья станет на сторону кайзера. В тот вечер я устроила очаровательный обед, на котором в числе других гостей присутствовал секретарь короля господин Мелос. Середину стола я украсила грудой красных роз, под которыми спрятала маленький граммофон. В том же зале обедала группа высокопоставленных лиц из Берлина. Внезапно за их столом раздался тост «Да здравствует кайзер!» Тогда я раздвинула розы, пустила граммофон, который заиграл Марсельезу, и провозгласила тост «Да здравствует Франция!» Секретарь короля выглядел испуганно, но в душе радовался, так как был горячим сторонником дела союзников. Тем временем большая толпа собралась в сквере перед открытыми окнами ресторана. Высоко держа над головой фотографию Венезелоса, сопровождаемая моей молодой американской подругой с граммофоном, продолжавшим храбро играть Марсельезу, я вышла на середину сквера и под музыку маленького граммофона и пение восторженной толпы протанцевала гимн Франции. Затем я обратилась к толпе. «У вас второй Перикл, великий Венезелос. Зачем вы позволяете его трогать? Почему вы не следуете за ним? Ведь он поведет Грецию к славе!» Потом мы двинулись процессией к дому Венезелоса, и там пели под его окнами то Марсельезу, то греческий гимн, пока солдаты с ружьями наперевес довольно невежливо не разогнали наш импровизированный митинг. После этого случая, который доставил мне большое удовольствие, мы пароходом вернулись в Неаполь, а оттуда на автомобиле в Уши. До самого конца войны я делала отчаянные попытки сохранить школу, думая, что после заключения мира нам удастся вернуться в Бельвю. Но война все продолжалась, и мне пришлось занимать деньги у ростовщиков за 50% годовых, чтобы платить за содержание школы в Швейцарии. С целью добыть средства я в 1916 году подписала контракт на турне по Южной Америке и отправилась в Буэнос-Айрос. По мере того, как эти воспоминания приближаются к концу, я все больше и больше сознаю невозможность правдиво описывать собственную жизнь, или, вернее, жизнь всех тех различных существ, которыми я была. Случаи, которые, как мне кажется, продолжались целую вечность, занимают только несколько страниц. Промежутки времени, которые казались тысячами лет страданий и боли, и после которых я в целях простой самозащиты делалась совершенно другим человеком, здесь становятся короткими. Часто я задаю себе в отчаянии вопрос, кто из моих читателей будет в состоянии облечь вплоть тот скелет, который я ему представила. Я стараюсь писать правду, но она убегает и прячется от меня. Как ее найти? Будь я писателем, и опиши свою жизнь в двадцати или более романах, я бы ближе подошла к истине. Но после романов мне пришлось бы писать историю артистки, совершенно независимую от всего прежде написанного. Моя артистическая жизнь и мысли об искусстве развивались, да и развиваются до сих пор отдельным организмом, вполне свободным от того, что я называю своей волей. И все-таки я продолжаю писать правду о том, что со мной происходило, но боюсь, что получится ужасная смесь. Я доведу начатое дело до конца, дам подробный отчет о своей жизни, хотя и сейчас уже мне слышатся голоса так называемых добродетельных женщин всего мира, говорящих, возмутительный рассказ. Все ее несчастья являются достойным возмездием за грехи. Но я не считаю себя согрешившей. Женщина зеркало, говорит Ницше, а я только отражала людей и реагировала на силы, бравшие меня в плен, и как героиня метаморфоза Видия, меняла оболочку и характер согласно приказаниям бессмертных богов. Когда пароход зашел в Нью-Йорк, ко мне присоединился Августин, очень недовольный моим намерением совершить одной во время войны такое далекое путешествие, и его общество явилось для меня большим утешением. На пароходе ехало также несколько молодых боксеров с Тедом Льюисом во главе, встававших ежедневно в 6 часов утра для тренировки и затем плававших в большом пароходном бассейне. Я тренировалась вместе с ними по утрам и танцевала им по вечерам, так что путешествие прошло очень весело и сравнительно быстро. Баэя был первым полутропическим городом, который мне пришлось посетить, и он показался мне полным тепла, зелени и влаги. Хотя постоянно лил дождь, женщины, гулявшие по улицам в промокших калинкоровых платьях, совершенно облепивших их формы, казалось, не замечали его и относились с безразличием к тому, насколько их тела мокры. Тут впервые я также наблюдала равнодушие по отношению к цвету кожи. В ресторане, где мы завтракали, сидели за одним столом негр с белой девушкой, а за другим белый с негритянкой. В маленькую церковь женщины приносили крестить мулатов детей. В каждом саду цвели красные цветы, и весь город дышал любовью белой и черной расы. В некоторых кварталах Баи из окон притонов высовывались ленивые черные, белые и желтые женщины, но они не имели того запуганного и жалкого вида, которым отличаются проститутки крупных центров. Через несколько дней после нашего приезда в Буэнос-Айрес мы отправились вечером в студенческое кабаре. Это была длинная прокуренная комната с низким потолком, в которой толпились смуглые молодые люди, обнимавшиеся с такими же смуглыми девицами, и танцевавшие с ними танго. Я никогда еще не танцевала танго, но молодой аргентинец, служивший нам проводником, уговорил меня попробовать. С первого робкого шага я почувствовала, как все мое существо откликнулось на томный, привораживающий ритм этого сладкострастного танца, нежного, как длительная ласка, опьяняющего, как любовь под небом юга, опасного и жестокого, как манящий тропический лес. Таковы были мои ощущения, пока рука черноокого юноши двусмысленно руководила мною, а взгляд его смелых глаз утопал в моем. Меня узнали, студенты окружили меня, они объяснили, что сегодня ночью аргентинский праздник свободы, и попросили меня протанцевать их гимн. Я всегда люблю доставлять удовольствие студентам, поэтому я согласилась, и, выслушав перевод текста аргентинского гимна, завернулась в аргентинский флаг и попыталась изобразить им страдания когда-то порабощенной колонии и освобождение ее от иго-тирана. Мой успех был головокружителен. Студенты, незнакомые с такого рода танцами, пришли в неистовый восторг и без конца требовали повторения гимна. Я вернулась в гостиницу, раскрасневшаяся от успеха и очень довольная Буэнос-Айросом, но, увы, моя радость была преждевременна. На следующее утро, прочитав в газетах сенсационный отчет о моем выступлении у студентов, мой импресарио пришел в бешенство и заявил, что считает наш контракт расторгнутым. Все лучшее общество Буэнос-Айроса возвращало в кассу свои билеты и собиралось бойкотировать мои спектакли. Таким образом, вечер, который привел меня в такой восторг, оказался роковым для моих гастролей. Основной целью моего турне было собрать достаточно средств, чтобы содержать мою школу во время войны. Представьте же себе мое огорчение, когда я получила из Швейцарии телеграмму с сообщением, что вследствие ограничений военного времени мой перевод не дошел до назначения. Ввиду того, что хозяйка пансиона, где жили девочки, не могла содержать их бесплатно, им угрожала опасность быть выброшенными на улицу. С обычной стремительностью я уговорила Августина немедленно ехать в Женеву спасать моих учениц, не сообразив, что он увезет с собой все деньги и лишит меня возможности даже расплатиться в гостинице. Возмущенный импресарио уехал с опереточной труппой в Чили, и я, вместе с сопровождавшим меня пианистом Дюминилем, оказалась брошенной на произвол судьбы. Публика здесь была холодная, тяжелая на подъем и не ценящая искусство. Единственный успех, выпавший на мою долю в Буэнос-Айресе, был в ту ночь, когда я в кабаре танцевала гимн свободе. Мы были принуждены бросить наши вещи в гостинице и отправиться в Монте-Видео. К счастью, мои туники не представляли ни малейшей ценности для хозяев гостиниц. В Монте-Видео публика оказалась совершенно непохожей на аргентинскую и встречала нас с энтузиазмом, так что нам удалось поехать дальше, в Рио-де-Жанейро. Мы приехали туда без денег и без вещей, но директор городского театра был настолько любезен, что немедленно назначил спектакль. Местная публика оказалась настолько понятливой и отзывчивой, что побуждала артиста дать лучшее, на что он способен. Тут я познакомилась с поэтом Хуаном де Рио, кумиром всей молодежи. Каждый юноша в Рио — поэт. Когда мы вместе шли по улице, нас провожала толпа молодых людей с криками «Виво, Хуан де Рио! Виво, Айседора!» Я оставила Дюминиля в Рио, где он произвел такой фурор, что не хотел уезжать, и вернулась в Нью-Йорк. Путешествие было одинокое и грустное, потому что я беспокоилась о школе. Несколько боксеров, ехавших со мной в Южную Америку, теперь возвращались обратно в качестве лакеев на том же пароходе, на котором возвращалась я. Им не повезло, и они возвращались, ничего не заработав. Среди пассажиров был вечно пьяный американец по фамилии Вилкинс, который каждый вечер за обедом говорил лакею ко всеобщему ужасу. Отнесите эту бутылку Помери 1911 года на столик Айседоры Дункан. В Нью-Йорке меня никто не встретил, так как вследствие военного времени моя телеграмма не была доставлена. Случайно я вспомнила об Артуре Генте. Он был не только талантливым человеком, но и колдуном. Он бросил живопись ради фотографии. Его снимки были жуткие и таинственные. Хотя его аппарат снимал живых людей, но выходили не сами позировавшие, а их образы в том виде, в каком он себе их представлял. Я изображена на многих его снимках, но на них запечатлено не мое физическое тело, а состояние моей души. На одном же из них даже сама душа. Он всегда был моим большим другом, и поэтому, оказавшись одна на пристани, я вызвала его по телефону. Каково было мое удивление, когда мне ответил знакомый голос, но не голос Артура, это был Лоин Грин, который по странному стечению обстоятельств как раз в это утро зашел навестить Генте. Узнав, что я одна на пристани, без денег и без друзей, он сейчас же вызвался прийти мне на помощь. Через несколько минут он приехал. Когда я увидела его высокую повелительную фигуру, во мне шевельнулось сознание уверенности и покоя. Мы очень обрадовались друг другу. Слушатель вероятно заметил из этой автобиографии, что я никогда не изменяла своим привязанностям и никогда не покинула бы ни одного из своих любовников, если бы они сохраняли мне верность. Как я их любила когда-то, так люблю их теперь и буду любить вечно. В том, что я порвала со многими, можно винить только легкомыслием мужчин и жестокость судьбы. Итак, после стольких бед я была счастлива снова встретить моего Лоэнгрина, еще раз приходящего мне на помощь. Он быстро выручил мои вещи из таможни, а затем повез меня в ателье Генте, откуда мы втроем отправились завтракать. Мы все были в восторге от нашей встречи и на радостях выпили много шампанского. Я чувствовала, что мое возвращение в Нью-Йорк принесет мне счастье. После завтрака Лоэнгрин помчался нанимать оперный театр Метрополитен, а остаток вечера провел в рассылке приглашений всему артистическому миру на большой дыровой парадный спектакль. Этот спектакль явился одним из самых чудных переживаний моей жизни. Присутствовали все художники, артисты и музыканты Нью-Йорка, и я испытала радость танцевать, не интересуясь состоянием кассы. Конечно, как и всегда во время войны, я закончила программу Марсельезой, после которой мне устроили грандиозную овацию в честь Франции и союзников. Я рассказала Лоэнгрину о том, что отправила Августина в Женеву, и что очень беспокоюсь за судьбу школы, и он со свойственным ему необыкновенным великодушием послал телеграфный перевод, достаточный для переезда школы в Нью-Йорк. Но, увы, для части моих учениц деньги пришли слишком поздно. Всех младших девочек родители взяли домой. Это раздробление школы, которой я посвятила многие годы работы, причинило мне сильную боль, но приезд Августина и шестерых старших детей меня немного утешил. Настроение Лоэнгрина не изменилось, он был добр и великодушен, и ничто не казалось ему слишком хорошим для меня и для детей. Он нанял большое ателье в Мэдисон Сквергарден, и там мы работали каждый день. По утрам он возил нас на автомобиле далеко вниз по реке Гудзон. Он делал всем подарки, и благодаря магической силе денег, жизнь на время стала прекрасной. Но, по мере того, как проходила суровая Нью-Йоркская зима, здоровье мое стало ухудшаться, и Лоэнгрина предложила мне поехать на Кубу, дав мне в спутнике своего секретаря. О Кубе у меня сохранились самые восхитительные воспоминания. Секретарь, молодой шотландец, был поэтом. Мое здоровье не позволяло мне танцевать, и мы провели три недели в Гаване, разъезжая по побережью и любуясь живописной природой. Помню один трагикомический случай. Приблизительно в двух километрах от Гаваны находился старинный дом, окруженный высокой стеной и занятой убежищем для прокаженных. Стена не была достаточно высока, чтобы скрывать от нас ужасные человеческие маски, изредка глядевшие оттуда. Власти поняли, что такому учреждению не место рядом с модным зимним курортом, и решили перенести Лепрозорий в другое место. Но прокаженные отказались подчиниться. Они хватались за стены и за двери, влезали на крышу и крепко за нее цеплялись. Прошел слух, что некоторые из них бежали в Гавану и там спрятались. Перевозка этого приюта для прокаженных напоминала мне странную, жуткую пьесу Метерлинка. Я посетила однажды жилище представительницы одного из местных самых древних родов, имевшей странные пристрастие к мартышкам и гориллам. Сад при старом доме был наполнен клетками, где жили любимицы этой дамы. Ее дом был интересен для всех. Хозяйка принимала гостей с самым широким гостеприимством, встречая их с мартышкой на плече и держа гориллу за руку. Звери эти были самыми ручными в ее коллекции, но другие, сидевшие в клетках, не были столь безобидны, и когда кто-нибудь проходил мимо них, трясли решетки, кричали и скалили зубы. Я спросила, не опасны ли обезьяны, на что хозяйка небрежно заметила, что они нисколько не опасны, если не считать того, что изредка вырываются из клеток и душат садовника. Это сообщение меня несколько взволновало, и я обрадовалась, когда наступило время отъезда. Самое странное, это то, что эта женщина была очень красива, с большими выразительными глазами, на редкость умна и начитанна, и собирала в своем доме все наиболее яркое из мировой литературы и искусства. Чем же объяснить ее нелепое пристрастие к мартышкам и гориллам? Она мне сообщила, что завещала всю свою коллекцию обезьян Пастеровскому институту для производства опытов лечения рака и туберкулеза, что, по-моему, является довольно странной манерой выражать свою любовь после смерти. У меня осталось еще одно интересное воспоминание о Гаване. Как-то в праздник, когда все кабары и кафе кипели жизнью, мы отправились около трех часов утра в типичное гаванское кафе после нашей ежедневной поездки по пампасам и берегу моря. Здесь был налицо обычный подбор морфиноманов, кокаинистов, курильщиков опиума, алкоголиков и других отверженных. Мы заняли место за маленьким столиком в накуренной, тускло освещенной комнате с низкими потолками. Мое внимание было привлечено бледным человеком с валившимися щеками, свирепыми глазами и видом существа, преследуемого галлюцинациями. Он дотронулся длинными тонкими пальцами до клавиш рояля, и, к моему удивлению, раздался прилюд Шопена, сыгранный с удивительным пониманием и талантом. Я некоторое время слушала молча, а затем подошла к нему, но в ответ услышала только несвязанные слова. Моя попытка заговорить привлекла внимание всего кафе, и когда я сообразила, что меня здесь никто не знает, меня охватило дикое желание протанцевать перед этой необыкновенной публикой. Завернувшись в свою накидку и указывая пианисту, что играть, я протанцевала несколько прелюдий. Постепенно посетители маленького кафе замолкли, и мои танцы не только привлекли их внимание, но и довели многих до слез. Пианист тоже очнулся от своего угара морфиниста и играл вдохновенно. Я танцевала до утра, и когда уезжала, все меня обнимали. Я гордилась этим успехом больше, чем успехом в каком-либо театре, так как здесь встретила настоящую оценку моего таланта без помощи импресарио или рекламы. Спустя немного времени я с моим другом-поэтом села на пароход, шедший во Флориду, и высадилась в Палм-Бич, откуда послала телеграмму Лоенгрину, который присоединился к нам. Самый тяжелый период большого горя не тогда, когда наносится первый удар, вызывающий нервное напряжение, парализующий скорбь, но период, наступающий значительно позже, когда окружающие начинают говорить, «О, она все забыла» или «Теперь она успокоилась, она пережила». Когда во время веселого обеда ледяная тоска сжимает сердце или огненные когти страдания впиваются в горло. Лед и пламя, ад и отчаяние затемняют ум, и человек с бокалом шампанского в руке пытается заглушить свое горе, лишь бы забыться. Я дошла теперь именно до этого состояния. Все друзья говорили, она забыла, она успокоилась, а между тем вид ребенка, входящего в комнату и зовущего мать, раздирал мое сердце на части и вселял в мое существо такую тоску, что мозг мог только стремиться к забвению и мечтать о лете. И из этих нечеловеческих мук я пыталась создать новую жизнь, создать искусство. Как я завидую смирению монахинь, которые ночи напролет шепчут беспрерывные молитвы перед гробом чужого человека. Такой темперамент мечта артистки, которая протестует, хочу любви, любви, хочу создать радость. Какой ад! Луин Грин привез с собой в Палм-бич американского поэта Перси Маккея, сидя вместе с нами на веранде, набросал план будущей школы в соответствии с моими идеалами. Он, между прочим, сообщил, что приобрел Мэдисон-сквер-гарден как место для школы. Хотя я восторженно относилась к проекту школы вообще, но не хотела начинать дело в таком широком масштабе во время войны, и это, в конце концов, до того рассердило Луин Грина, что, по нашим возвращении в Нью-Йорк, он с обычной нездержанностью уничтожил купчую на Гарденс. Глава 30. В начале 1917 года мне пришлось гастролировать в опере «Метрополитен». В то время я верила, как и многие другие, что осуществление надежд всего мира на свободу, возрождение и культуру зависело от победы союзников, и поэтому по окончании каждого спектакля я танцевала Марсельезу, на которую публика смотрела стоя. Это не мешало мне включать в программу музыку Рихарда Вагнера, и я думаю, со мной согласятся все разумные люди, что бойкот немецких артистов во время войны был несправедливым и глупым. В день, когда стало известно о русской революции, все поклонники свободы были охвачены радостной надеждой, и в тот вечер я танцевала Марсельезу в том настоящем первоначальном революционном духе, в каком она была написана. Вслед за ней я исполнила славянский марш, в котором слышны звуки императорского гимна и изобразила угнетенного раба, согнувшегося под ударом бича. Этот диссонанс, вернее, расхождение жеста с музыкой, вызвал бурю в публике. Странно, что на протяжении всей моей артистической карьеры меня больше всего привлекали отчаяние и бунт. В красной тунике я постоянно изображала революцию и звала униженных к оружию. В вечер русской революции я танцевала со страшной, яростной радостью. Сердце мое разрывалось от счастья при мысли об освобождении тех, которые страдали, которых мучили и которые умирали за человечество. Неудивительно, что Лоин Грин, смотревший каждый вечер из своей ложи на мои танцы, почувствовал в конце концов беспокойство и стал спрашивать себя, не превратится ли та школа красоты и изящества, покровителем которой он состоял, в нечто более опасное, угрожающее ему самому и его миллионам. Но мой художественный импульс был слишком силен, чтобы я могла с ним справиться даже ради удовольствия человека, которого любила. Лоин Грин устроил праздник в мою честь. Праздник начался обедом, а затем последовали танцы и изысканный ужин. К этому торжеству он мне подарил чудное бриллиантовое ожерелье. Я никогда не носила драгоценностей, но он казался таким счастливым, что я разрешила ему надеть мне на шею бриллиант. Под утро, когда были выпиты дюжины бутылок шампанского и голова моя слегка кружилась от веселья и вина, мне пришла в голову несчастная мысль научить одного из гостей, очень красивого юношу, танго апашей, как его танцевали при мне в Буэнос-Айросе. Внезапно железные тиски сжали мою руку и, обернувшись, я увидела Лоин Грина с лицом перекошенным от бешенства. Это был единственный раз, что я надела это роковое ожерелье, так как вскоре после описанного случая Лоин Грин исчез в новом припадке бешенства. Я осталась одна с огромным неоплаченным счетом в гостинице и со всеми расходами по содержанию школы на своих плечах. Напрасно я молила Лоин Грина о помощи. Мне пришлось заложить знаменитые бриллиантовые ожерелья и расстаться с ним навсегда. Таким образом, я оказалась в Нью-Йорке без средств в конце сезона, когда всякая деятельность была почти невозможна. К счастью, у меня было горностаевое манто и поразительный изумруд, купленный Лоин Грином у сына индусского Магараджи, который проиграл все свои деньги в Монте-Карло. Говорили, что камень прежде украшал голову знаменитого идола. Я продала манто известной певице изумруд другой и наняла на лето виллу в Лонг-Бич, поселив там и своих учениц в ожидании осени, когда снова могло стать возможным делать деньги. С моей обычной беспечностью, имея деньги на виллу, автомобили и повседневную жизнь, я мало заботилась о будущем. Конечно, в том состоянии безденежья, в котором я находилась, было бы разумнее купить на вырученные от продажи мехов и драгоценностей средства, некоторое количество процентных бумаг. Но это, разумеется, мне не пришло в голову, и мы провели довольно приятное лето в Лонг-Бич, принимая, как и всегда, множество артистов. В числе гостей, живших у нас по несколько недель, находился талантливый скрипач Исаи, который по утрам и вечерам услаждал наш слуг своей удивительной игрой. У нас не было ателье, но мы танцевали на берегу и устроили там специальный праздник в честь Исаи, который радовался как мальчик. Понятно, что после приятно проведенного лета я оказалась по возвращении в Нью-Йорк абсолютно без денег и после двух тяжелых месяцев принуждена была подписать контракт на гастроли в Калифорнии. Во время этого турне я заехала в свой родной город. Перед самым приездом туда я узнала из газет, что скончался Роден. Мысль, что я больше никогда не увижу своего верного друга, меня так расстроило, что я долго плакала, и раньше, чем выйти из вагона и не желая показывать свои распухшие глаза репортерам, ожидавшим меня для интервью на перроне в Окленде, я закрыла лицо черной кружевной вуалью, что дало им повод написать на следующий день, будто я окружаю себя тайной. Прошло двадцать два года с тех пор, как я покинула Сан-Франциско в поисках счастья, и вы легко себе представить и мое волнение при виде родного города, который настолько изменился после землетрясения и пожара 1906 года, что я с трудом его узнавала. Хотя избранная и богатая публика в Театре Колумбия, так же, как и критика, была очень любезна и оценила мое искусство по достоинству, я все-таки чувствовала себя неудовлетворенной, потому что хотела танцевать в широком масштабе для народа. Но когда я попросила предоставить мне для этой цели греческий театр, мне в этом было отказано. Причина отказа так и осталась мне не ясна, и я не узнала, виноват ли был недостаточно ловкий антрепренер или просто ко мне лично отнеслись недоброжелательно. В Сан-Франциско я снова встретилась со своей матерью, которую не видела уже несколько лет, потому что из непонятного чувства тоски по родине она упорно отказывалась жить в Европе. Она казалась очень постаревшей и утомленной. Однажды, завтракая вместе с ней и увидя наши лица в зеркале, я не могла не сравнить свое грустное лицо и изможденное лицо матери с лицами двух отважных путешественниц, отправившихся почти 22 года тому назад искать славы и богатства. И то, и другое было найдено. Чем же объяснить печальный результат? Вероятно тем, что это естественное явление в нашем несовершенном мире, где самые основы жизни враждебны человеку. Я встречала многих великих артистов, умных людей и так называемых баловней судьбы, но ни одного из них нельзя было бы назвать счастливым, хотя некоторые очень удачно притворялись счастливыми. Но под внешней личиной при некоторой наблюдательности можно было угадать ту же неудовлетворенность и страдания. Возможно, что так называемого счастья вообще не существует в мире. Бывают только его проблески. Такие проблески я испытала в Сан-Франциско, когда встретила музыкального близнеца моей души, пианиста Гарольда Бауэра. К моему удивлению и восторгу он заявил, что я больше музыкантша, чем танцовщица, и что мое искусство научило его понимать значение таинственных фраз Баха, Шопена и Бетховена. Мы провели две чудесных недели в удивительном артистическом сотрудничестве. Подобно тому, как я открывала ему тайны музыки, так и он мне указывал толкование моего творчества, о которых я раньше и не мечтала. Гарольд вел утонченную интеллектуальную жизнь, высоко возвышаясь над толпой. В отличие от других музыкантов, его кругозор не ограничивался одной музыкой, но обнимал тонкое знание всякого искусства вообще и широкое интеллектуальное понимание поэзии и глубин философии. Когда встречаются два искателя высшего идеала в искусстве, их охватывает своего рода опьянение. Целыми днями, не прибегая к вину, мы жили в состоянии высшего опьянения, каждый нерв дрожал волнующей надеждой, и когда наши глаза встречались в осуществлении этой надежды, мы испытывали такую бурную радость, что восклицали, словно страдая от боли. Воспринимали ли вы это место Шопена именно так? Да-да, так и еще иначе, я вам передам это в движение. Какое откровение, теперь я вам его сыграю. Какой восторг, какая высшая радость. Мы выступили вместе в Театре Колумбия в Сан-Франциско, и этот спектакль я считаю одним из самых счастливых событий моей артистической карьеры. Встреча с Гарридом Бауэром погрузила меня вновь в ту удивительную атмосферу света и радости, которая встречается только при общении со светлой душой. Я надеялась, что это будет продолжаться и дальше, и что нам удастся открыть совершенно новую область музыкальных достижений. Но, увы, я не приняла в расчет стечение обстоятельств. Наше сотрудничество было прервано насильственно и окончилось драматическим прощанием. Несмотря на восторг избранной публики, наполнявшей театр, я огорчалась, что мой родной город не откликается на призыв поддержать мой идеал будущей школы. В Сан-Франциско была уже целая толпа моих подражателей и несколько созданных по моему образцу школ, которыми жители, казалось, были вполне удовлетворены и даже, по-видимому, опасались, что мое более строгое искусство может вызвать нежелательные результаты. Мои подражатели были слащавы и приторны и проповедовали ту часть моего учения, которую называли гармоничной и красивой, отбрасывая все более выдержанное и строгое, то есть отказываясь от настоящего его значения и истинного источника. Глава тридцать первая В моей жизни встречаются дни, когда все кажется золотой сказкой, унизанной драгоценными камнями, полем, усеянным тысячей цветов, сияющим от любви и счастья утром, когда я не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг и радость жизни, когда мысль о школе кажется гениальным откровением и я начинаю верить в возрождение искусства. Но точно так же в ней есть и дни отчаяния и тоски. После долгой борьбы за существование школы я со стесненным сердцем, одинокая и потерявшая надежду на будущее, решила вернуться в Париж, чтобы там попытаться достать средства путем продажи моего имущества. Мэри вернулась из Европы и вызвала меня по телефону из гостиницы Бильтмор. Я описала ей мое положение и она ответила «Завтра уезжает мой большой друг Гордон Сельфридж. Если я его попрошу, он, наверное, купит вам билет». Я была так утомлена борьбой и разочарованиями, постигшими меня в Америке, что с радостью согласилась на это предложение и на следующее утро покинула Нью-Йорк. Но меня преследовало несчастье и в первый же вечер, гуляя по палубе парохода, где все огни из-за войны были потушены, я упала в люк глубиной в 15 футов и довольно серьезно разбилась. Гордон Сельфридж очень галантно предоставил в мое распоряжение на все путешествие свою каюту и самого себя и был во всех отношениях добр и очарователен. Я ему напомнила свою первую встречу с ним 20 лет тому назад, когда голодная девочка явилась к нему просить в кредит платье для выступления. Таким было мое первое знакомство с этим решительным человеком. Меня поразило, насколько у меня взгляд на жизнь отличается от взгляда тех художников и мечтателей, которых я знала, словно он принадлежал к другому полу. Вероятно, все мои любовники были женственными наклонностями. Я всегда вращалась в обществе людей более или менее неврастеничных, то чрезмерно мрачных, то под влиянием вина, возбужденных неестественной радостью, в то время как Сельфридж отличался необыкновенно ровным и веселым настроением, что меня очень удивляло, потому что он никогда не притрагивался к вину, а я никогда не могла понять, как можно находить жизнь саму по себе приятным явлением. Я всегда считала, что будущее сулит только эфемерные радости, вызванные любовью или искусством, а этот человек находил счастье в самом жизненном процессе. Я приехала в Лондон, все еще больная после своего падения. У меня не было денег для поездки в Париж, я сняла по этому квартиру на улице Дьюк и послала телеграммы многим друзьям в Париже, на которые не получила ответов, вероятно, вследствие военного положения. Я провела без денег несколько страшных и мрачных недель в этой унылой квартире. Одинокая и больная, я сидела по ночам у темного окна, вспоминая свою закрытую школу, думая о том, что война никогда не кончится, и следя за налетами аэропланов в надежде, что бомба избавит меня от затруднений. Самоубийство заманчиво, я часто о нем думала, но меня всегда что-то удерживало. Я думаю, что если бы яд продавался в аптеках так же свободно, как противоядие, интеллигенция всего мира в один прекрасный день исчезла бы с лица земли. В отчаянии я телеграфировала Лоингрину, но не получила ответа. Импресарио устроил несколько гастролей для моих учениц, собиравшихся делать карьеру в Америке. Впоследствии они выступали в качестве танцовщиц Айсидоры Дункан, но я не получала никакого дохода от этих спектаклей и вскоре очутилась в отчаянном положении. Случайно я познакомилась с одним милым французским дипломатом, который жалился надо мной и повез меня в Париж. Там я поселилась в Пале-Дурсе и обратилась за необходимыми средствами к ростовщикам. Каждое утро в пять часов нас будил громкий гул разрыва снаряда Большой Берты, подходящее начало для мрачного дня полного грозных вестей с фронта. Смерть, кровопролитие и человеческая бойня отравляли дни, а по ночам все со страхом ждали налета неприятельских аэропланов. Единственным отрадным воспоминанием этого времени является встреча со знаменитым пианистом Гарросом в доме наших общих друзей, где он играл Шупена, а я танцевала. Он меня проводил пешком домой из Паси до Кэдорсе. Мы шли во время воздушного налета и следили за аэропланами, что не помешало мне танцевать для своего спутника на площади Согласия. Он сидел на краю фонтана, аплодируя мне, и падавшие невдалеки от нас ракеты освещали его грустные темные глаза. В ту ночь он мне признался, что мечтает о смерти и ищет ее. Спустя короткое время ангел смерти действительно унес его далеко-далеко от этой жизни. Дни проходили уныло и монотонно. Я с радостью стала бы сестрой милосердия, но понимала бесполезность прибавить лишнего человека к длинной очереди желавших ухаживать за ранеными. Поэтому я решила вернуться к искусству, хотя на сердце лежала такая тяжесть, что, казалось, ноги не выдержат ее. У Вагнера есть песня, которую я люблю, «Ангел», и в ней говорится о душе, поверженной в полное горе и уныние, которой является ангел света. Такой светлый ангел пришел ко мне в те мрачные дни в образе Вольтера Румеля, пианиста, введенного в мой дом одним из моих друзей. Увидев его, я подумала, что это молодой лист, вышедший из рамы портрета. Он был высок, строен, с каштановым локоном, не спадавшим на лоб, и с глазами, похожими на глубокие, ослепительно сверкающие колодцы. Я слушала его игру, и называла своим архангелом. Мы работали в фойе театра, которое Рижан любезно предоставила в мое распоряжение. Слушатель не должен забывать, что эти записки обнимают целый ряд лет, и что, когда меня охватывала новая любовь к простому смертному, ангелу или демону, безразлично, я верила, что это единственный, которого я так долго ждала, и что эта любовь окончательно меня возродит. Но, вероятно, любовь всегда порождает такую уверенность. Каждое увлечение моей жизни могло бы послужить темой для романа, который бы имел хороший конец и продолжался бы вечно, как кинематографическая лента со счастливым исходом. Летом мы стали искать тихого уединения на юге. Около порта Сен-Жан, на мысе Ферато, мы поселились в малонаселенной гостинице и устроили ателье в пустом гараже, где целый день и вечер мой друг играл божественные мелодии, а я танцевала. Счастливое время настало для меня, время, озаренное присутствием моего архангела, полной музыки и в непосредственной близости от моря. Это походило на мечты католиков о жизни в раю после смерти. Жизнь – маятник. Чем глубже страдания, тем сильнее счастье. Безумная печаль сменяется еще более безумным порывом радости. Изредка мы покидали наше убежище, чтобы дать благотворительный спектакль в пользу обездоленных или концерт для раненых. Но большей частью оставались одни, и через музыку и любовь, через любовь и музыку моя душа возносилась к высшему блаженству. На соседней вилле жил почтенный священник со своей сестрой, госпожой Жиральди. Сам он когда-то был миссионером в Южной Африке. Они были нашими единственными друзьями, и я часто им танцевала под вдохновенную и возвышенную музыку Листа. К концу лета мы нашли ателье в Ницце, и когда было заключено перемирие, переехали в Париж. Война кончилась. Мы наблюдали шествие в честь победы под триумфальной аркой и кричали «Мир спасен!» Мы все на время стали поэтами, но, увы, подобно тому, как поэт очнулся от своих грез, чтобы искать хлеба с сыром для возлюбленной, так и мир пришел в себя и погрузился в коммерческие расчеты. Мой архангел взял меня под руку и повел к Бельвю. Дом разваливался, но все-таки, подумали мы, почему не привести его в порядок, и провели несколько месяцев в бесплодной погоне за средствами для осуществления этой невозможной затеи. Наконец мы убедились, что это невыполнимо, и согласились на предложение французского правительства, которое хотело купить дом, считая, что он подходит для фабрики удушливых газов в предвидении будущей войны. Я уже видела превращение моего Дионисиона в госпиталь, и теперь должна была примириться с мыслью, что он станет орудием подготовки будущих войн. Потеря Бельвю была для меня большим ударом. Однако, вместо того, чтобы удовлетвориться найденным счастьем, я снова загорелась желанием приняться за создание школы и с этой целью телеграфировала своим ученицам в Америку. По приезде их я собрала вокруг себя нескольких верных друзей и сказала, поедем все вместе в Афины, полюбуемся на Акрополь и подумаем, нельзя ли основать школу в Греции. Как извращают человеческие побуждения. В 1927 году один журналист писал об этой поездке в Нью-Йоркер. Ее экстравагантность не знала предела. Она повезла съехавшихся к ней гостей сперва в Венецию, а затем в Афины. Горе мне. Приехали мои ученицы, молодые, хорошенькие и преуспевающие. Мой архангел взглянул на них и пал. Пал к ногам одной из них. Как описать путешествие, ставшее для меня голгофой любви? Я увидела зарождающуюся симпатию впервые в гостинице на Лиц, где мы провели несколько недель. Убедилась в ней на пароходе, направлявшемся в Грецию, и эта уверенность в конце концов мне навсегда отравила счастье любоваться Акрополем при лунном свете. Вот отдельные этапы этой голгофой любви. В Афинах все, казалось, благоприятствовало существованию школы. Благодаря любезности Венезелоса в мое распоряжение был отдан «Запион». Там я устроила ателье и каждое утро работала со своими ученицами, пытаясь их вдохновить на создание танцев, достойных Акрополя. Мой план был подготовить тысячу детей для участия в грандиозных празднествах в честь Диониса на стадионе. Мы ежедневно отправлялись в Акрополь, и, вспоминая свое первое посещение его в 1904 году, я глубоко волновалась при виде юных тел моих учениц, осуществлявших своими танцами часть моей мечты, взлелеенной 16 лет тому назад. Теперь все словно предвещало возможность устройства школы в Афинах, теперь, когда война была счастливо закончена. Ученицы, приехавшие из Америки с некоторыми неприятными мне привычками и манерами, быстро освободились от них под влиянием голубого неба Афин, вдохновляющих гор, моря и великого искусства. Однажды вечером, при заходе солнца, когда мой архангел, все более и более принимавший человеческий облик, заканчивал марш из гибели богов и последние аккорды замирали в воздухе, точно растворяясь в огненных лучах, откликались эхом на геметусе и тонули в море, я внезапно подметила встречу двух взоров, одинаково горевших в огненном закате. Меня охватил такой бурный порыв ярости, что я испугалась. Я ушла из дому и всю ночь бродила по холмам геметуса во власти безумного отчаяния. Конечно, и прежде в моей жизни меня посещала ревность, чудовище с зелеными глазами, клыки которого причиняют такую нестерпимую боль, но никогда еще мною не обуревала такая бешеная страсть, как в этот раз. Я любила и в то же время ненавидела их обоих. Теперь я понимала тех несчастных, которые убивают возлюбленного, толкаемые на преступления невыразимыми муками ревности. Больше того, я им сочувствовала. Чтобы избежать такой беды, я повела небольшую группу своих учениц и своего друга Эдуарда Штейхена по замечательной дороге мимо древних фиф в Халкис, где увидела те самые золотые пески, на которых, по преданию, танцевали девушки Эвбеи в честь рокового брака Эфигении. Но с той поры все величие Лады не могло вытеснить из моей души огненного демона, который мною овладел, беспрестанно вызывая в моем уме образы влюбленных, оставшихся в Афинах. Грыз мои внутренности и разъедал мозг точно кислота. Когда мы возвращались, вид их обоих, сиявших молодостью и взаимным влечением на длинной террасе, тянувшейся перед окнами наших спален, довершил мое горе. Теперь я не понимаю такого наваждения, но тогда оно опутало меня словно сетями, и от него нельзя было освободиться, как нельзя предотвратить скарлатину или оспу. И все-таки я продолжала заниматься с ученицами и строить планы создания школы в Афинах. Планы, которым все как будто улыбалось. Венезелос очень им покровительствовал, а афинское население восторженно приветствовало. Однажды мы получили приглашение на большую манифестацию в честь молодого короля и Венезелоса, которая состоялась в стадионе. Пятьдесят тысяч человек приняло участие в этом торжестве. Так же, как и все греческое духовенство, без исключения. Молодой король и Венезелос при своем появлении в стадионе были встречены бурными овациями. Шествие патриархов в их шитых золотом негнущихся парчевых одеждах, ослепительно сверкавших на солнце, было поразительным по красоте зрелищем. Когда я вошла в стадион, задрапированная нежными складками Пеплума и сопровождаемая группой оживших статуэток Танагра, ко мне приблизился приветливый Константин Мелос и поднес мне лавровый венок, говоря, «Вы, Айсидора, приносите нам бессмертную красоту Фидия и возрождаете век величия Эллады». «Помогите же мне обучить тысячу танцовщиц, чтобы они своими дивными плясками в стадионе привлекли сюда весь мир и вызвали бы всеобщее удивление и восторг», отвечала я. Сказав эти слова, я заметила, что Архангел восхищенно держит свою любимицу за руку и на мгновение успокоилась. «Что значит мелкие страсти по сравнению с моими великими грезами», думала я и озаряла их светом любви и прощения. Но в ту же ночь, увидев в лунном свете их прильнувшие друг к другу силуэты, я опять стала жертвой жалкого человеческого чувства и так была им потрясена, что как зверь ушла и бродила целую ночь. Долго я просидела на скале Парфенона, думая повторить гибельный прыжок с Афон. Нельзя словами описать мучительную страсть, которая меня пожирала, и нежная красота окружавшей меня природы только усиливала мои страдания. Казалось, из положения не было выхода. Разве возможно было допустить, чтобы земная страсть разбила бессмертные планы великой совместной музыкальной работы. С другой стороны, я не могла прогнать мою ученицу из школы, где она получила воспитание, а наблюдать за их растущей с каждым днем любовью, не высказывая своего горя, казалось мне невыносимым. Я попала в тупик. Оставалось одно — отрешиться от всего этого и подняться на духовные высоты. Однако, несмотря на мое отчаяние, аппетит у меня, под влиянием постоянной гимнастики танца, продолжительных горных прогулок и ежедневного купания в море был отличный, и я с трудом могла побороть земные желания. Так я и жила, стараясь учить своих девочек красоте, спокойствию, философии и гармонии, в то время, как сама извивалась в тисках смертельной муки. Я не знаю, чем разрешить такое положение вещей. Все, что мне оставалось, это прикрыться щитом преувеличенной веселости и пытаться потопить свои страдания в дурманящих греческих винах по вечерам за ужином у моря. Конечно, существовали и более благородные пути, но я не была в состоянии их отыскать. Спас положение укус злобной обезьяны, укус, который оказался роковым для молодого короля. Несколько дней он находился между жизнью и смертью, а затем пришла весть о его кончине, которая вызвала такие народные волнения, что Венезелосу и его партии пришлось отказаться от власти. Нам тоже пришлось уехать, так как мы приехали в Грецию в качестве гостей павшего министра и таким образом стали жертвами политических осложнений. Все деньги, истраченные на перестройку Капаноса и оборудование ателье оказались потерянными. Мы вынуждены были отказаться от мечты создать школу в Греции и сесть на пароход, чтобы ехать через Италию во Францию. Какие странные мучительные воспоминания остались у меня от этого последнего посещения Афин в 1920 году, от возвращения в Париж, от непрекращающихся мук, от последнего прощания и отъезда Архангела и от расставания с моей ученицей, тоже покинувшей меня навсегда. Оказалось, что хотя жертвой этих событий была я, ученица моя думала обратная и горько упрекала меня за мои чувства и отсутствие смирения. Когда, наконец, я осталась одна в доме на Рю-де-Ля-Пом с бетховенским залом, приготовленным для музыкальной работы моего Архангела, мое отчаяние не могло быть выражено словами. Я не могла выносить виды дома, в котором была так счастлива, и меня тянуло бежать от него и скрыться от мира, так как в ту минуту я верила, что мир и любовь для меня больше не существуют. Как часто в жизни приходишь к этому заключению? Но если бы мы знали, что лежит за первым холмом жизни, нам стала бы видна цветущая долина полного счастья. Особенно возмущает меня вывод многих женщин, которые считают, что после сорокалетнего возраста любовь несовместима с достоинством человека. Ах, какая это ошибка! Весной 1921 года я получила телеграмму от советского правительства. Одно только русское правительство может вас понять. Приезжайте к нам, мы создадим вашу школу. Откуда явилась ко мне эта весть? Из того места, которое Европа считала преисподней от советского правительства в Москве? И, оглядев свой пустой дом, где не было ни архангела, ни надежды, ни любви, я ответила «Да, я приеду в Россию и буду учить ваших детей, если вы мне дадите ателье и все нужное для работы». Ответ был положительный, и в один прекрасный день я очутилась на пароходе, направлявшемся по Темзе из Лондона в Ревель. Оттуда я должна была ехать в Москву. Перед отъездом из Лондона я зашла к гадалке, которая сказала «Вы едете в далекое путешествие, вас ждут странные переживания, неприятности, вы выйдете замуж». Но при слове «замуж» я прервала ее слова смехом. «Я? Я всегда была против брака и никогда не выйду замуж. Подождите, увидите», возразила гадалка. «По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящее после смерти в другой мир. Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я верила, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, отчаявшегося в попытках притворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное царство коммунизма. Я не взяла с собой туалетов, так как в своем воображении должна была провести остаток жизни, одетой в красную фланелевую блузку среди товарищей, одинаково просто одетых и преисполненных братской любовью. По мере того, как пароход уходил на север, я с жалостью и презрением вспоминала старые привычки и основы жизни буржуазной Европы, которую покидала. С этого времени я должна была стать товарищем среди товарищей и выполнять обширную работу для блага человечества, прощая неравенство, несправедливость и жестокость старого мира, которые сделали создание моей школы невозможным. Когда пароход наконец бросил якорь, сердце мое сильно забилось. Вот вновь созданный прекрасный мир. Вот мир равенства, в котором осуществилась мечта, родившаяся в голове Будды, мечта, прозвучавшая в словах Христа, мечта, являвшаяся конечной целью всех великих художников, мечта, которую Ленин великим чудом воплотил в действительность. Я вступала в эту жизнь, чтобы мое существование и работа стали частью ее славных обетований. Прощай, старый мир, привет тебе, мир новый! Субтитры создавал DimaTorzok Есенин и Дункан В данной части книги представлены воспоминания современников Есенина и Дункан, ставших вольными или невольными свидетелями зарождения, расцвета и угасания необыкновенной истории любви. Воспоминания людей, живших почти сто лет назад, в другом веке, другом государстве, разных по взглядам на мир, на любовь, на поэзию. Зачастую не беспристрастные, но всегда интересные и драгоценные для ныне живущих. И от этого палитра отношений между двумя великими представляется яркой и в то же время раскрашенной полутонами, а герои земными людьми, любящими, страдающими, подчас ошибающимися. Первое знакомство Осидора Дункан и Сергея Есенина по воспоминаниям ближайшего друга Есенина и поэта-иммажиниста Анатолия Мариенгофа произошло на вечеринке у известного живописца и скульптора Георгия Якулова, давнего приятеля Сергея Александровича 3 октября 1921 года. Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов. «Хотите?» С Азадорой Дункан познакомлю. «Где она?» «Где?» Есенин даже привскочил со скамьи. И как ошалелый, ухватив Якулова за рукав, стал таскать по Эрмитажу из зеркального зала в зимний и зимнего в летний. Ловили среди публики выходящие за переты с открытой сцены. Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры. Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль. Спешу оговориться, губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы. Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии. В первом часу ночи приехала Дункан. Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький, нежный рот ему улыбнулся. Изодора легла на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала «Золотая голова». Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два. Потом поцеловала его в губы. И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы «Ангель». Поцеловала еще раз и сказала «Черт!» На другой день мы были у Дункан. Она танцевала нам танго «Апаш». Апашем была Изодора Дункан, а женщиной шарф. Страшный и прекрасный танец. Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадной трагически свисала круглая шелковая голова ткани. Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера. Есенин был ее повелителем, ее господином. Она как собака целовал руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь, горела ненависть к ней. Айседора Дункан, прилетевшая по приглашению советского правительства, к тому времени уже была всемирно известной балериной, танцующей в необычном жанре, изобретенном ею. Ее манера, ее внешность, ее личность воспринимались людьми двояко. И так они встретились. В московских кафе все чаще можно было увидеть эту пару. Красивая, чуть уже стареющая танцовщица и светловолосый обаятельный молодой человек. И это стало главной темой для обсуждения в артистических кругах. Улыбка у Есенина была светлая, притягательная, а смех детский, заразительный. Когда Сергей Александрович смеялся, окружающим хотелось мягко и нежно улыбаться, будто глядишь на проказы милого и счастливого ребенка. По воспоминаниям писательницы и редактора Анны Берзиной. Современник Есенина, писатель Матвей Ройзман, с уважением и искренней радостью делится впечатлением от разговора с Есениным о Дункан и об их отношениях. Сергей рассказывал об Айсидоре с любовью, с восторгом передавал ее заботу о нем. Думается, своим горячим молодым чувством пробудил в Айсидоре вторую молодость. Конечно, не обошлось в этих отношениях и без возникшего у Дункан материнского чувства по отношению к Сергею, который был намного моложе ее. Кстати, когда в разговоре зашел вопрос об ее возрасте, он ответил, что она старше его лет на десять. Я с умыслом упоминаю об этом, потому что в тот год Айсидоре, если взглянуть хотя бы на ее фотографию, можно было дать намного меньше лет, чем было на самом деле. Я уже писал о том, как Есенин любил детей. В этом сказывалась тоска по своим детям, Косте и Тане. Скорбелый и Дункан по своим детям, сыну Патрику и дочери Дердре, погибшим в автомобильной катастрофе. Она работала с детьми, а ведь делать это без любви к ним нельзя. И эта обоюдная любовь к детям сближала Сергея Айсидору. Конечно, их взаимному чувству способствовало и то, что они по существу, как все великие люди, были одинокими, да еще по натуре бунтарями. С умилением рассказывал мне Сергей, как Изодора обожает своих маленьких учениц и считает каждый свой урок праздником. Впрочем, ни об одной любовной паре не было столь противоречивых воспоминаний, как об Айсидоре Дункан и Сергея Есенине. Разница в возрасте, социальном статусе, языке, взглядах на жизнь, все эти факторы вызывали бурный интерес общественности и злых языков, которые нашли в необычном союзе повод для новых сплетен. В отличие от добродушной характеристики Городецкого, поэт Надежда Вольпин, когда-то близкая подруга Сергея Есенина, не столь однозначно в выводах. Она считала отношение Есенина к Дункан излишне расчетливым, при этом упрекая в мнительности. В страстную искреннюю любовь Изодоры я поверила безоглядно, а в чувства к ней Сергея? Сильное сексуальное влечение? Да, возможно, но любовью его не назовешь. К тому же мне, как и многим, оно казалось далеко не бескорыстным. Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой дурачком, покоряющим заморскую царицу. Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж. Тут и увядающая, но готовая воскреснуть слава, и мнимые огромные богатства Дункан. Он получает о нем изрядно перевранный отчет, и эти чуть не ежевечерние банкеты на причистенке для всей театрально-литературной брати. И шумные романы ее в недалеком прошлом, и мужественно переносимая гибель, насильственная, если верить молве, двух ее детей. Если и живет в нем чувство к этой стареющей женщине, то по-своему великолепная, но очень уж опосредованная. И еще добавлю, не последним было здесь и то, что Есенин ценил в Эссидоре Дункан яркую, сильную личность. Думая так, я вспоминала еще весной двадцатого года, сказанные мне Сергеем слова, ведь там, где нет личности, там невозможно искусство. Поэт и мемуарист Рюрик Ивнев так воспринимал Эссидору Дункан. Образ Эссидоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображение. Другой образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага. Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных. Мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Ассидора говорила плохо. В те времена, когда не было гостей, и мы сидели за чашкой чая втроем, Есенин, Ассидора и я. Чуткость Ассидоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все, или почти все, что таилось в душе. Это хорошо понимал Есенин. Он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Ассидору. Она все понимает, все, ее не проведешь. Ко времени встречи с Дункан Есенин был членом поэтической группы иммажинистов. Поэт Сергей Городецкий так вспоминает о тогдашних устремлениях Сергея Александровича. Быт иммажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная Уайльдовщина. С этим своим цилиндром, своим азарством, своей ненавистью к деревенским кудрям, Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. И кто знает, не была ли отчасти подпитана любовь к Дункан стремлением простого в прошлом крестьянского паренька обладать сердцем знаменитой иностранки. Да и ведь недаром в своей книге «Роман без вранья», Анатолий Мариенгоф пишет, Есенин пленился не Айсидорой Дункан, а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней, отяжелевшей, но красивой женщине с искусно окрашенными в темно-красный цвет волосами. Ему было лестно ходить с этим мировым именем по Петровке, появляться в кафе поэтов, на театральных премьерах и слышать за своей спиной шепот, в котором сочетались слова «Дункан, Есенин, Есенин, Дункан». Однако его вдова, актриса Анна Некритина, в гостях, у которой часто бывали Есенин и Айсидора, пишет в машинописи своих воспоминаний «Сразу же, с первого взгляда, Изодора влюбилась в Есенина. Весь вечер они не расставались и уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Это как удар молнии, удар судьбы. Его все в ней полонило, и страсть, и откровенность, и ее слава. Всемирно известная Изодора Дункан влюбилась в него. В ее славе тоже было что-то дополнительно возбуждающее. Франц Элленс, бельгийский писатель, хорошо знакомый и с Эссидорой Дункан и с Сергеем Есениным, предлагает свой взгляд на отношения двух знаменитых людей искусства. В его знаменитом эссе Сергей Есенин и Эссидора Дункан литератор с одной стороны подчеркивает подлинность поэтического таланта Сергея Александровича, а с другой ощущает всю трагичность отчаянного и непредсказуемого романа Есенина и Дункан. Я имел также возможность с некоторым смущением, наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившаяся к закату танцовщицы, показавшаяся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айсидора. Она увезла Есенина в Европу. Она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. Мне вспоминается вечер, когда одновременно раскрылись и драмы этих двух людей, и подлинный характер Есенина. Я пришел, когда они были еще за столом, и застал их в каком-то странном и мрачном расположении духа. Со мной едва поздоровались. Они были поглощены друг другом, как юные любовники, и нельзя было заметить, что они находятся в ссоре. Несколько мгновений спустя Асидора мне рассказала, что слуги отравляют им жизнь, что этим вечером здесь разыгрались отвратительные сцены, которые привели их в смятение. Поскольку его жена показала себя более раздраженной, чем обычно, и утратила то замечательное хладнокровие, то чувство меры, тот ритм, который был основой и ее искусства, и самой ее натуры, что по обыкновению так хорошо воздействовало на поэта, Есенин решил ее подпоить. Никаких дурных намерений у него не было. Я все яснее читал на лице танцовщицы отчаяние, которое обычно она умела скрывать под спокойным и улыбающимся видом. Отчаяние выражалось также и в чисто физическом упадке ее сил. Внезапно Асидора снова подобралась и, сделав над собой усилие, пригласила нас пройти в ее студию, в тот огромный зал, где находилась эстрада и вдоль стен стояли диваны с подушками. Она попросила меня прочитать только что законченный мною французский перевод Пугачева, строки которого это и действующие лица, и толпы народа, ветер, земля и деревья. Я прочитал, хотя и неохотно, потому что боялся испортить своей робостью и неважной дикцией великолепную поэму, одновременно резкую и нежную. Асидора, очевидно, не была удовлетворена моей декламацией, потому что тут же обратилась к Есенину с просьбой прочитать поэму по-русски. Какой стыд для меня, когда я его услышал и увидел, как он читает. И я посмел прикоснуться к его поэзии. Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца. Эта декламация во всей полноте передавала его стиль. Он пел свои стихи, он вещал их, выплевывал их, он то ревел, то мурлыкал со звериной силой и грацией, которые пронзали и околдовывали слушателя. В тот вечер я понял, что эти два столь не схожих человека не смогут расстаться без трагедии. Илья Шнейдер, автор известных мемуаров «Встречи с Есениным», с теплотой вспоминает о начале отношений Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Необычайно романтичное начало их бурного романа пока не предвещало последующей разрушительной страсти. Было заполночь. Я спросила Айсидору, собирается ли она домой. Гости расходились. Айсидора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся, ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айсидора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом. «Очень мило», сказал я. «А где же я сяду?» Айсидора, смущенная и виновата, взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айсидора приехала на вечер вместе. Может, в своем неведении даже приревновала Айсидору. Я пристроился на облучке почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айсидоры. Пролетка тихо протарахтела по садовым, уже освещенным первыми лучами солнца. Потом за Старосмоленским свернула и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому переулку, выходящему на Пречистинку, а очутилась около Большой Церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевезти что-то. Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айсидорой в пролетке. Дункан, не выносивший медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнул и протянув знаменитое «ноу», успокоился. Айсидора снова попросила поторопить его. Вся процедура повторилась с прежним результатом. «Вы не то говорите ему», рассердилась Айсидора, «вот Езенин», она так произносила его фамилию, «говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро». Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он где не кислое молоко везет, и даже поинтересовался, не крысу ли он удавил на вожжах, но и это не помогло. «Нет-нет», сказала Айсидора, «это не те слова. Езенин говорит что-то очень короткое, энергичное, я не могу вспомнить, ну, вот как при игре в шахматы. После этого они сразу гонят лошадей». Помнится, я все же не рискнул применить этот лексикон в присутствии Айсидоры. Но в то первое утро ни Айсидора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого. «Эй, отец!» тронул я его за плечо, «Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг Аналоя, третий раз едешь». Есенин встрепенулся и, узнав, в чем дело, радостно рассмеялся. «Повенчал!» раскачивался он в хохоте, ударяя себя по колену и поглядывая смеющимися глазами на Айсидору. Она хотела узнать, что произошло, и когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула «Марьяж!» Наконец, извозчик выехал чистым переулком на Пречистинку и остановился у подъезда нашего особняка. Айсидора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались. Айсидора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь. «Иля Ильич, чай?» «Чай, конечно, можно организовать», сказал я, и мы все вошли в дом. Также Шнейдер подробно описывает совместную поездку Дункан и Есенина к юным дунканятам, воспитанникам Айсидоры. Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвинова, машина то и дело стала останавливаться на проселке и, наконец, въехав уже в сумерках в лес, села диффером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно, далеко впереди, забрежали какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев. Это розовое сияние быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно, несших в хрустальном гробу белоснежку. Факелы приближались, и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший, кричавший и осветивший радостные лица и сияющие глаза дунканят в их красных туниках и со смолеными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к нам их Айседору. А она, как завороженная, смотрела расширившимися счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья. Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и Есенину, потащили их в парк. Взволново насмотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом. В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать. Образно, коротко и в то же время емко высказана причина неизбежного соединения двух судеб исследователями творчества Есенина Станиславом и Сергеем Куняевыми. Их встреча была, что называется, предрешена. С первого мгновения они ощутили не просто взаимную душевную близость. Нет, это была встреча особей одной человеческой породы, одного типа. Оба искали того, чего в мире нет, строили свою жизнь по образцу выстроенных ими воздушных замков. И потянулись они друг к другу не столько, как мужчина и женщина, сколько, как два человека схожего душевного склада. Каждый ценил друг в друге нечто высшее, чем, собственно, мужское или женское. Они были очарованы друг другом с первой же минуты. Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли. Сергей Городецкий, поэт, билетрист, переводчик. Уже после ухода Есенина от Дункан, принимая поэта у себя в доме, Галина Бенеславская, литературный секретарь Есенина, так писала в своих подробных, хотя во многом и пристрастных воспоминаниях. Я стала спрашивать о Дункан. Какая она? Кто? И так далее. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу, говорил также о своем отношении к ней. Была страсть и большая страсть. Целый год это продолжалось. А потом все прошло, и ничего не осталось, ничего нет. Какая страсть была. Ничего не видел. А теперь, боже мой, какой же я был слепой. Да, она меня очень любила, и я знаю, любит. А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много нежности. Во время разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за нее. В таком случае не надо порывать с ней. Он твердо, прямо и отчетливо сказал, нет, это совсем не так. Там для меня конец, совсем конец. К Дункану же ничего нет и не может быть. Пусто, понимаете, совсем пусто. Я рассказала ему свои сомнения. Галя, поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда нужно, а не толкать меня обратно. Отношения Бенеславской и поэта Есенина складывались непросто. Сергей Александрович несколько раз сходился с Галиной, но быстро порывал отношения. По наиболее распространенному мнению современников, литературный секретарь и подруга претендовала на главную роль в жизни Сергея Есенина. Именно поэтому она оставила резкие мемуары о своей жизни и общении с литературной богемой, а после смерти Есенина вскоре совершила самоубийство. По мнению жены Мариенгофа Анны Некритиной, еще в самом начале, в момент зарождения чувства, окружающие наблюдали явный перекос отношений в сторону опеки, постоянного контроля над Сергеем Есениным. Конечно, это шло исключительно от страсти, захватившая Сидору. Но в машинописи своих мемуаров актриса вторит Бенеславской. Ему от Дункан некуда было деться, она везде его настигала. Повторяю, со всей откровенностью, даже с бесстыдством. Она ничего не стеснялась, и в этом была ее сила, ее право. Я помню, Новый год встречали у Изодора. Есенин убегает к Якулову и вызывает нас туда по телефону. Мы приезжаем. Дункан приезжает вслед за нами. Через другой ход мы сбежали домой. Она приезжает за нами домой. Звонки, звонки. Соседи ей говорят, что нас нет. Прислушиваемся. Тихо. Ушла. Мне было ужасно жалко ее тогда. Изодора ведь была намного старше нас. Женщина она была замечательная, умная, образованная и, в конце концов, победила Есенина. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистинку к Дункан. Поэт Элизабет Стырская предлагает свое нестандартное видение личности Есенина. Широкая русская натура, понятие литературное, как явление душевное, это карамазовщина. Поэт всегда одинок, а Есенин был поэтом, «Друзья Есенина», на это он отвечал, «Средь людей я дружбы не имею», а также многими другими строками своих стихов. Однако русский человек любит общество, Есенин боялся одиночества, окруженный шумной толпой кажущихся друзей и собратьев по цеху поэтов, замкнулся в своем одиночестве. Больше чем женщин, больше чем родину, больше чем семью, Есенин любил славу и не хотел ни с кем ее делить. Он относился к ней с недоверием, он был ее рабом. Он дрожал над ней, он готов был для нее на жертвы, он хотел всегда купаться в славе. А у Дункан была слава, шумная, немеркнущая мировая слава. Эта слава гипнотизировала Есенина, и к ней он ревновал Асидору. А с кем делила славу она? На столе у нее стоял Дункан объясняет одному из гостей, что Гордон Крэг гений. Из всей этой тирады Есенин понял только слово гений. Есенин в ярости. Он смотрит на портрет и тотчас же решает удалиться. Это не ревность любовника. Есенина любят, Гордона Крэга любили. Есенин молод, Гордон Крэг стар. Это соперничество в славе. Есенин не выносил чужой славы. Поэт вообще не любил ничего чужого. Чужое враждебно, чужое непонятно, чужое кажется ему смешным, и это тоже по-русски. Айседора Дункан чужая, любимая, но чужая. Все чужое нужно победить и положить у ног своих. Все чужое нужно обуздать. Это идет еще с татарских времен. Так начались великие русские мучения Айседоры Дункан. Но все имеет свои границы. Айседора терпела, Айседора любила. Россия 1921 года была храмом, двери которого были открыты для всех верующих. Пафос революции реял над миром, как чудовищный пропеллер, несущий с собой загадку. Ожидали воскрешения человечества. Презиравшая дремотное состояние европейской сцены, Айседора Дункан, великая энтузиастка своего искусства, устремилась в Россию. Ей чудились московские площади, на которых массы разыгрывали гигантские мистерии своего освобождения. Она хотела видеть детей рабочих и крестьян, танцующих танец свободы. Она хотела научить их. Она знала, что арена освобожденного искусства там, где свобода. Все это она написала русскому революционному правительству и получила исполненный пафоса короткий ответ на языке революции. «Только русский революционный народ может понять вас. Приезжайте к нам, мы дадим вам возможность жить и работать». Она ответила кратко «Согласна». И она поехала. По мнению многих и многих друзей и знакомых Есенина, после знакомства с Айседорой Дункан, поэт словно отравился ядом. Вот как белый эмигрант Петр Моргани описывает последний роман Айседоры и ее приятеля. Польщенный и обвороженный поначалу, Сергей стал тяготиться скоро назойливой страстью стареющей женщины. Близость срывает драгоценную вуаль таинственности, за которой женщина может казаться иной, чем она есть на самом деле. Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальное. Под влиянием момента она способна была на все, но не думаю, что ее переживания носили глубокий и длительный характер. По словам Маргани, Сергей однажды сказал следующее «Каюсь». Сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность. Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны. По мнению исследователей творчества Есенина, историков литературы Станислава и Сергея Куняевых, схожие чувства, когда близость срывает вуаль таинственности, очень скоро стал испытывать и Есенин, но выражал его далеко не столь изысканно. Привычный радостный шум гостей и приятелей могла прорезать бешеная матерная тирада. Все радостно замирали. Только Айседора радостно всплескивала руками, как бы наслаждаясь вспышкой есенинского гнева и необычным русским лексиконом, который она тут же начинала перенимать. Все это еще больше бесило поэта, и он то начинал прилюдно издеваться над своей возлюбленной, то еще с большим угрюмством принимался пить водку, то заставлял Айседору танцевать. В разговорах с приятелями Есенин говорил о своих чувствах к Дункан весьма пространно. «Любит меня, чудная какая-то, добрая, славная, да все у нее как-то не по-русски». Максим Горький вспоминал, когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин. «Очень хороши, Рошин», растроганно говорила она, «такой ух не бывает». Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал, «Не смей целовать чужих!» Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтобы назвать окружающих людей чужими. Существует лиричная любовная записка Айсидора к Есенину, которую она продиктовала секретарю Шнейдеру в начале знакомства в ноябре 1921 года. «Если существует опьянение от вина, то существует еще и другое. Я сегодня была пьяна, потому что ты подумал обо мне. Если Бахус окажется не сильнее Венеры, то приходи сегодня со своими друзьями ко мне на спектакль». Матвей Ройзман, поэт, писатель, мемуарист, говоря, в общем-то, об обмане со стороны Айсидоры, проявляет понимание причин такого ее поступка. Правильный год рождения Дункан 1878. Шнейдер поправил эту цифру на 1884, то есть омолодил Дункан на 6 лет, и по паспорту ей было всего 38. Она и выглядела не старше. Влюбленный в Айсидору Сергей торжествовал, понимая, что его мечта о сыне сбудется. Конечно, можно возразить, что Есенин все-таки знал, сколько лет Айсидоре. От кого он мог это узнать? Он был настолько тактичен, что никогда не задал бы подобного вопроса любимой женщине. И какая женщина, особенно артистка, ответит на это правдиво, да еще влюбленному поэту, который намного лет моложе ее? Понятно, что по той же причине у друзей и знакомых справок Сергей тоже не наводил. И зачем это нужно, когда есть официальный точный документ, паспорт? Французский скульптор Эмиль Антуан Бурдель с восхищением вспоминает об Айсидоре. Айсидора воплощение пропорции, подчиненной стихийному чувству. Она смертна и бессмертна. И оба ее лика представляют закон божественного начала, который дано человеку постигнуть и слить со своей жизнью. Музы, изваянные мной на фасаде театра, театра Елисейских полей, родились в моем сознании, пока я следил за пламенным танцем Айсидоры. Она была главным моим источником. Вы ведь узнали Айсидору Дункан на моем фризе рядом с задумчивым Аполлоном, чья лира вдохновила ее волшебный танец. За что судьба обрушила свой дар на ее любящее материнское сердце, поразив двух детей, в которых она мечтала увидеть продолжателей своего искусства? «Я танцую в душе», признавалась она, «Ее величие еще возрастет. Искусство — это вечная борьба. Айсидора страдает за всех. Гений несет ей трагедию из вечной удел поэтов. Элизабет Стырская Глаза Айсидоры были похожи на мыльные пузыри, но играющие всеми цветами радуги мыльные пузыри. Величиной с миндалин урод, прямой нос римлянки с крутыми ноздрями великой грешницы, немного тяжелые плечи, высокая шея, полноватый корпус и легкая гармоничная походка танцовщицы. Большой холодный лоб и массивная нижняя челюсть отличали современную женщину, думающую, беспокойную, энергичную. Она сняла со своих шелковых туфель мягкие калоши, форма которых меня сильно удивила, и кокетливо повесила их у вешалки на торчащие стены гвоздь. На ней был короткий, расстегнутый жакет из соболей, вокруг шеи необыкновенно прозрачный длинный шарф. Сняв жакет, она осталась в строгой греческой тунике красного цвета. Коротко остриженные волосы были медно-красного цвета. Привыкнув к античным позам, она полулежа расположилась на софе. И сразу же этот уголок расцвел всеми красками осени. Илья Шнейдер, журналист и директор администратор балетной школы студии Дункан вспоминает. На письменном столе Айседоры лежали Эмиль Жан-Жак Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик мыслей Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась. Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшими на нее с картины, висевшей на стене. Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину. Айседора утверждала, что один из трех ангелов вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое. А Есенин, сидя в комнате Айседоры за ее письменным столом в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло, щелкнув пальцем по стеклянной груши, погасил ее. Элизабет Стырская в диалоге с Есениным обнажает противоречивость чувств, которые еще даже нить бы уже терзали поэта. «Что с тобой, Сергей? Любовь? Страдание? Безумие?» Он посмотрел на меня из-под лобья и сказал тихо, запинаясь и тяжело вздыхая. «Не знаю. Ничего похожего с тем, что было в моей жизни до сих пор. Асидора имеет надо мной дьявольскую власть. Когда я ухожу, то думаю, что никогда больше не вернусь, а на завтра или послезавтра я возвращаюсь. Мне часто кажется, что я ее ненавижу. Она чужая. Понимаешь, совсем чужая. Смотрю на нее, и мне почти смешно, что она хочет быть моей женой. Она? На что мне она? Что я ей? Мои стихи, мое имя, ведь я Есенин. Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню. А она любит греческие вазы. Ха-ха-ха. В греческих вазах мое молоко скиснет. У нее такие пустые глаза. Чужое лицо, жесты, голос, слова. Все чужое. И все-таки я к ней возвращаюсь. Она умна. Она очень умна. И она любит меня. Меня трогают ее слезы, ее забавный русский язык. Иногда мне с ней так хорошо, по-настоящему хорошо, когда мы одни, когда мы молчим, или когда я читаю ей стихи. Не удивляйся, я прочел ей много стихов, она понимает их, ей Богу, понимает. Своей интуицией, любовью. Она меня очень любит. Не думай, что я из-за денег, из-за славы. Я плюю на это. Моя слава больше ее. Я Есенин. Денег у меня было много и будет много. Что мне нужно? Ее? Все это мерзкие сплетни. Это все завистники, желающие половить рыбку в мутной воде. Все это меня оскорбляет. Я ко всем холоден. Она стара, ну, если уж. Но мне интересно жить с ней, и мне это нравится. Знаешь, она иногда совсем молодая, совсем молодая. Она удовлетворяет меня и любит, и живет по-молодому. После нее молодые мне кажутся скучными, ты не поверишь. Анна Абрамовна Берзень, журналист и близкий друг поэта Есенина, не стесняется даже грубых слов по отношению к танцовщице Айсидоре Дункан. С беспощадностью, присущей исключительно молодости, Берзень описывает заключительный номер Дункан. То ли я была плохо настроена, то ли я ничего не поняла. Но от выступления Дункан я ждала большего, и насколько большего. Я видела и старую опустившуюся гру, и излишне жирные, дрожавшие при каждом движении ляжки, искованную порывистость, которая не могла быть и легкой, и изящной, годы брали свое. Да и публика посмеивалась, отпуская далеко нелестные замечания. Впрочем, меня это только сердило. Я привыкла уважать таланты. Советский писатель Максим Горький, чье отношение к поэзии Есенина было то восхищенным, то равнодушным, в тон Анне Абрамовне остался разочарован очередным выступлением Асидоры Дункан. Ее пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости. Пожилая, отяжелевшая, с красным некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов в Европе, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, явилась совершеннейшим олицетворением всего, что было ему не нужно. Интересными, во многом неожиданными, являются воспоминания журналистки и переводчицы Лолы Киннелл. Полная, средних лет женщина, в неглиже цвета семги, грациозно полулежала на кушетке. У нее была маленькая головка с тициановскими кудрями, красивый, но жестокий рот и сентиментальные глаза. При разговоре она проглатывала или комкала слова. Когда она поднялась и стала двигаться по комнате, я увидела, что она вовсе не полная и не средних лет. Она была прекрасна, непостижимая природная грация сквозила в каждом ее движении. Это была Айседора. Через некоторое время из соседней спальни вышел молодой человек в белой пижаме. Он выглядел как русский танцовщик из американского водевиля. Тускло-золотые вьющиеся волосы, наивные глаза васильковой голубизны, сильное мускулистое тело. Это был Есенин. Позднее я обнаружила, что он отнюдь не наивен. Он был достаточно лукав, подозрителен и инстинктивно умен, впечатлительный как ребенок, полный противоположностей, крестьянин и поэт вместе. А вот таким ей запомнилось чтение стихов Есенина. Там же в Брюсселе я впервые услышала, как Есенин читает публики. До этого мне уже приходилось слышать, как он декламировал что-нибудь из своих стихов. Это было время, когда мы с трудом пробирались по одной из книжек его лирики, которые издавались в Берлине. Мне кажется, он читал, чтобы испытать меня. Он пристально всматривался при этом в мое лицо, следя за малейшим его изменением. Не очень-то доверяя впечатлениям других, он имел необыкновенную способность уяснять все самостоятельно. Его глаза суживались, превращаясь в голубые щели, и он пристально следил за собеседником, задавая наивные вопросы и разыгрывая из себя простачка. Иногда он вдруг обращался ко мне с каким-нибудь пустяшным вопросом. Спрашивал, например, о моих литературных вкусах, а потом в разгар беседы хватал лист бумаги и читал, все время наблюдая за мной. Читал он хорошо, в совершенстве владея голосом, интонацией, выражением. Искусствовед Бобинчиков живо и красочно, но достаточно беспощадно описывает встречу с семейной парой. После ужина он согласился по просьбе Айсидоры почитать. Он ушел в дальний угол комнаты, повернулся к нам лицом и начал. Он взял отрывки из своей драматической поэмы Пугачев, этого рассказа о знаменитом казачьем мятежнике. Пугачев считается наиболее важной работой Есенина и представляет собой незаконченную драму в восьми сценах. Мы сидели молча. Долгое время никто из нас не мог поднять рук для аплодисментов, потом они разразились вместе с диким шумом и криком. Только я один знал русский и мог понять смысл, почувствовать мелодичность его слов, но все остальные восприняли силу переживаний и были потрясены до глубины души. Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги, и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Асидоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта. По-русски Дункан знала всего несколько слов. Красный карандаш, синий карандаш, яблоко и луначарский, который произносила, как ребенок, забавно коверкая и заменяя одну букву другой. Поэтому и разговор наш, начатый таким образом, велся ощупью, пока мы не догадались, наконец перейти на французский язык. Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах, о том, что какой-то ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снег, что один русский артист обещал ей подарить настоящие петит реном, еще что-то, все в том же кокетливо наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полурежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная. Известная актриса Алиса Конан, как умная женщина и по роду своей профессии, сумела разглядеть в поведении Дункан нарочитость и игру. Она умела разыграть роль слабой и отчаявшейся женщины, униженной русским гениальным дикарем и ради своей любви к нему прощающей все унижения. Алиса Конан вспоминает, как однажды она и Таиров, только что приехав вечером в Берлин, подымались по лестнице отеля Кайзерхофф. Сверху вниз по ступеням пронесся вниз в цилиндре и в крылатке Есенин, а наверху в коридоре они увидели басую, в халате, плачущую Дункан, тихо повторявшую то ли для себя, то ли для других возлюбленная Есенина Миклашевская встретилась с Дункан уже в пору ее разрыва с Есениным. Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой, Марингов, Некритина, Соколов, в то время актер Камерного театра. Позвонила Дункан, звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут. Мы не одни. А ты не захочешь к нам приехать? У нас Миклашевская. Миклашевская? Очень хочу. Сейчас приеду. Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями. На ногах золотые сандалии и кружевные чулки. На голове зеленая челма с разноцветными камнями. На плечах не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король. Она смотрела на меня и говорила, «Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы». И вдруг сорвала с головы челму. Произвела впечатление на Миклашевскую, теперь можно бросить. И челма полетела в угол. После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться. Так она была обаятельна. Вся Европа знает, что Есенин был мой муж. И вдруг первый раз запел про любовь вам. Нет, это мне. Там есть плохое стихотворение. Ты такая ишь простая, как все. Это вам. Болтала нам много, пересыпая французские фразы русскими словами и наоборот. То, как Есенин за границей убегал от нее. То, как во время ее концертов напевает Шопена, танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То, как белогвардейские офицеры, официанты в ресторане пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их. Вы здесь находитесь в качестве официантов. Выполняйте свои обязанности молча. Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая. Я не хочу уходить. Мне некуда уходить. У меня никого нет. Я одна. Воспоминания поэта, прозаика, переводчика Рюрика Ивнева. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая настроенную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне, познакомься, это моя жена Айседора Дункан. А ей он сказал, это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам. Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке. Я много слышал и очень рада ознакомить. Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и мужем дочери Шнейдером. Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства, та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще не ясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле уловимое любование своим европейским блеском, безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывает трость с костяным набалдашником из одной руки в другую. Публика, находившаяся в кафе, узнав Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло ускользнуть от Есенина. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне, «Ты еще не обедал? Поедем обедать. Где хорошо кормят?» Ивнев в своих воспоминаниях предстает как человек тонкий и очень внимательный к людям и их характерам. Это особенно проявилось в его воспоминаниях об Айседоре. Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти, как бы раздвоенном. Один образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображение. Другой образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага. Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных. Мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо. В те времена, когда не было гостей, и мы сидели за чашкой чая втроем, Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника. И не только мимолетные, но и все, или почти все, что таилось в душе. Это хорошо понимал Есенин. Он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору. Она все понимает, все, ее не проведешь. Жена Алексея Толстого, Наталья Крандиевская-Толстая, вспоминает. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливые содрогания. Говорят, что она никогда не ездила в поездах. Айседора вообще была женщина со странностями, несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее и у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу. Айседора, например, утверждала, большинство общественных бедствий от того, что люди не умеют двигаться, они делают много лишних и неверных движений. Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво. Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник. Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось, присыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном перу? Ей было лет 45. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства. В воспоминаниях бельгийского поэта, друга Есенина, Франция, Элленса, чувствуется неподдельная тревога за них обоих. Я видел его каждый день, то в небольшом особняке Айседоры на улице Помп, то в отеле Крион, где супружеская чета спасалась от сложностей домашнего быта. Если в Крионе Есенин производил впечатление человека светского, нисколько не выпадающего из той среды, которая казалась столь мало для него подходящей, то в будничной обстановке маленького особняка он представал передо мной в своем более естественном облике и, во всяком случае, на мой взгляд, выглядел человеком более интересным и более располагающим к себе. Я имел также возможность с некоторым смущением наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившаяся к закату танцовщицы, показавшаяся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айседора. Она увезла Есенина в Европу. Она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. У нее не было никаких иллюзий. Она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо тот род любовной опеки, который ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием. Сложное отношение к поэту было у Максима Горького, что не мешало ему быть очень внимательным чисто по-человечески к Сергею Есенину. Через 6-7 лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире Алексея Николаевича Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян. Как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им. Его сопровождали Асидора Дункан и Кусиков. Тоже поэт, сказал о нем Есенин тихо и с хрипотой. Около Есенина Кусиков весьма развязанный молодой человек показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы». Но я не люблю, не понимаю пляски от разума и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню, было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтобы согреться, выскользнуть из холода. Благодаря подробным воспоминаниям Шнейдера известны подробности бракосочетания Есенина с Дункан и первого их совместного полета на самолете. Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более, что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней полиции и нравов, да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с Андреевой и Горьким, только потому, что они не были повенчаны. Ранним солнечным утром мы втроем отправились в ЗАГС Хамовнического совета, расположенный по соседству с нами в одном из Причистинских переулков. ЗАГС был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию Дункан Есенин. Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта. Она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Асидоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей. «Теперь я Дункан!» кричал Есенин, когда мы вышли из ЗАГСа на улицу. Накануне Асидора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский паспорт. «Не можете ли вы немножко тут исправить?» еще более смущаясь, попросила она. «Я не понял». Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся. Передо мной стояла Асидора, такая красивая, которую я впервые около года назад увидел в квартире Гельца. Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью. «Ну, тушь у меня есть», сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. «Но, по-моему, это вам и не нужно». «Это для Езенин», ответила она. «Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре не будет нужен, я получу другой». Я исправил цифру. Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролетать. Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час. Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами. Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится. В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин очень бледный, облачился в мешковатый костюм. Дункан отказалась. Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг схватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием. В случае ее смерти наследником является ее муж, Сергей Есенин Дункан. Она показала мне текст. «Ведь вы летите вместе», сказал я, «и если случится катастрофа, погибнете оба». «Я об этом не подумала», засмеялась Асидора и быстро дописав фразу «а в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан». Поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей. Наконец супруги Дункан Есенины сели в самолет, двинулся по полю. Вдруг в окне там были большие окна, показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзину с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным. Поэт-авангардист Моррис Мендельсон большое место в своих воспоминаниях уделяет вызывающему безразличию Есенина к Америке. Но все же не в обстоятельствах личной жизни Есенина таились главные причины столь удивившего меня, вызывающего отсутствие интереса поэта к Америке. Да и точно ли это было равнодушие? Ответить на мучивший меня вопрос я не имел возможности на протяжении долгого времени. Я мог только удрученно строить догадки, которые сам же был вынужден позднее признать не вполне обоснованными. Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды. Всю правду я понял только позднее. Но это уж не моя заслуга. Вскоре после возвращения из США Есенин опубликовал в «Известиях цикл очерков, дав ему поразительное по глубине и силе мысли название «Железный миргород». Читая их, я понял, что поэт был далек от безразличия к самой крупной на земном шаре арене собственнических страстей. Скорее наоборот, он был потрясен увиденным. И вовсе не просто как вчерашний крестьянин, попавший в царство машин, бытовала в свое время и такая версия. Нет, это было иное чувство. Яростная неприязнь к миру буржуазной бездуховности, где человек становится жертвой индустриального кризиса и вызывающей рекламы. Конечно, это ясно всякому читателю «Железного миргорода», но я, смею думать, ощутил пафос этой книги с особенной остротой, ведь я видел Есенина в Америке. Бурлюк, не понимая, в чем дело, снова и снова, как бы беря на себя обязанности полномочного представителя Америки, что-то повторял о достопримечательностях, а Есенин все явственнее раздражался. И когда Давид Давидович в который раз повторил «Так что же Сергей Александрович желал бы увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?» Есенин наконец-то взорвался. Он вскочил с места, пробежал по комнате, затем в неожиданно категорической форме от первоначальной куртуазности не осталось почти следа, объявил «Никуда здесь он не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем». Поэт и политический деятель Лев Повицкий, близкий товарищ Сергей Есенина, также уделяет этой теме место в своих воспоминаниях. Блестящая внешность капиталистической Америки не ввела в заблуждение Есенина. В известиях в номере 187 за 1923 год Есенин окрестил эту страну доллара и бизнеса «железным миргородом» как символ убогого бескультурья и духовного застоя. В своем беспощадном обличении пустоты и гнилости американского частнособственнического мира Есенин полностью стал на позиции Горького и Маяковского. Удивление наблюдается и в воспоминаниях Ивнева на эту тему. 24 августа 1923 года задолго до назначенного часа народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом. Но вот вечер, наконец, начался. Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим докладом и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною обладела какая-то неясная, но глубокая тревога. Франц Эллинс, уникальная личность в литературной среде Бельгии, посвятил немало строк своих воспоминаний взаимоотношениям Сергея Есенина и Осидоры Дункан и особенно личности Сергея Александровича. По меткому замечанию Горького, не столько человеке, сколько органе, созданном природой исключительно для поэзии. В 1922 году, во время пребывания Есенина в Париже, я познакомился с этим странно молодым человеком, угадать, в котором поэта можно было лишь после длительного наблюдения. Тривиальное определение молодой человек не подходит к нему. Вы видели изящную внешность, стройную фигуру, жизнерадостные выражения лица, живой взгляд, и казалось, что все это изобличает породу в самом аристократическом значении этого слова. Но под этим обликом и манерой держать себя тотчас обнаруживалась подлинная натура этого человека, та, что выразилась в исповеди хулигана. В резких жестах руки, в модуляциях голоса, временами доходящих до крика, распознавался табунщик, мальчик нецивилизованный, свободный, полный безотчетных влечений, которого с трех лет отпускали в степь. Он не рассказывал, как однажды его дядя, вместе с которым он жил, сел верхом на лошадь, посадил и его тоже верхом на кобылу и пустил ее вскачь. Свою первую верховую прогулку поэт совершил галопом. Вцепившись в гриву лошади, он с честью выдержал испытания. В этом весь Есенин, человек и поэт. Есенина надо искать в самих его истоках, корнях его родины. Когда я впервые увидел его, его элегантность в одежде и совершенная непринужденность в манере держать себя на какой-то миг ввели меня в заблуждение, но его подлинный характер быстро раскрылся мне. Эта элегантность костюма, эта утонченная изысканность, которую он словно бы нарочно подчеркивал, были не более чем еще одной и не самой интересной ипостасью его характера, сила которого была неотделима от удивительной нежности. Будучи кровно связан с природой, он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия. Думается, можно сказать, что в равной степени подлинными были оба Лика Есенина. Этот крестьянин был безукорезненным аристократом. Впрочем, он сам с удовольствием подчеркивал этот контраст или, лучше сказать, единство и охотно хвастался в стихах, что ходит в цилиндре и лакированных башмаках, но тотчас возвращался к своим валенкам и шапке. Это было в то время, когда я вместе со своей женой переводил его стихи. Чернявский, один из ближайших друзей Есенина Петроградского периода, встретился вновь с другом, уже женатым на очень непростой, необычной женщине. Мое недоверчивое удивление по поводу его близости с Эсидорой Дункан вызвало с его стороны целый ряд теплых и почти умиленных слов об этой женщине. Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень, поразивший Дункан сходство с ее маленьким погибшим сыном. Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина, но вся седая, под краской, вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала. Но безграничное безумство Дункан, ревнивый и требовательный, не отпускавший от себя Сергея ни на минуту, утомили его. Он говорил, что как вор бежал от нее на океанском пароходе, ожидая погони, чувствуя, что не в силах более быть с нею больше под одной крышей. Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айсидора задумывает большую поездку по Греции. Выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают, веселой большой компанией, с места до места в автомобилях. На утро завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц, легонький флирт. Айсидора, заметив это, встает вся красная и объявляет повелительно, в Афины не едем. Все в автомобиле, едете назад. Так Сергей и не побывал в Греции. Поэт и прозаик, эмигрант Ирина Адоевцева, была шокирована поведением экстравагантной пары. Она вспоминает страшный кутеж Дункан и Есенина в Берлине с деревенскими частушками, дикими танцами и финальной пьяной бранью Сергея Александровича в сторону Айсидоры. Весело? Нет, здесь совсем не весело. И не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из-за навешанных бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе и даже хрустальная люстра светится как-то истерически среди дыма от папирос. Современный французский биограф Дункан Марис Левер написал о запутанных отношениях русского поэта и западной танцовщицы. Частная жизнь Айседоры и Сергея в Берлине немногим отличается от той, которая была в Москве. Насилие, нежность, любовь, ненависть, объятия, слезы, побои, раскаяние. Осознают ли они сами, что делают? Благодаря алкоголю они живут вне правил и норм. Избегают друг друга и ищут друг друга. Сталкиваются друг с другом, как два дрейфующих плота. Сергей всегда выходит победителем из этих жестоких стычек лишь потому, что он чувствует себя беспредельно любимым и не боится мести со стороны своей жертвы. Инстинктивно он понимает, что на его грубость ему ответят любовью, а каждый его удар кулаком будет оплачен ласками и подарками. Как опытный осквернитель, как поэт, видящий невидимое, он рассчитывал на радость униженного и не ошибался. Литературовед Валентина Пашинина выдвигает свою оригинальную трактовку отношений Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Айсидора всегда была поборницей свободной любви. В молодые годы не связала себя браком даже с теми мужчинами, от которых имела детей. Отцом дочери Айсидоры Дункан Дейдре был Гордон Крэг. Патрик был сыном короля швейных машин Париса Зингера. Во Франции этой фамилии как Санже. Я поклялась, что никогда не позволю себя унизить браком и довести до этого постыдного состояния. Я свято сдержала эту клятву, хотя это стоило мне разрыва с матерью и всеобщего осуждения. Зачем потребовалось ей теперь в России поступиться своими убеждениями? Разве не понимала, что подвергнет себя осуждению насмешком? Скажут, в старости нужна опора. Да разве Есенин годился для этой роли? Нет, Айседора сама для Есенина стала опорой. Брак нужен был Есенину. Этот документ давал ему возможность осуществить заграничное путешествие, и Айседора пошла на жертву ради Есенина. Подтверждение можно найти в письмах Дункан Ивану Старцеву. Не думайте, что во мне говорит влюбленная девчонка. Нет, это преданность и материнская заботливость. Такие слова часто можно было слышать от нее. Разве Айседора не понимала, как она выглядит рядом с юным Сергеем, что думают другие, глядя на их пару? Вспоминает любовь Белозерская Булгакова. Я сидела рядом с Дункан и любовалась ее руками. И вдруг, совершенно внезапно, она спросила меня по-французски, «Мы вместе смешная пара?» Мне показалось, что я ослышалась. До того в ее устах вопрос был невероятен. Я ответила, «О, нет, наоборот!» Так иногда совершенно чужого легче спросить о чем-то интимном, чем самого близкого, тем более, если думаешь, что никогда с ним больше не встретишься. Через год Айседора, принявшая советское гражданство, пишет Ирме из Берлина в Москву, «Я не могу добиться паспорта в здешнем посольстве. Пожалуйста, сделай все, что необходимо, чтобы добыть этот паспорт для меня, а также развод от Сергея Александровича. Бог да благословит его, но для мужа он не годится». Она давно убедилась, что гении не годятся в мужья. «Крэг плохой муж, плохой супруг. Крэг пишет, пишет, работает, работает. Плохой муж. Крэг гений». Она часто повторяла, «Есенин гений». Айседора спасала гения, окружала его трогательной заботой, была нежна, терпелива. По свидетельству Бобинчикова, понимала поэта и своеобразно пыталась облегчить заметно росшее в нем состояние отчаяние. Думается, встреча Есенина с Дункан не была пустым романом, а, судя по многому, она оставила глубокий след в жизни поэта. Айседора объясняла, когда двое граждан Советской России хотят жить вместе, они при желании только расписываются в книге записей гражданских актов, причем эта подпись ни к чему никого не обязывает, и каждый из них волен в любой момент идти куда ему угодно. Вот только такой брак является единственным мыслимым, на который согласится свободомыслящая женщина, и это единственная форма брачного контракта, под которой я когда-либо дала бы свою подпись. Не в малой степени не оскорбляя Есенина, Айседора дала понять, что никогда не рассчитывала на длительные серьезные отношения, что брак этот никого ни к чему не обязывал. Сказанное подтверждает и Мэри Дести. Айседора знала, что есть единственный способ вывести его, Сергея, из России, а именно поступиться своими убеждениями относительно брака и стать его женой. Илья Шнейдер пишет Есенину письмо, очевидно, в 1923 году после возвращения из-за границы, упрекает его в неблаговидных поступках, в безнравственности и неблагодарности. Да что там неблагодарности, слишком мягко сказано, просто хамском отношении к Айседоре. Среди прочих упреков есть такой. А с какими жертвами и ужасными трудностями она вывезла тебя во Францию, Италию и Америку? Я имел возможность видеть все, что Изодора для тебя сделала, но я не вижу, что твоя так называемая любовь сделала для нее. Изодора защищала тебя везде. Я читал замечательные статьи, написанные ею в твою защиту. Из статьи Айседора Дункан Я вывезла Есенина из России, где условия его жизни были чудовищно трудными, чтобы сохранить его гений для мира. Он возвращается в Россию, чтобы сохранить свой рассудок, и я знаю, что многие сердца по всему миру будут молиться со мной, чтобы этот великий и наделенный богатым воображением поэт был бы спасен для своих будущих творений, исполненных красоты, в которой мир столь нуждается. Поведение Айседоры при всей сложности обстоятельств ее отношения с Есениным характеризовалось преданностью, терпимостью. Из воспоминаний о времени заграничного европейского путешествия Дункана Есенина особый интерес представляют заметки Лолы Киннелл, переводчицы, сопровождавшей семейную пару в их европейском турне. Киннелл можно назвать человеком тонко чувствующим других. Она передает атмосферу напряженности, какого-то надрыва в отношениях. Причиной служат сильные желания Айседоры привязать к себе Сергея Александровича, то есть желание быть с ним постоянно вместе, что вызывает у поэта обратный эффект. Он рвется из этих пут грубо и решительно. Вот, например, один из эпизодов семейной жизни, подтверждающий это. Разговор, в котором мне пришлось принять участие на следующее утро, был самым ужасным из всей моей переводческой практики. Едва я вошла в комнату, как тотчас поняла, что идет серьезная беседа, и Айседора с Есениным на этот раз никуда не собираются. Есенин сразу же обратился ко мне с явным чувством облегчения. «А, вот и мисс Киннелл, переведите». И он откинулся на спинку стула с деловитой готовностью. «Когда мы приедем в Париж, я хочу иметь свой собственный ключ, хочу уходить и приходить, когда мне вздумается, гулять в одиночестве, если мне захочется». «В чем дело?» спрашивала Айседора. Я переводила, избегая ее взгляда, смотря прямо перед собой. «Никаких этих чертовых приказов! Я не больной и не ребенок, скажите ей это!» Я переводила с некоторыми видоизменениями. Айседора молчала, Есенин немного помолчал, потом продолжал. «Я не собираюсь ходить вокруг да около, обманывать. Я хочу полной свободы, других женщин, если вздумается. Если она хочет моего общества, я останусь у нее в доме, но не потерплю вмешательства». Именно тут я пришла в отчаяние и закричала. «Я не могу ей так говорить, Сергей Александрович, пожалуйста, вам придется, это ваша работа, не буду». Аседора озабочена. «Чего он еще хочет?» «Он просто ненасытен, ему все мало, он и половины этого не имеет в виду, он хочет делать все, что ему нравится, когда будете в Париже. Я знаю, что выглядела виноватой, смущенной, Аседора заметила, что я многое недоговариваю, но в этот раз она и не настаивала, она просто следила за лицом Есенина, а он продолжал отстаивать себя. «Я не собираюсь сидеть в заперти в отеле как раб. Если я не смогу делать, что хочется, я уйду. Я могу сесть здесь на пароход и уехать в Одессу. Я хочу уехать в Россию». Аседору уловило слово «Одесса», и глаза ее наполнились страхом. Есенин увидел это и откинулся на спинку стула с удовлетворенным видом. Тут он одержал верх. Это было видно. Он мог добиться чего угодно, если грозился уйти. Несколько минут он казался погруженным в собственные мысли. Лоб наморщен, лицо сосредоточено, потом медленно улыбнулся и задумчиво произнес «Будет любопытно, эти француженки, я так много о них слышал». И все это как маленький мальчик, которому предстоят необыкновенные удовольствия. В воспоминаниях Лолы Киннел, видевшей не парадный, а каждодневный быт пары, просматривается иногда возникающее у Есенина желание обидеть, задеть и даже оскорбить Дункан. Есенин и Асидора беседовали как-то об искусстве. Есенин сказал, «Танцовщица не может стать великим человеком, ее слава живет недолго, она исчезает, как только умирает танцовщица». «Нет», возразила Асидора, «Танцовщица, если это выдающаяся танцовщица, может дать людям то, что навсегда останется с ними, может навсегда оставить в них след, ведь настоящее искусство незаметно для людей изменяет их». «Но вот они умерли, Асидора, те люди, кто видел ее, и что? Танцовщики, как и актеры, одно поколение помнит их, следующее читает о них, третье ничего не знает». Я переводила, а Асидора слушала, как всегда, полное внимание и симпатии к Есенину. Он медленно поднялся, прислонился к стене и, сложив руки, была у него такая привычка при разговоре, нежно посмотрел на нее и сказал, «Ты просто танцовщица. Люди могут приходить и восхищаться тобой, даже плакать, но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя великая слава испарится, и никакой Асидоры». Все это было сказано по-русски, чтобы я перевела, но два последних слова произнес на английский манер и прямо в лицо Асидоре, с очень выразительным насмешливым жестом, как бы развеивая останки Асидоры на все четыре стороны. «А поэты продолжают жить», продолжал он, все еще улыбаясь, «и я, Есенин, оставлю после себя стихи. Стихи тоже продолжают жить. Такие стихи, как мои, будут жить вечно». В этой насмешке и подразнивании было что-то слишком жестокое. По лицу Асидоры пробежала тень, когда я перевела его слова. Неожиданно она повернулась ко мне, и голос ее стал очень серьезен. «Скажите ему, что он неправ. Скажите ему, что он неправ. Я дала людям красоту. Я отдавала им душу, когда танцевала. И эта красота не умирает. Она где-то существует». У нее вдруг выступили на глаза слезы, и она сказала на своем жалком русском «Красота, не умирай». Но Есенин, уже полностью удовлетворенный эффектом своих слов, оказывается, у него часто появлялось нездоровое желание причинять Асидоре боль, унижать ее, стал сама мягкость. Характерным движением он притянул к себе кудрявую голову Асидоры, похлопал ее по спине, приговаривая «Эх, Дункан». Асидора улыбнулась. Все было прощено. Воспоминания переводчицы Киннел также полно и красочно передают накал страстей ревнивцев. Импульсивные, осознающие свою неординарность, живущие чувством, и Есенин, и Дункан были очень ревнивы, что часто являлось причиной их семейных скандалов. Случаи эти почти анекдотичны, но с оттенком трагичности. Он резко повернулся и ушел. Он ревновал. Ревновал и мучился подозрениями. И это выглядело нелепо. Они были такими безобидными парнями, такими преданными поклонниками Великой Асидоры. Наслаждаться ее славой, быть рядом с ней составляло им величайшее удовольствие. А потом, всего через несколько дней, отношение к ним Есенина резко переменилось. Это было очевидно. Он даже стал улыбаться им. Разговаривать с Есениным они не могли, потому что ни одного русского слова не знали. Они просто изучали Есенина, Белокурова, ладного русского поэта, изучали со своеобразным курьезным любопытством. Не очень явно, конечно, потому что были хорошо воспитаны. Что же касается его, так он даже по-свойски одобрительно посмеивался над ними. На следующий день, накануне молодые люди весь день провели с нами, он встретил меня в холле и таинственно кивнул. «С этим все в порядке», произнес он шепотом. Я сразу же поняла, о ком он говорит. «Конечно, с ними в порядке», ответила я. «Я обнаружил это только сегодня. Пойдемте, хочу вам показать». Он прошел вперед. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, он остановился у двери, «Это была комната молодых людей». Есенин осторожно нажал ручку. Она подалась. Он приоткрыл чуть скрипнувшую дверь, заглянул, велел заглянуть и мне. Полное непонятного, необъяснимого любопытства я осмотрела комнату. Маленькая спальня отеля, единственная кровать, умывальник, стол со стулом, озадаченная я повернулась к Есенину. «Одна кровать», показал он. «Понятно?» «Возможно, молодые люди не так богаты», сказала я с сочувствием. «Как бы не так, черт их побери, они всегда берут номер с одной кроватью». Жанна мне говорила. «Но почему?» наивно спросила я. Есенин ухмыльнулся. «Ах! Ах!» спохватилась я. Есенин перестал ревновать. Это произошло в Дюссельдорфе на третий день после моего прихода к ним. Большой отель, три часа ночи. Я спала в своей комнате, примыкающей к комнате Айседоры. Кто-то постучал. Я проснулась и спросила, кто тут? «Это я, Айседора, впусти меня». Я встала и открыла дверь. Айседора ворвалась в мою комнату, бросила взгляд на постель и сказала, «Есенин исчез». «Вы уверены?» спросила я. «Он ушел, и я нигде не могу его найти», сказала она. «Может быть, он в туалете?» «Нет», сказала Айседора с горькой усмешкой, «я посмотрела». И она вышла так же стремительно, как и вошла. Подхватив свое кимоно, я последовала за ней, так как тревога передалась и мне. Энергичным шагом она прошла в другой конец холла, где находилась небольшая спаленка Жанны. Жанна была личной служанкой Айседоры. Айседора постучала, и когда Жанна открыла дверь, она, пользуясь правом хозяйки, вошла. Она посмотрела на кровать и сказала по-французски, «Месье Эдиспару». Исчез муж. «Мэнно, мадам?» «Не может быть, мадам», сказала Жанна, испуганно взглянув на нее. Айседора резко повернулась и вышла. Мы за ней. Мы прошли в большой салон Айседоры и принялись совещаться. Айседора считала, что нужно вызвать консьержку и приняться за поиски. Она была очень взволнована. Я возражала ей, так как, на мой взгляд, не было достаточных оснований для таких поисков. Потом, повинуясь какому-то неожиданному порыву, я вышла на середину комнаты и громко позвала по-русски. «Сергей Александрович, где вы?» «Я здесь», неожиданно раздался его голос. Мы бросились на голос. Скрытый тяжелой портьерой, Есенин в пижаме стоял на небольшом балкончике и дышал свежим воздухом. Мир и покой были восстановлены, и все мы разошлись по своим уютным спальням, и только когда я уже укутывалась в свое одеяло, я вдруг с удивлением подумала, почему Айсидора, как только вошла ко мне, бросила взгляд на постель, почему заглянула и в постель Жанны, забавно, и потом вдруг, о боже, ну конечно же, я с ними всего три дня, и Айсидора не знает меня, а я, я не знаю Есенина. Потом был еще случай, объясняющий многое. Айсидора готовилась к выступлению в одной из европейских столиц. Каждое утро приходил пианист, и они репетировали. Его приводили к ней в комнату, и они запирали дверь, чтобы их никто не беспокоил. Есенину не нравилась закрытая дверь. Иногда он забывался, подходил, дергал за ручку и обнаруживал, что заперто. Вскоре он стал даже ворчать по этому поводу. «Зачем они запираются?» как-то спросил он у меня после очередного налета. Я встретила его в зале около двери. «Шшш, не разговаривайте так громко, Айсидора репетирует», ответила я. «Черт с ней с репетицией, мне просто нужна книга, им совершенно ни к чему запираться для репетиций». «Пожалуйста, Сергей Александрович, не разговаривайте так громко». В этот момент открылась дверь и вышла Айсидора в сопровождении пианиста. Увидев сердитое лицо Есенина, она тотчас поняла причину и с очаровательным жестом произнесла на своем русско-китайском жаргоне. «Пожалуйста, не обращайте внимания, пожалуйста, не волнитесь, он пидораст». Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айсидоры. «Окопались в пансиончике на Уландштрассе», сказал он весело. «Айсидора не найдет тишина, уют, выпиваем, стихи пишем, вы смотрите, не выдавайте нас». Но Айсидора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась как амазонка с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами, солидно тикали часы. Тишина и уют вместе с ароматом сигар и кофе обволакивали это буржуазное немецкое гнездо как надежная дымовая завеса от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айсидоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром. Айсидора носилась по комнатам в красном хитоне как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с тервизами, сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айсидора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груда черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина. «Ките сэ бордель иммедиатеман», сказала она ему спокойно. «Эссюевэ муа». «Покиньте немедленно этот публичный дом и следуйте за мной». Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Усиков остался в залог и для подписания пансионного счета. Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных Мерседеса и отбыла в Париж через Кёльн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов. Литературный секретарь и переводчик Айседоры Дункан Шнейдер описывает эпизод из совместной жизни Есенина и Дункан, который не особое, нежное, трепетное и сильное чувство Дункан к поэту, а взамен противоположное, безразличное, если не сказать грубое отношение мужа к жене. С Есениным иногда было трудно, тяжело. Вспоминаю, как той, первой их весной, я услышал дробный цокот копыт, замерзший у подъезда нашего особняка и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке. Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно взволнованная. «Смотрите», вытянула руку, на ладони заблестели золотом большие мужские часы. «Для Есенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!» Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку. Есенин был в восторге, у него не было часов. Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь. «Посмотрим», говорил он, вытаскивая часы из карманчика, «которые теперь час». И, удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее шутливо шепча. «А тут кто?» А через несколько дней, возвратившись как-то домой из наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части. Асидора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка. Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза. «Вот какая чертовщина», сказал он, расчесывая пальцами волосы, «как скверно вышло. А где изодора?» Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айсидоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами. «Холодной водой?» она подняла на меня испуганные глаза. «Он не простудится?» «Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина». В воспоминаниях Натальи Крандиевской Толстой достаточно подробно описаны три встречи Сергея Есенина и Айсидора Дункан. Автор не только характеризует отношения Сергея Айсидоры, но и выявляет некоторые неожиданные, даже пикантные подробности. Первая встреча в Берлине описана с нескрываемым сочувствием к Дункан, потерявшей детей, что доступно только женщине с тонкой натурой и имеющей своего ребенка. Айсидора вообще была женщина со странностями, несомненно умная, по-особенному своеобразно с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Только через пять лет мы встретились снова в Берлине на тротуарах Курфюрстендама. На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, петлица хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Сидора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту, парчевый подол. Ветер вздымал лилово-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону. «Есенин!» окликнула я. Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул. «Ух ты! Вот встреча! Сидора, смотри, кто!» «Киэс!» «Кто это?» спросила я Сидора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку. Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами. «Сидора!» тормошил ее Есенин. «Сидора, что ты?» «О!» простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты. «О! О!» и опустилась на колени перед ним прямо на тротуар. Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. «Я же поняла все!» «Я старалась поднять ее!» Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. А Сидора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого, фигура из трагедии Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянной. «Сидора!» кричал он. «Подожди! Сидора! Что случилось?» Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени. «Я знала трагедию о Сидоре Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже в автомобильной катастрофе много лет тому назад. Вторая встреча, описанная в воспоминаниях Крандьевской Толстой, состоялась в ее доме. Среди гостей был и Горький. В этот год Горький жил в Берлине. Было решено устроить завтрак в пансионе Фишер, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой с балконом на Курфюрстендам накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были Осидора Дункан, Есенин и Горький. Осидора пришла, обтекаемая огромными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она казалась спокойной, слегка усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо полной женственной прелести напоминало прежнюю Дункан. Три вещи беспокоили меня, как хозяйку завтрака. Первое, это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин рабеет как мальчик. Горький присматривался к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айсидоры, рюмок для этого напитка она не признавала. Следы этой хозяйской беспечности были налицо. За русский ревоюз, шумела Айсидора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан. Экутэ, горький, слушайте, горький, я буду танцевать сольмон для русский революз, я буду танцевать только для русской революции. Сэбо, русский революз, это прекрасно, русская революция. Алексей Максимович чокнулся и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо, эта пожилая барыня расхваливает революцию как театрал удачную премьеру. Это она зря. Помолчав, он добавил, а глаза у барыни хороши, талантливые глаза. Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, горький попросил Есенина прочесть последнее, написанное им. Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке. Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них, стоящих в нише окна. Как они были не похожи. Один продвигался вперед, закаленный, уверенный, в цели, другой шел как слепой, на ощупь спотыкаясь, растревоженный и неблагополучный. Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкесске с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине. Асидора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате в круг. Кусиков нащипывал на гитаре интернационал. Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная минада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора. За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине? Гораздо резче вспоминает об этой встрече Максим Горький. В частности, он пишет с явной неприязнью к спутнице поэта Есенина. А второй раз видел я его в Берлине у А.Н. Толстого. Была с ним старая, пьяная Айседора Дункан. Он великолепно прочитал монолог хлопуши, а потом ударил Дункан ногою в ее интернациональный зад и сказал ей «Стерва!» Я человек сентиментальный, я бесстыдно заплакал при виде столь убийственного соединения подлинной русской поэзии с препрославленной европейской пошлостью. И вновь явилась та же угрюмая мысль «Где и как жить ему, Есенину?» Вы сообразите безумнейшую кривизну пути от Клюева к Дункан. Был в тот вечер Есенин судорожно, истерически пьян, но на ногах держался крепко. Да и пьян-то он был, кажется, не от вина, а от неизбывной тоски человека, который пришел в мир наш, сильно опоздав или преждевременно. Третья встреча неожиданно шокировала Наталью Васильевну. Она знала о непростых отношениях Дункана Есенина, но такого выражения любви не ожидала. День решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Лунапарк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош. Компания наша разделилась по машинам. Голова Айсидоры лежала на плече у Есенина, пока шарф мчал нас по широкому курфюрстендаму. «Ме димуа сука, димуа стерва». «Скажи мне сука, скажи мне стерва», лепетала Айсидора, ребячась, протягивая губы для поцелуя. «Любит, чтобы ругал ее по-русски, не то объяснял, не то оправдывался Есенин. Нравится ей». «И когда бью, нравится, чудачка». «А вы бьете?» спросила я. «Она сама дерется», засмеялся он уклончиво. «Как вы объясняетесь, не зная языка?» «А вот так. Моя твоя, моя твоя». И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. «Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?» За столиком в ресторане Луна-парка Айсидора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов, с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак. Быстрые смены настроений Сергея Александровича, неожиданную тягу к роскоши этого когда-то простого рязанского парня и нарастающий кризис в отношениях Есенина и Дункан тонко подметил в своих мемуарах поэт, писатель, переводчик Рюрик Ивнев. Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айсидора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще, в третий Есенин и я. По дороге в Эрмитаж разговор у нас состоял из отрывочных фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках. Есенин, воротнички? Но кто же их отдает в стирку? Их выбрасывают и покупают новые. Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул, очевидно, только что по приезде в Москву, за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его. Все это выдумки. Я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары, Мариенгофу тоже посылал доллары. После паузы добавил, и тебе посылал, ты получил? Я, хотя и ничего не получал, ответил, да, Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему. По приезде в Эрмитаж начались иные волнения. Надо решить вопрос в зале или на веранде. Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик пойдет наш выбор. Где лучше, где лучше, поминутно спрашивал Есенин. Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем, говорил я. Ну, хорошо, хорошо, вот здесь, решает он, но когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет. Здесь свет падает прямо в лицо. Мы более-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику. Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец, мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забарковать столик. Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а особенного как раз и не было. С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски. Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел, как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний, питерский Есенин. Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Асидорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом. Вскоре после обеда в Эрмитаже я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистинке, где помещалась студия Дункан. Во время отсутствия Дункан студией руководила Ирма. Асидора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже. Все труднее и труднее было вместе, все обиднее становилось поведение каждого. Трещина в отношениях увеличивалась, и ревность, сопровождающая этот союз с самого начала, играла несомненно большую роль в этом, также и желание Дункан обладать Есениным всеобъемлющим. Лола кинул. Это случилось знойным июльским днем после обеда. В номере гостиницы было жарко и душно. Есенин объявил, что он пойдет погулять. Асидора попросила подождать, пока она переоденется. «Но я иду один», сказал Есенин. Асидора странно на него посмотрела, и я была удивлена, услышав, как она довольно твердо сказала, «Нет, возьми с собой Жанну или мисс Киннелл». У Есенина взгляд сделался сердитым. «Я иду один. Мне хочется побыть одному. Мне просто хочется побродить в одиночестве». Все, конечно, по-русски. Я переводила. Есенин в это время сидел на кровати и начал надевать ботинки. Его желание пойти на прогулку казалось таким непосредственным, а задетая гордость из-за того, что ему предписывали, как непослушному ребенку, была настолько очевидна, что я, забыв роль секретаря, повернулась к Асидоре и, переведя его слова, добавила, «О, Асидора, пожалуйста, отпустите его. Должно быть так ужасно постоянно находиться в одной клетке с нами, тремя женщинами. Всем хочется иногда побыть в одиночестве». Асидора повернула ко мне лицо полное волнение. «Я не пущу его одного. Вы не понимаете. Вы не знаете его. Он может сбежать. Он сбегал в Москве». И потом «Женщины...» «Ах, Асидора! Ему надоели женщины. Ему просто хочется побыть одному, просто побродить». «И как он может убежать? У него нет денег. Он в пижаме. Он не знает итальянского». Вместо ответа Асидора подошла к двери и встала у нее с видом человека, заявляющего «только через мой труп». Есенин наблюдал за нашим разглагольствованием по-английски сердитыми, налитыми кровью глазами. Губы его были плотно сжаты. Ему не нужен был перевод. После такого продолжительного напряженного состояния он неожиданно сел на стул и очень спокойно сказал «Скажите ей, что я не иду». Асидора отошла от двери и вышла на балкон. Она плакала, плакала как ребенок, слезы текли по ее щекам. Я обняла ее, беспомощную, удрученную, упрашивала не плакать, хотя чувствовала, что она не права. Она громко всхлипывала перед каждым вздохом бормоча что-то о своей любви. Есенин встал со стула и бросился лицом вниз на кровать. Он еще не надел носков и ботинок, и голые розовые пятки, торчащие из белых пижамных брюк, были очень круглыми и какими-то детскими. Асидора оттолкнула меня, встала на колени возле кровати и стала целовать эти круглые розовые пятки. Я посчитала это за сигнал выйти и покинула комнату. Литература веды, исследователи жизни и творчества Есенина Станислав и Сергей Куняев так описывают скандальные случаи, произошедшие с Сергеем Есениным и Асидорой Дункан в берлинском кафе. Он вошел в зал впереди Асидоры, она за ним. Все заметили, что муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях, Асидора в красном платье с глубоким вырезом. Аплодисменты смешались с неодобрительным гулом. Произошло замешательство, потому что среди публики были и сторонники и противники Есенина. Вдруг ни с того ни с сего один эмигрант-неврастенник заорал во все горло, обращаясь к Асидоре и размахивая руками. Да здравствует интернационал! Асидора с нелепой улыбкой помахала рукой в сторону кричавшего и крикнула «Да здравствует!» Замешательство усилилось. Какая-то часть присутствующих в разнобой запела «Интернационал», тогда официальный гимн РСФСР, другая часть тут же начала свистеть, кричать «Долой! К черту!» А вот как описывает этот же случай писатель Глеб Алексеев, живший в Берлине в то же время, когда туда приехали Дункан и Есенин. И тотчас оба вошли в зал. Женщина в фиолетовых волосах, в маске лице, свидетели отчаянной борьбы человека с жизнью, слегка недоумевающие, чуть-чуть извиняющие кого, но ведь людям, так много давшим другим людям, прощается многое. И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина, с чижами под потолком, увертливый и насторожившийся. Бабушка, отшумевшая большую жизнь, снисходительной к проказам, и внук, мальчишка-сорванец. Кто-то в прорвавшемся азарте крикнул «Интернационал!» Пять хриплых голосов неверно ухватили напев. И тогда свистки рванулись, а робки, будто свистали, пробуя. Склеенные жидким гумиарабиком любви к искусству, толпа раскололась. Намотавшиеся в кровь политические комья оказались сильнее крохотных шариков этого самого искусства, а ими жонглировать не умели. Еще какой-то армянин, сгибаясь к чужому лицу, сказал «Сволочь!» Потные лица дам, фиолетовые от пудры и настороженные лица мужчин сдвинулись ближе к столу, за которым сидели Дункан и Есенин, белый, напряженный до звона в голове, готовый броситься еще мгновение. И вот я видел, как он победил. «Не понимаю», сказал он громко, «чего они свистят? Вся Россия такая, а нас, он вскочил на стул, не застращаете, сам умею свистать в четыре пальца». И толпа подалась, еще захлопали, у вешалки столпились недовольные, но Есенин уже успокоился. Оставшиеся жадно били в ладоши, засматривая ему в глаза своими рыбьями и тупыми, пытаясь приблизиться, пожать ему руку. Уходя, я вспомнил его словечко. Этих он подмял. Ушедшие от деревни, помещики ли, разночинцы, поповичи, они не дошли до города, каким он вырос на западе. Но перед городом он сам, озорной мальчонка, застенчиво опускающий с колен задранные ноги, не страшный возле зашнурованных в железо клеток кассиров, возле клеток, в которых так плавно и размеренно течет обособившийся и сложившийся быт. Ссоры, вспышки страсти, взаимные обиды, радости семейной жизни. Хотелось убежать от всего этого. И то один, то другой пытаются разорвать отношения. По воспоминаниям Повицкого. Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез. Айсидора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск. Айсидора серьезно больна и ей необходимо курортное лечение. Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки. Ирма хозяйничала, собирая Айсидору в дорогу. Айсидора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений. Я объявил моим дамам, что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выйдут в Минеральные воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью, как и где разыскать Есенина. Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и узнав, что Айсидора где-то на Кавказе. Но главное было в другом, ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли. Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы, мы еще не осознавали. Повторяю, слишком близко общались с ним, а большое видится на расстоянии. Но интуитивно не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь. Так же было и в этом случае. Я попросил дворника, швейцара и завхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во что бы то ни стало привести его. Да, мы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что если Есенин и появится, Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжелым требованием. Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточке и подперев лицо кулаками. Нашел Тверезой и, опустившись на корточке, удовлетворенно добавил «Сейчас будут», после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд. Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин. Айседора метнулась в комнату Ирмы и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из гобеленового коридора. Я встретил Есенина в вестипюле. Он выглядел взволнованным. «Айседора уезжает», сказал я ему. «Куда?» нервно встрепенулся он. «Совсем. От вас». «Куда она хочет ехать?» «В Кисловодск». «Я хочу к ней». «Идемте». Я тихо нажал бронзовую ручку и также тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване спиной к нам. Она не услыхала, как мы вошли в комнату. Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан. «Я тебя очень люблю, Изодора. Очень люблю», с хрипотцой прошептал он. Американские репортеры с чрезвычайным любопытством писали о роскошных нарядах Айседоры и внешности Есенина. «Нью-Йорк Орлд» сообщала своим читателям. Вскоре появился муж мадам Дункан, юноша, похожий на мальчика. По внешним данным, он мог бы стать отличным полузащитником в любой футбольной команде. Рост 5 футов 10 дюймов, белокурая, коротко остриженная голова сидит на паре широких плеч. У него узкие бедра и ноги, способные преодолеть 100 ярдов за 10 секунд. Классическая Айсидора несколько оживилась, когда группа поднялась на верхнюю палубу. Мистер Есенин заулыбался, как студент, когда его попросили позировать в обнимку с женой. Его смущение очень развеселило мадам Дункан. Она поцеловала его перед фотокамерой. Поэт улыбался и курил, недоверчиво вдыхая дымок американской сигареты. Они предполагают оставаться здесь до февраля, а потом уедут обратно в Россию, где Айсидора организовала школу. Нью-Йорк Таймс подробно рассказывала о том, как на прогулочной палубе Парижа Айсидора полулежала на кушетке, красиво обвивая левой рукой шею мужа. Притянув его белокурую напудренную голову к своему плечу, мадам Дункан сказала, что он молодой поэт и маженист. Его называют вторым великим поэтом после Пушкина. Несмотря на то, что Айсидора была разгневана на чиновников, писала газета Нью-Йорк Герард, ее муж, молодой яркий блондин, русский поэт, кажется, воспринял этот случай как обыкновенный и несерьезный. Ее муж, стройный, атлетического сложения, широкоплечий, с тонкой талией, объясняется с Айсидорой в основном через ее секретаря. Он выглядит моложе своих 27 лет и по одежде не отличается от обычного американского коммерсанта. Простой серый костюм из твида. Не владея английским, он, стоя рядом с женой, кивает с одобрительной улыбкой, подтверждая все, что она говорит репортерам. Оба производят впечатление искренне влюбленных и не стараются скрывать свои чувства от посторонних. Айсидора показала томик стихов своего мужа в свободном переводе на французский. Виды Манхэттена ошеломили молодого русского поэта, и он пообещал непременно написать об этом. Ему нравится воспевать бродяг и скитальцев, хотя сам не похож ни на тех, ни на других. О нем говорят, что он грустный, но кажется, что это самый веселый большевик, который когда-либо пересекал Атлантику. Мэри Дести пишет, во время поездки Айсидоры по Америке начал проявляться безрассудный нрав Есенина. Он решил, что Америка встретила его не так, как подобает, и злился за это на Айсидору, по всякому случаю, оскорбляя ее и ее страну. В газетах было много скандальных сообщений, более или менее преувеличенных, но в них было достаточно правды, чтобы сделать жизнь совершенно невыносимой. 12 ноября 1922 года Есенин возмущенно написал из Нью-Йорка ближайшему другу Анатолию Мариенгофу. «Милый мой Толя, как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься». Видно, что Есенин затысковал по дому. Он разочаровался в американцах. «Никак не желаю говорить на этом проклятом английском языке», добавляет он. На английском Есенин не желал говорить из принципа, говорил, что боится испортить и забыть русский язык. Иммажинист Александр Кусиков чуть позже получил еще более отчаянное послание. «Я расскажу тебе об Америке позже. Это самая ужасная дрянь. Я полон смертной, невыносимой тоски. Я чувствую себя чужим и ненужным здесь, но когда я вспоминаю Россию, вспоминаю, что ждет меня там, я не хочу возвращаться». Кусикову же были написаны ставшие уже знаменитыми строки. «Тоска смертельная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию. Не могу, ей Богу, не могу, хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу. Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и веселое, как друг». В письме издательскому работнику Сахарову Сергей Александрович также прямолинеен, выражая свой ужас перед заграницей. «Родные мои, хорошие, что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, который граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. В страшной моде господин Доллар, на искусство начхать, самое высшее мюзик-холл». Критик и литературовед Мендельсон в своих воспоминаниях рассуждает о причинах отторжения Есенинам Америки. «Впрочем, гораздо чаще мне случалось видеть в Америке Есенина глубоко ушедшего в свои тайные и какие-то очень горькие думы. И желание понять их суть, как и узнать причины столь активного стремления поэта, которое я заметила во время первой встречи с ним, подчеркнуть, что у него нет никакого интереса к Америке, не давало мне покоя. Разумеется, мне трудно было понять тогда, что отношение Есенина к Америке отчасти объяснялось двусмысленностью его положения в этой стране. Большинство американцев, если они и узнали из газет о приезде русского поэта, думали о нем лишь как о муже их соотечественницы. А сколько тягостного и даже оскорбительного было для Есенина в его тщетных попытках добиться издания его стихов на английском языке, провален надежд на то, что наконец-то он предстанет перед американцами человеком творческим, а не просто молодым спутником Айседоры Дункан, неизвестно на что расходующим свои дни. Ближайший друг Сергея Есенина, Лев Повицкий, вспоминает, как посетил поэта в сложнейший момент его жизни, позже ставшим переломным в отношениях с Дункан. Я вернулся в Москву к моменту приезда Есенина и Дункан из-за границы и отправился к нему на свидание в отведенный Дункан особняк на Пречистинке. Я его застал среди вороха дорожных принадлежностей, чемоданов, шелкового белья и одежды. Мы обнялись, и он крикнул Дункан. Она вышла из соседней комнаты в каком-то широчайшем пестром пеньюаре. Он меня представил ей. Это мой друг Повицкий. Его брат делает бир, пиво. Он директор самого большого в России пивоваренного завода. Я с трудом удержался от смеха. Вот так рекомендация. Позднее я понял смысл этих слов. Для Дункан человек, причастный к производству алкоголя, представлял, по мнению Есенина, огромный интерес. И он, по-видимому, не ошибался. Она весело потрясла мне руку и сказала, бир очень хорошо, очень хорошо. Вид этой высокой, полной, перезрелой, с красным, грубоватым лицом женщины, вид бывшего барского особняка, все вызывало у меня глухое раздражение. Как это все не похоже на обычную есенинскую простоту и скромность. Когда она ушла, я зло проговорил. «Недурно ты устроился, Сергей Александрович». Он изменился в лице, глаза потемнели, брови сдвинулись, и он глухо произнес, «Завтра уезжаю отсюда». «Куда уезжаешь?» не понял я. «К себе». «На Богословский». «А Дункан?» «Она мне больше не нужна. Теперь меня в Европе и Америке знают лучше, чем ее». И действительно, через несколько дней он оставил Дункан и переехал к себе, в свою более чем скромную комнату в доме номер три по Богословскому переулку. Я его не расспрашивала о заграничных его впечатлениях, но однажды он сам заговорил. «Мы сидели в берлинском ресторане. Прислуживали мужчины. Почти все они были русские с явно офицерской выправкой. Один из них подошел к нам. «Вы Есенин?» обратился он ко мне. «Мне сказали, что это вы. Как я рад вас видеть. Как мне хочется по душе поговорить с вами. Вы ведь бежали из этого большевистского пекла, не выдержали. А мы русские дворяне, бывшие русские офицеры, служим здесь лакеями. Вот наша жизнь, вот до чего довели нас большевики». Я нежно поглядел на него и ответил. «Ах, какая грусть, плакать надо. Но знаете что, дворянин? Подайте мне мужику ростбив по-английски, досмотрите, чтоб кровь сочилась». Офицер позеленел от злости, отошел и угрожающе посмотрел в нашу сторону. Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял, что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и медленно прошел мимо них к выходу. Он не успел или не посмел меня тронуть. «Да, я скандалил», говорил он мне однажды. «Мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения, это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер. Мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, и честь. О, меня они теперь лучше помнят, чем Дункан. Оставившая после себя обширные воспоминания Галина Бенеславская, близкая подруга Есенина на протяжении долгих лет, женщина, любившая знаменитого русского поэта, так описывает события, разворачивающиеся после отъезда Дункан на Кавказ и в Крым. После заграницы Дункан вскоре уехала на юг, на Кавказ и в Крым. Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получил от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может трагедии, все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму. «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив, тебе желаю того же, Есенин». Дал прочесть мне. Я заметила, если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобное. Переделал. «Я люблю другую, женат и счастлив, Есенин» и послал. «Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок, а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском, не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграммы с Крыма. Писем телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться, Бенеславская». Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро. Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма по рассказам вызвала целую бурю и уничтожающий ответ. Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги Бенеславской. Пишет, чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю Изодора. Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект, вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от нее. Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня. «Вы ее не знаете, она на все пойдет», повторял он. Бенеславская страстно желала быть с Есениным, ее воспоминания написаны любящей рукой и поэтому в достаточной степени предвзяты. Судя по воспоминаниям друга поэта Сергея Коненкова, широкоизвестное стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» было навеяно расставанием с Айседорой Дункан и общим разочарованием в жизни. Коненков. В голодном двадцать первом году в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Приехала, чтобы основать в Советской России школу пластического танца. На вечеринке у художника Якулова Дункан встретилась с Есениным. Вскоре они поженились. Под школу-студию отвели дом балерины Балашовой на Пречистинке. Дункан поселилась в одной из раззолоченных комнат этого богатого особняка. Есенин проводил меня туда. Меня глубоко интересовало искусство Айседора Дункан и я часто приезжал в студию на Пречистинку во время занятий. Несколько раз я принимался за работу. Танцующая Айседора Дункан это целая сюита скульптурных портретов прославленной балерины. В первых числах мая 1922 года Дункан увезла Есенина в Европу, а затем и в Америку. Вернулся он в августе 1923 появившись у нас на Пресне сразу же спросил ну каков я? Дядя Григорий без промедления влепил Сергей Александрович я тебе скажу откровенно забурел и в самом деле за эти полтора года Есенин раздобрел стал краситься и пудриться и одежда на нем была буржуйская но очень скоро заграничный лоск с него сошел и он стал прежним Сережей Есениным загадочным другом российским поэтом стояли последние жаркие дни недолгого московского лета большой шумной компанией отправились купаться на Москве реке в филях был у меня заветный утес с которого любо-дорого прыгнуть в воду повеселились в волю по дороге к дому Есенин вдруг погрустневший стал читать неизвестные мне стихи не жалею не зову не плачу все пройдет как с белых яблонь дым увяданье золотом охваченный я не буду больше молодым ты теперь не так уж будешь биться сердце тронутое холодком тяжелая тоска послышалась мне в его голосе я перебил его что ты не рано ли а он засмеялся ничего говорит не рано и опять Есенин пропал из моего поля зрения на этот раз навсегда благодаря воспоминаниям писателя Никитина известна картина последней встречи Дункан и Есенина на берега Невы приехал Таиров с камерным театром он позвонил мне из гостиницы Англитер и сказал что ждет меня к обеду на котором будет Эосидора Дункан мне очень захотелось пойти я никогда в жизни ее не видел но у меня сидел Есенин и я сказал Таирову об этом хочешь прийти с ним ради бога не надо не зови его будет скандал и Задора и он совсем порвали друг с другом между прочим все близкие Дункан и Есенин тоже всегда называли ее Изодорой это было ее настоящее имя Есенин сидевший рядом с телефоном очевидно слышал весь мой разговор с Таировом и стал меня упрашивать взять его с собой я протестовал но в конце концов все вышло так как он хотел в номере Таирова Есенин не подошел к Эссидоре Дункан этому способствовало еще и то что кроме Таирова Конан и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы камерного театра среди них и затерялся Есенин я смотрел на Дункан передо мной сидела пожилая женщина как я понял впоследствии образ осени на Изодоре было темное как будто вишневого цвета тяжелое бархатное платье легкий длинный шарф окутывал ее шею никаких драгоценностей и в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из Гамлета Есенин рядом с ней выглядел мальчиком но вот что случилось не дождавшись конца обеда Есенин таинственно и внезапно исчез словно привидение даже я вначале не заметила его отсутствия неужели он приезжал лишь за тем чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с изодорой это была их последняя встреча в жизни узнав о гибели любимого асидора телеграфировала в парижской газеты известие о трагической смерти Есенина причинило мне глубочайшую боль у него была молодость красота гений он уничтожил свое юное прекрасное тело но дух его вечно будет жить в душе русского народа и в душе всех кто любит поэтов между нами никогда не было никаких ссор и мы никогда не были разведены я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием невыносимая боль утраты усталость от борьбы с невзгодами все обрушивающимися на нее повлекли за собой признание Дункан во многом оказавшееся пророческим я была потрясена смертью Сергея но я оплакивала его и рыдала о нем столько долгих часов что кажется истощила свои человеческие способности к страданию я сама прохожу через период столь продолжительных бедствий что меня часто соблазняет мысль последовать его примеру Асидора Дункан погибла в Ницце 14 сентября 1927 года вот как описал ее трагическую смерть Матвей Ройсман осенью 1927 года обмотавшую длинным пурпурным шарфом с вытканными на нем солнечной птицей и лазоревыми цветами она села в свой небольшой гоночный автомобиль и поехала закинутый за спину шарф сперва трепеща летел за ней потом при торможении порхнул вниз попал в колесо намотался на него и с силой выдернул за шею Асидору Дункан измчавшейся машины на мостовую потащив ее задушенную за собой трагично эффектно мгновенно как и подобает актрисе ушла из жизни почти следом за своим дарлингом Асидора Дункан Так закончилась сказочная история любви поэта и танцовщицы за целый век не потерявшая своей притягательной силы Читала Галина Чегинская Асидору Асидору Асидору